Глава шестая. Русь между Востоком и Западом. 1667-1682 годы. Первая. Восстание Разина. 1667-1671 годы. Главка первая. Бунт донских казаков и крестьян под предводительством Степана Разина был яростным выражением оппозиции московским способом управления и тяготам общественного строя Москве, многие годы копившейся в различных слоях населения Руси. О восстании Разина смотрите Костомаров. Разин. Соловьев. Том 11. Страницы 286-326. Крестьянская война. Под предводительством Степана Разина. Смирнов и другие. Крестьянские войны в России 17-18 веков. Москва. Ленинград. 1966 год. Глава вторая. Автор Манков. Разгром Разинщины. Ленинград. 1934 год. Разинское восстание являлось частью серьезного кризиса, или точнее комплекса кризисов, которые терзали московское царство на всем протяжении второй половины 17-го столетия, и был преодолен лишь крайним напряжением его сил и при поддержке политической и социальной основы нации дворянства, консервативных элементов посадских и старшины донских казаков. Большая часть высшего казачества Слободской и Левобережной Украины тоже поддерживали царское правительство. В начале правления царя Алексея города бурлили недовольством, проявившимся в серии восстаний. Москва. 1648 год. Новгород и Псков. 1650 год. И так далее. Однако интересы посадских в определенной степени защитил Земский собор 1649 года и одобренный им свод законов, уложения. Даже после этого они все еще облагались тяжелыми налогами и несли различные повинности в пользу правительства. Только высший класс купцов, гости, были освобождены от тягот этих повинностей. Чтобы удовлетворить интересы купцов, в особенности группы оптовых торговцев, царское правительство в 1667 году издало новоторговый устав. Бояры дворянства удовлетворили предоставленные им уложениям гарантии их прав на крестьян, по которым владельцы водчины поместий могли требовать возвращения беглых крепостных без ограничения срок. Изнуряющие годы войны с Польшей, ее союзниками, крымскими татарами и Швецией 1654-1667 годы, а также непрекращающиеся проблемы на Украине, подвергали всю структуру Московского царства постоянному напряжению. Инфляция, последовавшая за провалом эксперимента с медными деньгами, привела к крупным волнениям в 1662 году. Финансовые реформы следующего года, упразднившие медные рубли, лишь частично оздоровили сложную ситуацию. Войны требовали постоянной мобилизации боярской и дворянской кавалерии, в связи с чем практически ежегодно владельцы и держатели земли со своими свитами не присутствовали в собственных владениях значительную часть года. Это не могло не привести к ослаблению контроля боярских и дворянских управляющих имениями за крестьянами, которые, воспользовавшись ситуацией, толпами бежали из имений, к которым были прикреплены, а по пути часто разоряли господские дома. Взятые в целом подобные случаи означали начало массового крестьянского, особенно в областях Рязани, Тамбова и Воронежа. Смотрите очерки, том 4, страницы 278-281. Многие беглые находили себе пристанище на Средней и Нижней Волге, где всегда была нужда в матросах и грузчиках, а также на Украине и на территории донских казаков. Правительство предпринимало все меры, на которые оно было способно, чтобы арестовывать и возвращать беглых, однако реализовывать соответствующие указы было трудно. Основным принципом как у донских, так и у запорожских казаков являлся отказ в выдаче любого ищущего убежища. На Украине каждый последующий гетман клялся Москве возвращать беглых, не имея большого желания на деле производить выдачу. Духовно Москва тоже была ослаблена, ослаблена расколом. Предание староверов Анафеме на Великом Церковном Соборе 1666-1667 годов сделало раскол непоправимым. Староверы открыто проявляли непокорность. Монахи Соловецкого монастыря на Белом море отказались принять никонианских священников и книги, а когда Москва направила для исполнения приказа воинское подразделение, монахи восстали против правительства. 1668 год. В господствующей православной церкви многих потрясло жестокое обращение с патриархом Никоном. Целые группы верующих сожалели о его положении, навещали его, заключенного в Ферапонтовом монастыре на севере Руси, и продолжали обращаться к нему как к патриарху всея Руси. Возмущение низложением Никона открыто высказывалось на Украине и среди донских казаков тоже. Смотрите, например, письмо Брюховецкого «Донским казакам» от 1668 года. Акты Юго-Западной России, том 7, страница 61. В 1650-х и 60-х годах недовольство донских казаков усилилось в связи с изменениями в международных отношениях. Альянс украинского гетмана Выговского с крымскими татарами привел к возобновлению татарских нападений не только на пограничные области Московии, но также и на земли донских казаков. Московское же правительство было слишком глубоко вовлечено в дела Польши и Украины, чтобы оказывать существенную помощь донским казакам, которым турки и крымские татары преграждали выход к Азовскому и Черному морям. Как и запорожцы, группы предприимчивых казаков имели обыкновение совершать набеги на турецкие и татарские территории побережья Азовского и Черного морей. Эти набеги наносили туркам и татарам существенный ущерб, а в случае успеха доставляли казакам не только удовлетворение от освобождения соотечественников, томящихся в турецком и татарском рабстве, но и богатую добычу. Крупная кампания против Азова, подобная предпринятой в 1637 году, требовала серьезной попытки прорвать турецкую преграду. Однако правительство Дона считало нужным избегать такой кампании, так как ее провал мог подвергнуть территорию Дона турецкому и татарскому нашествию, против которого была бы необходима поддержка Москвы, которая в то время была не в состоянии ее оказать. Между тем, наплыв беглецов на Дон угрожал нарушить баланс между состоятельными казаками, так называемыми домовитыми, и бедными голыдьбой. Лишь немногим из вновь прибывших удавалось найти работу. Поскольку большая часть из них являлась крестьянами, было бы естественным, если бы им выделили землю для обработки. Однако это противоречило основному древнему закону донских казаков, который запрещал на их территории заниматься сельским хозяйством. Этот закон был нацелен на предотвращение образования больших земельных и запасение развития крепостного права. Трудности добывания средств к существованию на Дону вынуждали многих новичков присоединяться к голыдьбе в предприятиях, обещающих легкую добычу. Поскольку путь на Черное море преграждал приказ Донского правительства, внимание предприимчивых элементов из казацкой голыдьбы обратилось к Волге и Каспийскому морю. Суда московитов, доставляющие товары из Нижнего Новгорода в Астрахань и торговые караваны, курсирующие по Волге, оказались доступной целью для отрядов искателей приключений. В 1659 году московское правительство выразило недовольство случаями грабежей руководству Донской армии, после чего сами власти Дона, раздраженные действиями воровских казаков, взяли штурмом их лагерь и казнили несколько предводителей. Эти репрессивные меры не могли остановить брожение среди бедных казаков, особенно вследствие того, что Донская армия имела тесные контакты с Запорожьем. Запорожье в то время находилось под влиянием правобережного украинского гетмана Дорошенко, стоящего в оппозиции к левобережному гетману Брюховецкому, и, соответственно, к Москве. Украинские казаки, ранее переехавшие в Московию, тоже находились в мятежном расположении духа из-за вмешательства московских воевод в их свободы. К 1666 году чернь левобережной Украины взбунтовалась. В тот год, после подавления мятежа в Переяславе, значительное количество разбитых мятежников бежало на Дон. Там некоторые из них вступили в казачий отряд атамана Василия Уса. Летом 1666 года эти казаки появились у Воронежа и попросили у городского воеводы разрешения пройти в Москву, якобы для поступления на службу к царю. Воеводы, догадываясь об их намерениях, не желал давать подобного разрешения. Казаки все равно продолжили свой марш на север в направлении Тулы. Их ряды быстро увеличивались за счет крестьян и боярских холопов, из имений, встречавшихся на пути, и в течение всего похода разорявших дома своих господ. Казакам удалось приблизиться к Туле. Однако их силы оказались недостаточными, чтобы взять эту мощную крепость, и вскоре они отступили. Соловьев, том 11, страницы 288-289, Чистяково, Крестьянское движение в Подмосковье и поход Василия Уса. Вопросы истории, номер 8, 1953 год, страницы 128-133, очерки, том 4, страница 282. Когда атаман Ус с товарищами возвратился на Дон, власти Донской армии арестовали его вместе с несколькими сподвижниками и подвергли всех порки. Походы Василия Уса в пограничные области Московии произвели сильное впечатление на тамошних крестьян. Толпы желающих избежать крепостного права потянулись в северные пределы территории Донской армии. Эти беглецы увеличили на Дону количество недовольных. Удавшийся лихой налет показал казакам, что крестьяне, изнывающие под гнетом крепостного права, находятся в мятежном состоянии духа, и можно рассчитывать на их присоединение и поддержку, если начнется широкомасштабное восстание. Главка 2. Вскоре на Дону появился новый лидер, способный начать такое восстание. Степан Тимофеевич Стенько Разин. Стенько уменьшительный от Степан. Друзьями и последователями Разина употреблялась в уменьшительно-ласкательном значении, его врагами в уменьшительно-пренебрежительном. Разин, тогда в возрасте примерно сорока лет, обладал деятельной натурой, был бесстрашным человеком могучего телосложения и необузданного авантюрного нрава. В нем сочетались противоречивые свойства. Он мог быть великодушным и крайне жестоким. Он был дружелюбен и чужд всякого зазнайства. Даже после того, как его последователи объявили его великим вождем, он оставался доступным для каждого из них. Как и основная их часть, он любил попойки и веселые празднества. Он мог переносить огромные физические нагрузки. Что имело еще большее значение, Разин оказался смелым и находчивым военачальником с несомненными стратегическими способностями. Разин принадлежал к состоятельной домовитой семье. Правительство Донской армии часто доверяло ему дипломатические и военные миссии. Так, в 1660 году Разин входил в Донскую делегацию царского посольства к калмыкам. Два года спустя он вместе с другим представителем снова вел переговоры с калмыками о военной поддержке против крымских татар. В 1663 году Разин командовал отрядом донских казаков, которые при помощи калмыков и запорожцев воевали с татарами. Очерки, том 4, страница 283. В 1661 году, после своей первой миссии к калмыкам, Разин был в Москве, по всей вероятности в качестве члена Донской делегации, и оттуда совершил паломничество в Соловецкий монастырь на Белом море. Соловьёв, том 11, страница 289. По своему социальному положению Разин естественным путём стал бы уважаемым и влиятельным членом старшины Донской армии, но он выбрал другую судьбу, присоединившись к отчаянным бедным казакам и став их предводителем. Морская экспедиция с соблазном сказочной добычи являлась для её организатора наиболее перспективным способом завоевать авторитет среди казаков как богатых, так и бедных. Сама идея подобного похода отвечала предприимчивой природе Разина. Согласно традиции донских казаков, всю добычу делили между участниками похода. Чаще всего бедный казак, как будущий член экспедиции, не имел средств на необходимое обмундирование и вооружение. В таком случае состоятельный казак предоставлял ему всё, что нужно. За эту помощь ему отходила половина доли добычи, получившего вспоможение. Предприятие напоминало совместную компанию. Цели Разина простирались дальше финансовых дел экспедиции. Он связывал её с честолюбивыми планами широкого политического значения. Лично для него успех предприятия такого рода мог дать возможность стать признанным лидером всей донской армии, а не только казацкой голодьбы. Более того, Разин и его соратники думали масштабнее. Вдохновляясь традицией смутного времени, они мечтали о введении казацкой формы правления во всём московском царстве. Успех запорожских казаков, начавших в 1648 году украинское восстание против поляков и борьба украинских казаков с Польшей и Москвой в 1666 году и позже, не могли не произвести впечатление на воинственно настроенных донских казаков. Донские казаки, как запорожцы, традиционно выступали против крепостного права. Набег Василия Уса в 1666 году выявил, что крестьяне в Москве находятся на грани бунта. Разины его сподвижники были готовы возглавить этот бунт. Но прежде всего они должны были завоевать авторитет среди донских казаков, и успешная морская экспедиция казалась для этого наилучшим способом. Ранней весной 1667 года Разин в качестве будущего атома запланированной экспедиции разместил свой штаб на Донских островах, созданных весенним паводком, в излучине реки напротив излученной Волги. На его призыв собралось около тысячи бедных казаков и беглых крестьян. Из этого стратегического пункта Разин мог угрожать Царицыну, а также поддерживать связь с новыми соратниками и налаживать снабжение из районов Воронежа и Слободской Украины. Посадские Воронежа откликнулись, выслав Разину муку и свинец. Акты Юго-Западной России, том 7, номер 9, стр. 29, Соловьев, том 11, стр. 290, Сравните. Тихомиров, Разинщина, стр. 67. В Слободской Украине представители Разина наладили контакт с украинскими поселенцами, имевшими собственные претензии к московскому воеводе. Полковник Острогорского казацкого отряда обещал Разину свою помощь, если начнется восстание против московского правительства. Некоторые друзья Разина, среди яицких казаков, говорили, что район Яика может быть удобной базой для операций по нижнему течению Волги и в Каспийском море. Очерки, том 4, стр. 283, 284. Разин принял их план. Чтобы привести его в исполнение, казаки должны были перевести суда и припасы через Волок между Доном и Волгой, затем спуститься по Волге в Каспий и пройти морем вдоль северного побережья, кустью Яика. Достигнув Волги, казаки собрали флотилию, захватив дополнительные суда, включая морские. Первым предприятием Разина на Волге стало нападение на крупный речной караван, следовавший из Нижнего Новгорода в Астрахань. Этот караван состоял из нескольких судов московского правительства. На одном из них перевозили высланных из Москвы в Астрахань и нагруженных товарами лодок, принадлежавших купцам. Караван сопровождал отряд стрельцов. Для московской администрации стало угрожающим предупреждением то, что стрельцы отказались защищать караван от казаков. Люди Разина предали смерти всех представителей Москвы, освободили пленников и предложили рядовым стрельцам присоединиться к казакам. Многие так и поступили, другие просто разошлись. Затем разинские суда спустились вниз по Волге мимо Царицына и Черного Яра, воеводы которых были бессильны остановить их. Ниже Черного Яра казаки по самой восточной протоке дельты Волги вошли в Каспийское море. Двигаясь вдоль северного побережья, они дошли до устья Яика, поднялись по реке и захватили Яицкий городок. Здесь стрельцы гарнизона опять не оказали им сопротивления, однако отказались вступать в армию Разина. Большую часть из них казаки убили. Спаслись лишь немногие. На зиму 1667-1668 годов Разин расположился в Яицком городке. В ноябре его посетили гонцы, доставившие письма от царя и руководства Донской армии. В обоих письмах Разина убеждали прекратить мятеж и возвратиться на Дон. Разин ответил, что в конце концов попросит у царя прощения. Пока же он собирал суда и людей для запланированного им дерзкого предприятия, морского похода на западные и южные берега Каспийского моря. С исторической и геополитической точек зрения, эту экспедицию можно сравнить с набегами русцев на Закавказье в X веке. И когда он стоял в Яицком городке и в начале Каспийского похода, Разин поддерживал связь со своими приверженцами в Донской армии. Около семи сотен из ее воинов присоединились к разинской экспедиции у терского городка в Устье Терека. На самом деле известие об успехе Разина взволновало всю Донскую армию. Его авторитет возрастал. Глава консервативной партии атаман Корнилий Яковлев вышел в отставку. Новым атаманом избрали Михаила Самаренина, более приемлемого человека для казаков в их теперешнем настроении. Очерки, том 4, страница 288. Ситуация на Дону серьезно беспокоила московское правительство, особенно после того, как гетман левобережной Украины Брюховецкий в январе 1668 года начал мятеж против царя. 14 февраля Брюховецкий послал письмо Донскому атаману и всем князьям Дона, в котором призывал донских казаков поддержать восстание запорожцев против Москвы. Он советовал донским казакам действовать в содружестве с паном Стенькой Разиным. Акты Юго-Западной России, том 7, страница 60-62. Примерно в это время Разин, или от его имени соратники Разина, пытались установить связь с низложенным патриархом Никоном, содержавшимся в Ферапонтовом монастыре. Посланники казаков навестили там Никона весной 1668 года. Некоторое время спустя архимандрит Новоспасского монастыря Иосиф доложил царю, что видел двух из этих казаков. А Никон признался ему, что казаки, почитая его законным патриархом, предложили ему свою помощь в освобождении. Иосиф также утверждал, что Никон рассказал о том, что донские казаки навещали его и раньше, когда он находился в Воскресенском монастыре, и говорили, что если будет на то его воля, они соберут достаточно казаков и боярских холопов, чтобы заставить царя возвратить его, Никона, на патриарший престол. Соловьёв, том 11, страница 274. 23 марта 1668 года Разин выступил из Яицкого городка на Каспийское море. Его флотилия состояла из 24 судов, на которых находилось 16 сотен человек. Перед выступлением Разин вооружил свои суда пушками, захваченными в этой крепости. Крестьянская война, том 1, страница 73-104, очерки, том 4, страница 286. Казаки разграбили мусульманские города западного побережья Каспийского моря от Дербента до Баку. Достигнув персидского города Решт, на южном берегу Разин предложил Шаху свои услуги в обмен на земли, чтобы расселить своих казаков в Персии. Переговоры по этому поводу уже начались, когда жители Решта прервали их, напав на казаков, оказавшихся захваченными врасплох. Казаки потеряли четыре сотни людей, прежде чем отплыли в другой персидский прибрежный город Феррахабад, который они безжалостно разорили. Ими были захвачены много пленников, и, овладев находившимся поблизости мысом, они предложили персам обменять их на русских и других христианских пленников, которых у персов было немало. Зима 1668-69 годов. Соловьёв, том 11, страницы 292-293. Весной 1669 года Разин разграбил туркменские владения на восточных берегах Каспия. Позже казаки установили свой штаб на свином острове южнее Баку. Шахский флот атаковал их там, но был разбит. Персидский адмирал Манадихан ушёл лишь с тремя судами. Сын и дочь адмирала попали в плен к казакам. Разин сделал девушку, красавицу, как говорят, своей наложницей. Казаки затем решили, что настало время возвращаться домой. Разин отправил гонцов астраханскому воеводе, князю Прозоровскому, с выражением готовности просить царя о прощении и обещал впредь верно служить царю со всей своей армией. 25 августа 1669 года воевода встретил Разина и его товарищей у входа в свой приказ. Казаки сложили персидские штандарты, захваченные во время своих рейдов, и передали привезённых с собой персидских пленных. Казаки настаивали, однако, на получении выкупа за этих пленных. Они также отказались расстаться с остальной добычей, так как каждый казак уже получил свою долю добытого, и их нельзя было попросить отказаться от неё. Воевода опасался перечить казакам. Он посоветовал жившим в Астрахани персидским купцам выкупить у казаков пленников, а со своей стороны отказался от государственных пошлин, обычных преподобных сделках. Из пушек, захваченных казаками в яицком городке и Персии, у Разина ещё оставалось 41. Он уступил воеводе 21, остальные оставив у себя. Он также передал морские суда, сохранив за собой речные. Казаки пробыли в Астрахани 10 дней, веселясь и продавая местным жителям шёлк и другие товары по символическим ценам. Неудивительно, что они снискали необыкновенную популярность. Астраханцы считали Разина гениальным предводителем, настоящим богатырём, подобным описанным в древних сказаниях. Разин передал сына персидского адмирала князю Прозоровскому, и, хотя он был увлечён персиянкой, ему показалось предосудительным позволить ей сопровождать его в дальнейших кампаниях в качестве наложницы. Это противоречило бы правилу, установленному им для всех членов армии, и его соратники могли бы выступить против, если бы он нарушил правила. Но Разин не хотел и освободить девушку. Служивший царю матрос, датчанин Ян Янсен Стрейс, посетивший лагерь Разина около Астрахани, рассказал, что в один из своих приступов бессмысленной жестокости Разин бросил несчастную персиянку в Волгу как подарок реке. Ты прекрасна, о река! Я получил от тебя горы золота, серебра и драгоценных каменьев. Ты, отец и мать моей чести и моей славы, и я виноват, что до сих пор не поблагодарил тебя. Я больше не хочу быть неблагодарным. Стрейс. Три путешествия. Страница 201. Этот эпизод запечатлен в одной из многочисленных народных песен о Разине. Однажды, когда Стенька Разин шел на лодке по морю, сидя на волшебном ковре и играя с казаками в карты, а его наложница, пленная персидская девушка, сидела рядом с ним, поднялся шторм. Товарищи Стеньки говорят ему, море сердится на нас, брось девушку в море, чтобы успокоить его. Стенька бросил девушку за борт, и море снова стало спокойным. Костомаров Разин. Страница 447. Интерпретация Вернадского. Комментируя мотивы поступка Разина-Костомаров, связывает их с пережитками народных верований древних языческих времен, когда реки и море почитались как божества, и люди традиционно приносили им жертвы. Он же Разин. Страница 446-447. 4 сентября казаки выступили из Астрахани вверх по Волге к Царицыну. Астраханский воевода советовал царицынскому коллеге не продавать казакам спиртное, предупреждая, что на веселе они могут буйствовать. Воевода царицына не решился отказать казакам в вине, однако вдвое поднял на него цены, чтобы предать большие продажи. Казаки пришли от этого в ярость и попросту убили воеводу. Из царицына Разин возвратился на Дон и у Кагальника разбил свой лагерь. Соловьев, том 11, страница 297-я, 299-я, Костомаров, Разин, страница 448-я, Очерки, том 4, страница 293-я. Оставив Дон два года назад незначительным командиром небольшого отряда искателей приключений, Разин вернулся на родину влиятельным атаманом с авторитетом могущественного руководителя успешного морского похода, давшего его последователям огромный военный опыт, а также сказочную добычу. Люди Разина передали половину своей добычи домовитым казакам, которые лично не принимали участие в экспедиции, но при ее подготовке снабдили оружием и обмундированием казаков, что позволило тем присоединиться к походу. Доходы, полученные от этой сделки, не могли не увеличить популярность Разина среди казаков вообще. Как стало известно, Разин со своим штабом находится у Кагальника, и туда потянулись столпы бедных казаков с Дона и с территорий севернее Дона, а также из Запорожья. В результате этого донские казаки разделились на две группы, Разинскую армию и регулярное войско Донское с атаманом Корнилием Яковлевым, состоящие в основном из домовитых казаков. Яковлева к этому времени еще раз избрали атаманом. Весной 1670 года Разин со своими последователями появился в Черкасске, тогда являвшемся столицей войска Донского, и силой прорвался на круг, где выбирали членов Донского посольства для сопровождения возвращавшегося московского посла, дворцового чиновника, жильца Герасима Евдокимова. Разин спросил Евдокимова, кем он был послан на Дон, царем или боярами. Когда Евдокимов ответил, естественно, что его послал царь, Разин назвал его лгуном, избил и приказал бросить в Дон. Корнилий Яковлев выступил против беззаконного поступка Разина, но тот попросил его не лезть ни в свое дело. — Ты управляешь своим войском, а я буду управлять моим! — крикнул Разин гневно. Яковлев молча отступил. Некоторые домовитые казаки попытались поспорить с Разином, но он скомандовал и их тоже бросить в реку. Несколько дней Разин правил в Черкасске единовластно, но не рассчитывал делать это долго. Все, к чему он стремился, — это дезорганизовать и парализовать официальное правительство войска Донского настолько, чтобы оно не могло помешать ему в реализации его дальнейших планов. Из Черкасска Разин со своими людьми отправился вверх по Дону в Паншин. Там к армии Разина присоединился Василий Ус и его казаки. В совокупности под командованием Разина теперь находилось 7 тысяч казаков. Такое войско может показаться смехотворно малым для попытки свергнуть могущественное царское правительство, но Разин и Ус рассчитывали на поддержку своего движения со стороны крепостных и холопов, молодших посадских, казаков Запорожья и Слободской Украины, а также всех недовольных. По собственному опыту Разин знал, что местные представители армии и администрации Московии слабы, а стрельцы не желают сражаться с казаками. Разин объявил, что он восстает не против царя, а против бояр, которые держат царя в неволе. Также были распространены слухи, что у Разина в лагере находится и покойный царевич Алексей, скончавшийся незадолго перед этим, и патриарх Никон. Никон в то время все еще содержался в Ферапонтовом монастыре, где тремя годами раньше он принял посланников Разина, но, по всей видимости, отказался от предложения освободить его и возвратить к власти. Было бы весьма соблазнительно предположить, что Разин намеревался притворить в жизнь это предложение в случае своей победы. В этой связи летом 1671 года, то есть после поражения восстания Разина, Никон утверждал чиновнику, ответственному за его заключение, что заранее знал о разинском бунте из Откровения Божия. Никон, судя по всему, считал это восстание Божьей карой царю за его роль в низложении Никона. Никон предупреждал, что если решения Великого Собора не будут отменены, Россию постигнут еще большие бедствия. Казаки отправили гонцов, чтобы объявить свою программу населению Тамбовского, Пензенского, Симбирского и Нижегородского уездов. Стратегия Разина, оказавшаяся весьма разумной, состояла в том, чтобы сделать Волгу основной линией своих военных операций. Его первый удар был направлен против Царицына. Посадские открыли казакам городские ворота. Воевода Тургенев, возможно, предок писателя Иван Сергеевич Тургенева, с небольшим количеством оставшихся верными ему людей, укрылся в крепостной башне. Казаки взяли башню штурмом. Тургенев попал в плен и на следующий день был казнен. Захватив Царицын, Разин перекрыл главную линию связи между Москвой и Астраханью. Московское правительство ответило, направив вниз по Волге к Царицыну отряд в тысячу стрельцов. Одновременно второй астраханский воевода, князь Семен Иванович Львов, вышел к Царицыну из Астрахани с двадцатью пятью сотнями стрельцов. Сначала Разин столкнулся с отрядом стрельцов, посланных против него с Верхней Волги. Он попытался переманить их на свою сторону, заявляя, что поддерживает царя против бояр, тогда как стрельцы выполняют распоряжение изменников бояр. Стрельцы, тем не менее, оказали упорное сопротивление. Половина из них погибла в сражении, остальные попали в плен. Офицеров убили, а три сотни рядовых насильственно записали в гребцы Разинской флотилии. Разин затем развернулся против астраханской армии. Эта ситуация оказалась совершенно другой, поскольку во время своего пребывания в Астрахани в предыдущем году казаки завели там много друзей. Как только лодки Разина подошли к Черному Яру, где тогда стояла войско князя Львова, астраханские стрельцы перешли на сторону Разина. Четвертого июня. Казаки зверски расправились с офицерами, а рядовых приняли в свою армию. Жизнь князя Львова пощадил Разин. Воевода Астрахани князь Прозоровский торопливо готовился к обороне города от приближающейся армии Разина. Среди его помощников были датчанин Давид Бутлер, капитан недавно спущенного на воду корабля «Орел», стоявшего на якоре у Астрахани, и англичанин, полковник Томас Бейли, командир отряда московских солдат. Прозоровский мало надеялся удержать город, поскольку стрельцам доверять было нельзя, а вспомогательные войска калмыков и черкесов были малочисленны. Когда казаки 24 июня подошли к Астрахани, стрельцы и посадские встретили их с энтузиазмом, немногих приверженцев Прозоровского убили, а сам он получил в сражении тяжелые раны. Слуги принесли его в собор, где митрополит Иосиф совершил над ним обряд святого причастия. Скоро казаки выломали соборные ворота и захватили всех знатных людей, которые со своими семьями искали спасения в соборе. Казаки выволокли их на крепостной вал. Разин приказал сбросить Прозоровского с вал. Сотни других пленников тут же погибли от рук казаков. Тела бросили в общую могилу у свято-троицкого монастыря. Монах, стоявший около могилы, насчитал 441 тело. Соловьев, том 11, страница 304. Бутлеру, Бойлу, Стрейсу и нескольким другим иностранцам, состоявшим на царской службе, во время беспорядков удалось спастись. Стрейс, Три путешествия, страницы 209 и следующая, страницы 364 и следующая. После казни в городе начался грабеж. Казаки разорили административные здания, дома казненных и огромные склады товаров русских, персидских, индийских и бухарских купцов. Награбленное затем поделили между собой. Разин даровал городу казацкую форму правления. Население разделили на тысячи, сотни и десятки. Каждая группа избрала собственного начальника. Общий сход, круг народа выбрал главных чиновников. Разин оставался в Астрахани примерно 4 недели. Затем он начал готовиться к кампании против Москвы. 20 июля Разин выступил вверх по Волге. Василия Уса оставили командовать в Астрахани. Флотилия Разина состояла из 200 судов. Две тысячи конных казаков двигались вдоль берега. Подходя к царицыну, казаки отправили свою астраханскую добычу на Дон. Разин без затруднения овладел Саратовым и Самарой. А затем подошел к Симбирску. Воевода Симбирска Иван Богданович Милославский, родственник первой жены царя Алексея, должным образом подготовился к обороне. Тем временем другой воевода, князь Юрий Никитич Борятинский, спешил в Симбирск из Казани. Ядро войска Борятинского составляли два отряда московских солдат, подготовленных иностранными офицерами. Однако они были не полностью мобилизованы и в общей сложности насчитывали только 13 сотен человек. 31 августа Борятинский вышел к окрестностям Симбирска. Пять дней спустя к Симбирску подошел Разин. Последовавшая кровавая битва не принесла решающих результатов, но в тот момент Посадский и Симбирска впустили казаков в город. Милославский, однако, еще удерживал внутреннюю крепость. Борятинский, видя, что его сил недостаточно для решения этой задачи, отступил, чтобы добрать солдат. Разин осаждал Симбирскую крепость основными силами своего войска, тогда как небольшие отряды казаков рассеялись между Окой и Волгой в районах Симбирска, Тамбова, Пензы и Нижнего Новгорода. После прихода казаков или даже при известии об их приближении, крестьяне поднимались против своих господ, а Посадские в городах против воеводы и богатых купцов. Нерусские племена этих районов, Мордва, Чуваши и Черемисы, Мари, присоединились к движению. В каждом городе, принявшем власть Разина, казаки вводили свой тип правления с атаманом и народным кругом. В каждом случае воеводу и его помощников судили на круги. Тех чиновников, против которых выдвигалось много жалоб, казнили. Тех, с которыми население находилось в хороших отношениях, оправдывали. Разин также отправил отряд казаков под командованием Федора Щадры на юго-запад для связи со Слободской Украиной. В 1668 году Разин наладил контакт с полковником Острогожского отряда Иваном Дзинковским, которому в этот раз сообщили о подходе Щадры. Ночью 9 сентября Дзинковский и Щадры вошли в Острогожск и убили воеводу и его помощников. На следующий день казаки Ивзинковского вместе с горожанами провели круг, на котором зачитали прокламацию Разина, призывающую к истреблению представителей царской администрации и богатых людей. Восстание стало распространяться в направлении Куротояка, однако скоро столкнулось с сопротивлением со стороны старшины Острогожского отряда. Заместителю полковника Острогожска при помощи казаков, отказавшихся присоединиться к мятежу, удалось арестовать Дзинковского и его штаб. Жена Дзинковского Елена отправила гонца на Дон, прося помочь освободить ее мужа. Гонца перехватили московские солдаты, Елену арестовали. Дзинковскому и двум его помощникам 29 сентября в Острогожске отрубили голову, а месяц спустя казнили Елену. Многих участников восстания повесили. Хотя выступление в Острогожске было подавлено, новые волнения начались в нескольких других городах этого района, таких как Тор, важный центр солеварения, Чугуев и Каратаяк. Брат Степана Разина, Фрол, отправился в Каратаяк, чтобы руководить движением. Если бы восстание в Слободской Украине началось на два года раньше, оно могло бы слиться с движением Левобережной Украины. Однако к 1670 году старшина Левобережной Украины уже восстановила свое прежнее положение под руководством Гетмана, многогрешного, присягнувшего царю. Многогрешный симпатизировал политики старшины Слободской Украины, а не восставшей Черни. Поэтому он послал в Слободскую Украину сильный отряд Левобережных казаков на подавление восстания. Москва внесла свой вклад, отправив в район Волнений князя Рамадановского, и вскоре восстание было подавлено. Главка третья. В сентябре московское правительство послало несколько войсковых подразделений в Окско-Волжский район, чтобы остановить там крестьянское восстание и оказачивание городов. Самым видным воеводы из направленных туда был князь Юрий Алексеевич Долгоруков, который разместил свой штаб в Арзамасе. Все командующие правительственными войсками жаловались, что их силы недостаточны для решения поставленной перед ними задачи. Было выслано подкрепление, но в большинстве случаев дополнительные отряды не смогли добраться до места назначения из-за нападений на них мятежников по пути следования. Тем не менее, примерно в середине октября Долгорукову и его соратникам удалось укрепить свое положение, разбив несколько крупных групп восставших, и таким образом они смогли приступить к разработке контрнаступления, чему благоприятствовало и резкое изменение в общей ситуации. В конце сентября князь Борятинский, получив некоторые подкрепления и дав своим солдатам отдохнуть, повел их обратно в Симбирск. 1 октября Разин потерпел сокрушительное поражение, через два дня после которого он решил бежать с донскими казаками. Другую часть войска, добровольцев из Астрахани, Царицына, Саратова и Самары, он оставил у Симбирска, чтобы Борятинский не заметил его отступления. Когда Борятинский получил известие об уходе Разина, слишком поздно, чтобы преследовать разинские лодки, он и Милославский из двух сторон атаковали оставшихся мятежников, лишь единицы уцелели в этой бойне. Разин планировал закрепиться в Самаре, однако горожане не пожелали впустить его в город. Саратов тоже отказался принять его, и Разину ничего не оставалось, как возвратиться на Дон. Скоро он обнаружил, что и там атмосфера изменилась. Домовитые казаки восстановили свое влияние в донских делах, а престиж атамана Корнилия Яковлева рос с той же быстрой, с какой падал авторитет Разина. Войско Донское отказалось предоставлять Разину какую-либо дальнейшую поддержку. В Окско-Волжском регионе, однако, восставшие продолжали оказывать царским воеводам упорное сопротивление даже после поражения Разина у Симбирска. Только к концу года там удалось полностью восстановить царскую власть. Жестокие наказания и массовые казни захваченных в плен мятежников, в конце концов, запугали население. О крестьянском восстании в Окском регионе и его подавлении смотрите Соловьев, том 11, страницы 310-313, Костомаров, разин, страницы 471-482, Тихомиров, разинщина, страницы 86-100, Очерки, том 4, страницы 303-305-309-311, Разгром, разинщины, Ленинград, 1934 год, Крестьянская война, том 2, Смирнов и другие, Крестьянские войны, страницы 171-173. В феврале 1671 года Разин предпринял отчаянную попытку захватить контроль в Донском правительстве в Черкасске, но попытка не удалась. Он отступил в Кагальник, надеясь набрать новых последователей, и снова не достиг цели. 14 апреля верные Яковлеву казаки взяли Кагальник штурмом и сожгли крепость. Разина арестовали и выдали Москве. Там его допрашивали, но он не заговорил даже под самыми страшными пытками. 6 июня его казнили. Единственным крупным городом, который восставшие продолжали удерживать после поражения Разина и даже после его смерти, была Астрахань. Опасаясь, что население скоро повернется против них, Василий Ус со своими сподвижниками установил в городе режим террора. Они арестовали и казнили всех потенциальных лидеров растущей оппозиции, включая митрополита Иосифа и бывшего второго воеводу князя Львова 11 мая 1671 года. Соловьев, том 11, страницы 311 и 318, Костомаров, Разин, страницы 484 и 494. В конце концов царь отправил на усмирение Астрахани войска под командованием боярина Ивана Богдановича Милославского. Флотилия Милославского подошла к Астрахани в конце августа. Отбив несколько атак восставших, Милославский разбил лагерь на северной стороне города. Князь Казбулат Муцалович Черкасский со вспомогательными отрядами кабардинцев осадил Астрахань с другой стороны. Милославский решил, весьма мудро, не пытаться взять город штурмом, а дождаться изменения в настроении жителей Астрахани. Он объявил астраханцам, что царь простит их, если они сдадутся без боя. Более того, Милославский дал знать народу, что любой может прийти в лагерь и поговорить с ним. Через некоторое время все больше астраханцев начало покидать ряды восставших и переходить на сторону царского воеводы. 26 ноября Астрахань сдалась, и на следующий день Милославский со своим войском вошел в город. Удовлетворенный народными изъявлениями верноподданничества, Милославский воздержался от каких-либо карательных мер, не арестовали даже главарей. Соловьев, том 11, стр. 324-326, Костомаров, Разин, стр. 499-501. Только летом следующего года царь отправил в Астрахань князя Якова Адоевского, чтобы арестовать и предать руководителей восстания. Пятерых казнили, других выслали в Центральную Русь, и там взяли на царскую службу. Соловьев, том 11, стр. 326. Даже несмотря на то, что Разинское восстание закончилось провалом, личность Разина и его лозунг об упразднении крепостного права произвели сильное впечатление на казаков и крестьянство по всей Руси. О нем сложили многочисленные песни и сказания, некоторые из которых исполняли в русских деревнях еще в начале XX столетия. О песнях и сказаниях о Разине смотрите Яковлев. Народное песнотворчество об Атамане Степане Разине. Ленинград, 1924 год. Лозаново. Песни и сказания о Разине и Пугачеве. Москва. Ленинград. 1935 год. Миллер. Редакция. Исторические песни русского народа. Петроград, 1915 год. Страница 685-777. О публикациях, вышедших между 1945 и 1959 годами, смотрите «Мелц. Русский фольклор. Библиографический указатель. Ленинград. 1961 год». Второе. Раздел Украины. 1667-1682 годы. Главка первая. Московскому правительству удалось, хотя и с большими усилиями, подавить восстание Разина, и острейшая фаза глубокого кризиса, охватившего московское государство и общество в конце 1660-х годов, была преодолена. Однако подспудные очаги недовольства сохранялись в огромной части русского народа. Голодьба донского казачества, пусть временно и усмиренная, оставалась непокоренной. Крестьяне Московии продолжали возмущаться крепостной зависимостью и бежать от нее на Дон и Украину. Староверы, преданные Анафеме Великим Собором 1667 года, стали непримиримыми. Соловецкий монастырь держался против правительственных войск до 1676 года. Сложная ситуация в Москве не могла не отражаться также и на украинских делах. Запорожские казаки традиционно поддерживали тесные контакты с донскими. Не только запорожцы, но и все украинские казаки не желали выдавать Москве беглых крестьян. По существу, конечно, украинский кризис середины 1660-х годов имел и собственные социальные и политические корни, и усугублялся международным соперничеством политикой соседей Украины – Московии, Польши и Турции. В 1667 году Москва отказалась в пользу Польши от своих притязаний на правый берег Украины, исключая Киев, поскольку Московия была истощена, а также потому, что правобережные казаки, руководимые своей старшиной, предпочитали объединиться скорее с Польшей или Турцией, чем с Москвой. Многих московских государственных деятелей раздражали так называемые постоянные измены казаков, и они придерживались мнения, что Москве лучше оставить казаков в покое. Если Москва должна контролировать левый берег, то этот контроль необходимо, по крайней мере, значительно усилить. Такова была позиция выдающегося дипломата Московии того периода Орденана Щекина, человека, который провел переговоры о перемирии Вандрусова, а после этого руководил политикой Москвы в отношении казаков, вплоть до своей отставки в 1671 году. Польша тоже имела проблемы с непредсказуемыми правобережными казаками. В 1665 году пропольский гетман Тетеря, опасаясь, что собственные люди выдадут его левобережному Брюховецкому, бежал в Польшу. Несколько кандидатов начали борьбу за булаву, знак гетманства. Успеха добился Петр Дорошенко. Сначала он признал сюзеренитет польского короля над казаками, однако вскоре его возмутило отношение поляков к украинскому народу, и он решил обратиться за защитой к турецкому султану. После изменения отношения Дорошенко к Польше, старшина правобережных казаков избрала своим гетманом Ханенко. Монах Гедеон Юрий Хмельницкий в 1667 году, вернувшийся на Украину и поселившийся в Уманском монастыре, поддержал Ханенко. Цель Дорошенко состояла в том, чтобы восстановить единство Украины, захватив власть над обоими берегами Днепра. Для достижения этой цели он пытался использовать сначала помощь Польши против Москвы, а затем поддержку турок и татар против обоих, и короля, и царя. Его политика, в конце концов, привела к полному разорению правого берега Украины и окончательному разделу страны. Таким образом, она принесла результаты, прямо противоположные тем, которых Дорошенко намеревался достичь. Первый шаг к разделу Украины «Уступка Москвой правого берега Польши» в 1667 году разочаровал не только Дорошенко, но и всех украинских казаков, хотя именно на них, или скорее на аристократической части старшины, лежала ответственность за предательство Москвы и переход на сторону Польши в 1659 году. Затем среди казаков левого берега Украины, до сих пор верных Москве, распространился слух, что царь намеревается передать их Польше часть за частью. Это усилило всеобщее недовольство и разочарование, а также социальные противоречия между старшиной и рядовыми казаками, между Гетманом и городами. И Гетман, и города видели в царе арбитра. Обе стороны просили расквартировать на левом берегу московские гарнизоны. Города выразили готовность передать московскому воеводе деньги, собранные в качестве местных налогов и сборов. Однако, когда Москва прислала собственных сборщиков налогов и начала перепись населения Украины, народ восстал. Первоначально Гетман Брюховецкий, из-за ссор с городами, сам согласился на то, чтобы из Москвы прислали сборщиков налогов. Теперь, чтобы выжить, он свалил вину на Москву и решил порвать с царем. Брюховецкий прекрасно понимал, что в обратном случае население левого берега призовет Дорошенко в качестве руководителя движения против Москвы. 8 февраля 1668 года казаки Брюховецкого взяли верх над московским гарнизоном. Брюховецкий разослал приказы казацким командирам других левобережных городов делать то же самое. Одновременно Брюховецкий направил письмо донским казакам с призывом поддержать Разина и подниматься против Москвы. В этих обстоятельствах Дорошенко потребовал, чтобы Брюховецкий признал его гетманом обоих берегов. Брюховецкий направил послов к покровителю Дорошенко турецкому султану, прося его о защите. Султан распорядился, чтобы крымский хан дал в помощь Брюховецкому отряд татар. Татары появились, но предпочли не вмешиваться в усобицу между двумя гетманами. В июне 1668 года Дорошенко со своей армией подошел к селу Диканька, но сторонники двух гетманов созвали Черную Раду и отказались сражаться. По знаку Дорошенко над Брюховецким учинили самосуд его собственные люди. Через несколько часов казаки обоих берегов хотели убить также и Дорошенко, но ему удалось спастись. На следующий день он появился снова и был признан казацкой гетманом обоих берегов. Соловьев, том 12, страницы 373-374, Костомаров, Руина, страницы 115-116, Дорошенко, том 2, страница 85, Голобудский, страница 316. Дорошенко с войском вернулся в Чегирин, назначив черниговского полковника Демьяна Многогрешного своим заместителем, наказным гетманом на левом берегу. Однако, как только войска Дорошенко ушли, в Северщине, в Северской земле, начали проявляться признаки недовольства. Воспользовавшись переменой в настроении народа, командующий московитов князь Рамадановский повел свою армию в Чернигов и штурмом взял новую крепость, в которой до восстания Брюховецкого стоял московский гарнизон. Многогрешный тогда выразил рамадановскому желание признать царскую власть, но на определенных условиях. Черниговский архиепископ Лазарь Баранович и нежинский протеерей Симеон Адамович служили посредниками в предварительных переговорах между Многогрешным и царем Алексеем. Соловьев, том 12, страницы 375-382, Костомаров, руина, страницы 120-133. В январе 1669 года в Москве приняли посольство от Многогрешного и Левобережной старшины. Было решено созвать в Глухове Раду для избрания нового гетмана. Рада собралась во дворе штаб-квартиры Рамадановского. В ней приняли участие архиепископ Лазарь Баранович, старшина, делегаты от рядовых казаков и посадских. Три дня, с 3 по 5 марта, Рада обсуждала условия восстановления царского протектората, доставленные Рамадановским из Москвы. Некоторые из этих условий вызывали возражения как со стороны архиепископа, так и со стороны старшины. Но Рамадановский отказался внести какие-либо серьезные изменения. Рада, таким образом, оказалась перед дилеммой либо принять московские условия, либо порвать с Москвой. 6 марта все члены Рады подписали предложенные статьи. Основные пункты Глуховского соглашения заключаются в следующем. 1. Царь посылает своего воеводу в четыре города, в добавление к Киеву, Переяслав, Нежин, Чернигов и Остер. 2. Функции воеводы ограничиваются военной, командованием московским гарнизоном. Воевода не вмешивается в дела местного населения. В случае появления жалоб на злоупотребление со стороны московских войск, воевода судит обвиняемых с помощью представителей украинского малороссского народа. 2. Количество реестровых казаков устанавливается в 30 тысяч человек. 3. Казаки, удостоенные дворянства, прав русских дворян, сохраняют его. Царь продолжает жаловать дворянством заслуживающих того казаков по представлению гетмана и старшины. 4. Гетман, старшина и вся армия направляют в Москву постоянного посла. 5. Московские войска, служащие на Украине, расквартировываются в домах горожан и крестьян, но не казаков. 6. Московским солдатам запрещается называть украинцев изменниками. 7. Делегаты от казаков присутствуют на московско-польских переговорах при обсуждении дел Малороссии, но избегают ссор с поляками. 7. О Глуховской Раде смотрите Соловьев, том 12, стр. 382-390, Костомаров, Руина, стр. 140-147, Дорошенко, том 2, стр. 86-87. После подписания участники Рады проследовали на площадь перед собором. Там Рамадановский спросил, кто будет их гетманом. Единодушным ответом было «Демьян Игнатович», многогрешный. Рамадановский передал многогрешному царскую грамоту, после чего все присутствующие вошли в собор и присягнули на верность царю. В Глуховских статьях нет ни единого слова о праве Москвы посылать в Малороссию сборщиков налогов. Московское правительство хорошо усвоило урок и не пыталось повторить этот эксперимент. Дорошенко, будучи не в состоянии силы предотвратить отступничество многогрешного, попытался дискредитировать нового левобережного гетмана, попросив константинопольского патриарха отлучить его от церкви по основаниям морального порядка. Патриарх не желал делать этого, однако Дорошенко, являясь вассалом султана, оказал на прилата давление через турецкое правительство. Патриарх уступил. Многогрешный воззвал к царю. Алексей вступил в переговоры с патриархом, который объяснил свой поступок недостаточным пониманием сложной ситуации на Украине. Отлучение аннулировали. Акты Юго-Западной России, том 9, страница 229, Соловьев, том 12, страницы 418, 423, Костомаров, руина, страницы 163, 164. Тем не менее, авторитету многогрешного среди украинского населения был нанесен определенный ущерб. На 1670 год приходится пик восстания Разина, и Москва не имела возможности проводить на Украине активную политику. К счастью для царя многогрешный и окружающая его старшина не сочувствовали ни разинской голыдьбе, ни сторонникам Разина в Слободской Украине, а поддерживали воеводу князя Ромодановского в подавлении там восстания. В январе 1671 года в Москве произошло событие, которому суждено было сыграть исключительно важную роль как в непосредственной политике московского правительства, так и в будущем России. Первая жена царя Алексея, Мария Ильинишна Милославская, умерла в марте 1669 года. Почти через два года Алексей снова женился. Его невестой стала Наталья Кирилловна Нарышкина, сирота из сравнительно бедной дворянской семьи. Ее опекуном был Артамон Сергеевич Матвеев, и именно в его доме царь Алексей впервые встретился со своей невестой. Несмотря на скромный официальный статус, Матвеев в тот момент являлся думным дворянином, членом Боярской думы Третьего чина, Артамон Сергеевич был одним из близких друзей и советников Алексея. Покойная жена Матвеева, Евдокия Гамильтон, происходила из Шотландии. Ее племянница, тоже Гамильтон, вышла замуж за дядю царицы Натальи Федора Нарышкина. Из-за родственных связей между Матвеевами и Нарышкиными Матвеев и стал опекуном Натальи. Смотрите «Корсакова Наталья Кирилловна», страница 121. «Платонов, Москва и Запад», страница 120. «Стюарт», страницы 21-22, ошибочно пишет, что шотландские жены Федора Нарышкина и Матвеева были сестрами, о Нарышкинах говорят, что они являются потомками крымского татарина Нарыша, переселившегося в Москву в XV веке. Вторая женитьба привела к смене людей, имеющих влияние и в правительстве. Родственники первой жены царя, Милославские, и все связанные с ними боярские фамилии постепенно утеряли свое былое влияние на царя. Матвеев стал ведущей силой в проведении внешней политики Москвы и управлении государством, особенно после отставки в том же году ордена Нащекина. Его отставка не была связана с царской женитьбой. В 1669 году Матвеев руководил Малороссийским приказом Департамент Малороссии. В 1671 году его назначили главой посольского приказа Департамент иностранных дел, но Малороссийский приказ остался в его ведении. Сафраненко Малороссийский приказ Страница 42 О Матвееве Смотрите Шмурло Матвеев Энциклопедический словарь Полутом 36 Страницы 778-779 Платонов Москва и Запад Страницы 119-121 Из родов, связанных с Милославскими, оскорбленными себя почувствовали князья Голицыны. Военачальник, к которому Милославские относились враждебно, князь Григорий Григорьевич Ромодановский получил от царя еще большую свободу действий, чем раньше. Что касается будущего России, то 30 мая 1672 года царица Наталья родила царю Алексею сына, здорового мальчика, которого нарекли Петром, и ему суждено было стать первым русским императором Петром Великим. О празднествах в Москве по случаю рождения царевича Петра смотрите Богословский Петр I страницы 13-17 После 1671 года украинские дела полностью приняли на себя Матвеев и Ромодановский. Матвеев занимался общей политикой Москвы в украинском вопросе, а Ромодановский военными задачами. Из-за подчиненности Дорошенко турецкому султану Москва встала перед угрозой войны с Турцией. Ситуация таким образом стала исключительно напряженной и сложной, особенно в связи с тем, что несмотря на все заверения в верности царю, Гетману Левобережной Украины многогрешному доверять было невозможно. В 1669 году из-за давления Левобережного духовенства старшины и рядовых казаков многогрешный счел необходимым покинуть Дорошенко и принять царский протекторат, подписав глуховские статьи. На самом деле многогрешного возмущала суть статей, поскольку они означали увеличение над Гетманом царской власти. Очень скоро он вступил в тайную переписку с Дорошенко. Многогрешный не скрывал своего несогласия с Москвой по многим пунктам и, напившись, мог вспылить, а напивался он нередко. Московское правительство стало относиться к нему с подозрением и направило в резиденцию Гетмана город Батурин отряд стрельцов в тысячу человек с официальной целью защитить резиденцию от возможных нападений казаков Дорошенко и крымских татар. Эта акция усугубила недовольство многогрешного. Он не видел альтернативы переходу на сторону Дорошенко и, чтобы расчистить дорогу восстанию, приказал капитану московских стрельцов уменьшить количество его людей в карауле. Чего многогрешный не принял во внимание, так это настроение старшины. Они не пожелали последовать за Гетманом и проинформировали капитана стрельцов о готовности многогрешного к измене. Более того, ночью 13 марта 1672 года группа старшины под руководством обозного начальника квартирмейстерс Петра Забеллы взяла Гетмана под стражу и отправила его в Москву. За доставку арестованного в столице отвечал писарь казацкой армии Карп Макревич. После ареста Демьяна его брат Василий постригся в монахи и бежал в Киев, где искал убежище под вымышленным именем в монастыре Киевского братства. Когда об этом стало известно настоятелю монастыря, он раскрыл секрет московскому воеводе Киева, который немедленно приказал арестовать Василия и депортировать в столицу. Акты Юго-Западной России том девятый страница 686-689-я. Соловьев том двенадцатый страницы 428-я 432-я. Костомаров руина страницы 179-я 193-я. Дорошенко том второй страница 91-я. В Москве Демьяна многогрешного и его брата Василия судили за измену. Макревич от имени старшины дал боярам показания, в которых обвинил Гетмана в намерении начать против Москвы войну. Показания дали и несколько других людей, как русских, так и украинцев. Демьян многогрешный сначала отвергал обвинения, однако после очных ставок с некоторыми свидетелями и пыток он признал себя виновным в преступных намерениях. Обоих братьев Демьяна и Василия приговорили к смертной казни через отсечение головы. Казнь назначили на 28 мая в местечке под названием Болото, что в окрестностях Москвы. Оба брата были уже там, когда в последний момент от царя прибыл гонец с объявлением о замене смертной казни на ссылку в Сибирь. Тем временем старшина решила созвать в Конотопе Раду для выборов нового гетмана. Царь приказал князю Рамадановскому принять в ней участие. Заседания Рады проходили в середине июня 1672 года на берегу реки Красна недалеко от Конотопа. Сначала зачли и подтвердили глуховские статьи от 1669 года. Затем Рамадановский предложил несколько новых статей и Рада их одобрила. Среди новых статей были следующие. Первое. Гетман не казнит и не смещает никого с поста без слушания дела в суде казацкой армии. Второе. Гетман не поддерживает отношений с иностранными державами из Дорошенко без разрешения царя и консультации со старшиной в каждом конкретном случае. Третье. При нападении на Польшу турок или Дорошенко избранный гетман не поддерживает их. Четвертое. Гетман старшины и казаки не предоставляют убежище беглым крестьянам из Москвы. Соловьев том 12 страница 442 444 Главка 2 Выборы нового гетмана состоялись 17 июня. От имени царя Ромодановский объявил, что Рада абсолютно свободна в своем выборе. Тогда гетманом единогласно избрали председателя суда казацкой армии Ивана Самойловича. Сын священника он начал свою карьеру в казацкой армии как писарь сотни. Затем он стал сотником, а впоследствии действующим полковником черниговского отряда. На Глуховской Раде его выбрали председателем суда казачьего войска. Самойлович был умным, приятным человеком и знал, как заводить друзей. То, что его отец был священником, совсем не обязательно говорит об его неказацких корнях, поскольку у казаков, особенно в семьях старшины, существовала традиция позволять одному из сыновей принимать духовный сан. Самойлович оказался убежденным сторонником необходимости царского протектората для обеспечения безопасности Украины, и он оставался верным России во всех многочисленных перепятиях, несмотря на это в 1687 во время регенства царевны Софьи, его враги в Москве и на Украине объявят его изменником, и царевна сошлет Самойловича в Сибирь. Как практически у каждого украинского гетмана, у Самойловича были трения с Запорожьем, А многие члены старшины имели к нему претензии и жаловались на его авторитарный стиль. Многие считали его алчным. Несмотря на все это, он был довольно хорошим администратором и умелым военачальником. В международных делах Самойлович не доверял Польше и был уверен, что поляки, если им удастся подчинить Украину, попытаются уничтожить там православие. По этим причинам Самойлович был против сближения Московии с Польшей. Рамадановский, более одаренный военачальник, чем Самойлович, разделял отношения последнего к Польше. Два этих человека работали рука об руку и представляли собой эффективную команду. Весной 1672 года турецкий султан в ответ на просьбу Дорошенко о помощи направил в Подолью сильную турецкую армию. К экспедиции присоединился вассал султана Крымский хан. В августе турки осадили Каменец Подольский, который считался самой мощной польской крепостью на Украине. Небольшой польский гарнизон отбил несколько турецких атак, но в конце концов сдался. Турки перестроили в мечеть римско-католический собор и несколько других церквей. Христианам оставили три храма римско-католический, православный и армянский. Несколько польских девушек из семей шляхты силой увели в гаремы султана и пашей. Вскоре после установления в Каменце турецкого правления сам султан Мехмед IV торжественно вошел в город и проследовал в бывший костел, а теперь главную мечеть. Там в присутствии султана совершили обрезание восьмилетнему христианскому мальчику. Соловьев, том 12, страница 448-449. Затем турки и казаки Дорошенко в Бучаче окружили поляков с отрядом верных им казаков под командованием Гетмана Ханенко. Король Михаил вынужден был принять мир на унизительных для себя условиях. Польша должна была передать султану подолью, а также все украинские провинции, удерживаемые Дорошенко. Кроме того, Польша должна была выплачивать султану ежегодную дань. Польский сейм не ратифицировал заключенный в Бучаче договор, и война продолжилась. И турки, и поляки по очереди разоряли несчастный правый берег Украины. Украинское население начало переселяться с правого берега на левый. Как Дорошенко, так и Ханенко полностью потеряли свой авторитет. На Раде, состоявшейся в Переяславе в присутствии Рамадановского, Ханенко сложил с себя полномочия Гетмана. Самойловичи тогда избрали Гетманом обоих берегов. Ханенко назначили полковником в Умань 17 марта 1674 года. В заключение Рады Рамадановский пригласил старшину обоих берегов на официальный банкет в своем штабе. Во время банкета появился неожиданный гость. Писарь армии Дорошенко Иван Степанович Мазепа, который объявил о желании Дорошенко войти под царский протекторат. Рамадановский ответил, что готов принять Дорошенко в своей штаб-квартире, и Мазепа отбыл с этим известием. Смотрите Соловьё в том 12-й страница 447-я Костомаров руина страница 246-я. Однако Дорошенко передумал, и его войска под командованием его брата Андрея с помощью татар атаковали Черкассы и некоторые другие города. Рамадановский и Самойлович послали против нападавших часть своей армии. Андрея Дорошенко в сражении ранили, его армию разбили и заставили отступить. Пётр Дорошенко тогда послал Мазепу к султану просить турецкие вспомогательные войска. Однако запорожский кашевой атаман Серко перехватил Мазепу на пути в Константинополь. Когда об этом стало известно Рамадановскому, он потребовал, чтобы Серко прислал Мазепу в его штаб. Серко уступил требованию, но написал Самойловичу, желая получить честное слово, что Мазепа не попадет в московскую тюрьму. После консультации с Самойловичем Рамадановский отправил Мазепу в Москву. Самойлович написал царю личное письмо, прося того не заключать Мазепу под стражу. В Москве Мазепе удалось завоевать уважение Матвеева, откровенно, внешне по крайней мере, рассказав ему о своей деятельности у Дорошенко, а также проинформировав его, и в целом точно, о намерениях и основах политики Дорошенко, а также турок и поляков. Как и Выговский, Мазепа принадлежал к дворянскому роду. Он был убежденным православным, приверженцем политики и культуры Польши, хорошо образованным, одаренным человеком и беспринципным политиком. На московских бояр произвели впечатление его ум и знание политической ситуации на Западной Украине. Царь принял и одарил Мазепу, после чего бояре отправили его в Чегирин с письмом царя к Дорошенко, в котором того побуждали встать на сторону Москвы. Мазепа пообещал боярам, что, доставив письмо Дорошенко, он вернется в лагерь Ромодановского и Самойловича, чтобы оставаться там своего рода заложником. И Ромодановский, и Самойлович получили указание обращаться с Мазепой хорошо, но в то же время строго охранять его и не допускать побега. Соловьё в том 12, страницы 474-478, Костомаров, руина, страницы 250-252. Мазепа решил следовать линии поведения, принятые им ранее с Матвеевым, и продолжать создавать себе репутацию человека, верного царю. Поэтому, вручив Дорошенко царское послание, он явился к Ромодановскому и Самойловичу. Постепенно он завоевал полное доверие Самойловича. Самойловичу и в голову не приходило, что в конце концов Мазепа погубит его. И Ромодановский, и Самойлович своей главной задачей считали подготовку к тотальной войне с Турцией и Крымскими татарами. Ни один из них не доверял полякам, и оба выступали против любого соглашения с ними, поскольку они полагали, что это будет означать отправку вспомогательных русских войск в Подолью, что распылит военную мощь России и поставит под угрозу силу военного удара русских в районе Дона, в будущем основного театра военных действий. Кроме того, они не верили, что поляки вовремя соберут свою армию для поддержки русских войск. Поэтому воеводы и гетман сошлись во мнении, что прежде всего необходимо не дать туркам воспользоваться вспомогательными татарскими силами, организовав против Крыма мощную кампанию, которая в случае успеха может привести к свержению хана или, по крайней мере, к его подчинению царю. Нет сомнений, что воеводы и гетман обсуждали свою идею с Матвеевым, и тот ее поддержал. В 1675 году Рамадановский и Самойлович подготовили детальный план будущей Крымской кампании. По их расчетам, достижение успеха в подобной кампании потребует основной части казацкого войска Самойловича и примерно 50 тысяч московитов. Предполагалось, что в кампании примут участие запорожцы и донские казаки, а также несколько отрядов башкир и калмыков. В совокупности примерно 90 тысяч человек. Разрабатывая эти планы, Рамадановский и Самойлович ожидали, что московское правительство предоставит им полную и неограниченную свободу действий по руководству всем предприятиям. Они были уверены, что царь Алексей поступит так по Матвееву. Алексей, конечно, мог бы так сделать, однако в этот момент судьба убрала его с политической арены. Он скончался 30 января 1676 года в возрасте 47 лет вероятно от болезни сердца. Главка третья. Старший из выживших сыновей Алексея болезненный Федор стал царем. Это означало возвращение Милославских и их партии. Очень скоро Матвеева лишили всех постов и сослали в Пустозерск. Его владения конфисковали. Двух братьев вдовствующие царицы тоже выслали. Людьми у власти стали на время двое Милославских Иван Богданович и Иван Михайлович, а также дворецкий Богдан Матвеевич Хитрово. Тогда как от Матвеева избавиться было возможно, Рамадановского они не осмелились снять с командования войсками на юге России, как им того не хотелось. Ясно, что смещать прославленного командующего перед лицом возможности турецкого нападения было слишком опасно. Кроме того, в Москве в то время не было генерала равного Рамадановскому по способностям авторитету или опыту. Но все-таки новая администрация не доверяла Рамадановскому и решила по крайней мере поставить над ним наблюдателя, на которого могла бы положиться. Выбор Милославских пал настольника князя Василия Васильевича Голицына. Голицын, родившийся в 1643 году, был образованным и просвещенным человеком, поклонником западного образа жизни. А Василия Васильевича Голицына, смотрите, Ключевский, том 3, страница 352-357, Платонов, Москва и Запад, страницы 121-122. До сих пор он делал карьеру придворного. В военном деле он не имел ни опыта, ни способностей. Несмотря на это, в мае 1676 года, царь Федор пожаловал ему боярство и назначил его воеводой Путивля. Следует отметить, что дядя Голицына, Алексей Голицын, с февраля 1675 года являлся воеводой Киева. В тот момент Алексей Голицын считал назначение в Киев своего рода почетной ссылкой. Теперь от двоих Голицынах дяди и племянника ожидали, что им удастся нейтрализовать влияние Рамадановского в украинских и турецких делах. Князь Василий Васильевич должен был собрать общую информацию о текущих политических и военных делах на юге, для чего ему дали право писать самому не дожидаясь специальных распоряжений из Москвы своему дяде в Киев Рамадановскому и Самойловичу а также всем московским воеводам на Украине и в пограничных областях Руси. Таким образом хотя Рамадановского официально и не подчинили Голицыну он оказался под его наблюдением нацеленным на ограничение инициативы свободы действий командующего. К тому же под командованием Голицына было организовано отдельное армейское формирование. Вместо отправки Рамадановскому подкрепления московское правительство передало его Голицыну. Создавшаяся неразбериха сократила шансы Рамадановского и Самойловича в приближавшейся борьбе с Дорошенко и турками. Дорошенко стоял в Чигирине. Он продолжал уговаривать султана и Крымского хана выслать войска, чтобы дать ему возможность удержать Чигирин в войне с московитами и левобережными казаками. Одновременно, чтобы выиграть время, он поддерживал переписку с Рамадановским, выражая желание принять царский протекторат на условии, что царь назначит его гетманом правобережной Украины. Рамадановский требовал сдачи без всяких условий, чего Дорошенко делать не желал. В конце лета 1676 года Рамадановский и Самойлович потеряли терпение и приказали атаковать Чигирин объединенными силами из 15 тысяч московитов под командованием Григория, Косагова и четырех отрядов казаков во главе с Леонтием Полуботком. Попытка Дорошенко контратаковать провалилась, и ему ничего не оставалось, как сдаться. Объединенный московско-казацкий гарнизон оккупировал Чигирин. Рамадановский и Самойлович доставили Дорошенко в Сосницу Черниговского уезда. В ноябре царь прислал к Самойловичу своего представителя с инструкцией отправить Дорошенко в Москву для подтверждения его присяги царю. Самойлович не был склонен выполнять это распоряжение. В феврале 1677 года к Самойловичу прибыл другой представитель, чтобы еще раз переговорить об отправке Дорошенко в Москву. На сей раз Самойлович уступил желанию царя. 20 марта царь Федор дал Дорошенко аудиенцию. Ему приказали оставаться в Москве в качестве царского советника по турецким и татарским делам. Два года спустя его назначили наместником в Вятку. Тем временем турецкая угроза Москве становилась все более серьезной. При посредничестве Людовика 14 французского война между Турцией и Польшей закончилась. Мир заключили в Журавне 17 октября 1676 года. По условиям мирного договора правобережная Украина была поделена между Польшей и Турцией. Капитуля Капитуляция Дорошенко оставила турецкую часть Украины без правителя. Султан был вынужден назначить нового вассального гетмана. Так случилось, что кандидат нашелся непосредственно в Константинополе Юрий Хмельницкий. В 1669 году пропольский гетман Ханенко потерпел поражение от протурецкого гетмана Дорошенко. В этой борьбе Дорошенко поддержали белгородские аккерманские татары, посланные против Ханенко Пашой Силистрии по приказу султана. Ханенко спасся, а Юрий монах Гедеон попал в плен к белгородским татарам и был отправлен в Константинополь где содержался под стражей. Теперь султан решил использовать его в качестве приманки. Турки знали, что Юрий не имел организаторских способностей, но они рассчитывали на авторитет имени Хмельницкого среди казаков. Правда, бывший Юрий являлся теперь отцом Гедеоном, однако это не стало препятствием. Под давлением султана патриарх Константинопольский освободил Гедеона от монашеского обета, и он снова стал Юрием. Затем султан сделал его князем Сарматии. Надпись на печати Юрия гласит «Печать княжества Малороссийской Украины». Акты Юго-Западной России, том 13, страница 107. Сарматия классическое название Восточной Европы, введенное Птолемеем, разделявшим эту территорию на Европейскую Сарматию, на запад от реки Дон и Азиатскую Сарматию, восточнее Дона. Термин «Сарматия» был популярен у польской и украинской интеллигенции 16 и 17 столетий. Польский ученый 16 века Матфей Меховский назвал свою хорошо известную работу по географии и истории Восточной Европы, написанную на латыни и впервые опубликованную в 1517 году «О двух Сарматиях». Карьера Юрия до сих пор не удавалась. Во время своего первого гетманства как робкий и слабохарактерный человек он счел необходимым следовать руководству своих советников из старшины, которые постоянно унижали его. Хотя ему не хватало смелости противостоять людям, с которыми он имел будь то друзья или враги, его глубоко ранило постоянное пренебрежительное отношение или то, что он воспринимал как пренебрежительное, и время от времени он давал выход своим чувствам в приступах бессильной ярости. Чудесная перемена в судьбе вскружила Юрию Хмельницкому голову. Долго подавляемое страстное желание отомстить всем, кто ему навредил, стало теперь непреодолимым. Его прежняя робость превратилась в почти патологическую жестокость. 5 апреля 1677 года новый князь Сарматии отправил послание запорожцам с призывом признать его власть. Казаки, прежде дружелюбно относившиеся к Дорошенко, растерялись, особенно потому, что они не любили Самойловича, который, как они утверждали, перестал посылать им провиант и обмундирование, а также лишил их контроля над переправой через Дон у Переволочной. Самойлович, в свою очередь, доложил царю, что запорожский атаман Серко заключил перемирие с Крымским ханом и ведет активную переписку с Юрием Хмельницким. Соловьев, том 13, страницы 208-209, сравните акты Юго-Западной России, том 13, страницы 106-111. В конце июля турки начали решительную кампанию против Чигирина. Экспедиции командовал Ибрагим Паша по прозвищу Шайтан Дьявол. С ним двигался Юрий Хмельницкий с несколькими сотнями признававших его власть казаков. 4 августа турки и казаки Юрия подошли к Чигирину. Ибрагим Паша и Хмельницкий потребовали сдачи гарнизона, однако московские воеводы крепости генерал-майор Траенрихт немец на царской службе отказался рассматривать их требования, турки начали осаду Чигирина. В этих обстоятельствах крымский хан привел на помощь туркам своих татар. Тогда Рамадановский и Самойлович переправились через Днепр, несмотря на все попытки татар и турок преградить им путь. 28 августа московско-казацкая армия нанесла сокрушительное поражение силам противника. Как турки, так татары понесли тяжелые потери и бежали в беспорядке, бросая своих убитых и раненых, а также пушки. На поле сражения насчитали 4 тысячи убитых янычар. Согласно докладу от 1679 года посла Валахии в Москве капитана Белевича общие потери янычар составили 8 тысяч. О первой чагиринской кампании смотрите Акты Юго-Западной России том 13 страницы 267 275 282 305 3010 312 Соловьев том 13 страницы 209 210 Костомаров Руина страницы 292 296 Победители Победители однако не преследовали обращенных в бегство врагов. Страна была полностью разорена татарами и московские солдаты испытывали недостаток продовольствия и фуража Соловьев том 13 страница 210 301 Планировалось что Голицын приведет свои войска в Чегирин для подкрепления сил Рамадановского Согласно дневнику шотландца генерала Патрика Гордона армия Голицына насчитывала примерно 15-20 тысяч человек Его штаб был полон отпрысков известных боярских родов Армия двигалась медленно и согласно Гордону появилась в окрестностях Чегирина только 29 августа то есть на следующий день после поражения Голицын не встретился с Рамадановским шесть лет спустя в петиции от 1683 года к царевне Софье Голицын утверждал что Рамадановский вообще не сражался у Чегирина потому что турки отступили при известии о его Голицына приближение к Днепру этот документ показывает до какой степени Голицын был способен искажать истину говоря о человеке которого ненавидит прибытие армии Голицына в окрестности Чегирина ясно означало что он теперь должен принять на себя за ситуацией в этом районе Рамадановский и Самойлович отвели свои войска на левый берег Днепра когда 12 сентября армия Рамадановского проходила мимо лагеря Голицына ни один из враждующих генералов не нанес визит другому снова оказавшись на левом берегу Рамадановский и Самойлович советовали московскому правительству укрепить фортификационные сооружения Чегирина и расположить в крепости сильный гарнизон с большим количеством припасов чтобы быть подготовленными к будущим нападениям турок по мнению обоих лидеров Чегирин следовало удерживать любой ценой поскольку он являлся главной опорой украинской линии обороны после отхода Рамадановского и Самойловича Голицын посетил Чегирин и приказал восстановить некоторые сооружения и пополнить запасы снаряжения отдав приказ Голицын не проконтролировал его исполнение когда окольничий Иван Иванович Ржевский назначенный в Чегирин воеводой прибыл в город 17 марта 1678 года он обнаружил что стены крепости не восстановлены и никаких запасов не сделано Ржевский был способным честным руководителем и немедленно начал необходимые работы Иромадановский и Голицын провели зиму 1677 1778 годов в Москве дожидаясь указаний царя на следующий год кампании советники царя Федора прохладно относились к идее ведения против Турции тотальной войны они планировали лишь укрепить оборонительные линии Москвы против турецких и татарских вторжений они предусматривали возможность заключения с султаном мира если его требования не будут чрезмерными желание Рамадановского и Самойловича удерживать Чагирин любой ценой не соответствовали этому настроению и поэтому московское правительство решило ограничить власть Рамадановского на кампанию 1678 года царь назначил Голицына воеводы большого полка генералом основной армейской группировки или главнокомандующим Рамадановский стал одним из четырех генералов подчиненных Голицыну остальными были князь Долгоруков князь Лыков и князь Хованский 9 июля 1678 года турки начали вторую кампанию против Чагирина турецкими войсками командовал визирь Мустафа как и в первой чагиринской кампании турок поддерживали татары и небольшое казацкое войск под командованием Юрия Хмельницкого при известии о приближении турецкой армии Рамадановский и Самойлович поспешили с левого берега Днепра на помощь чагиринскому гарнизону В тяжелом хотя и не принесшем решительных результатов сражений с силами противника русская армия состоявшая из московских и малороссийских отрядов твердо удерживала свои позиции турки и татары отступили в свой лагерь откуда продолжали изматывать русских вылазками В результате упорных боев 3 и 4 августа русские захватили стратегическую высоту у Чагирина и прорвав турецкую блокаду с одной стороны крепости установили связь с гарнизоном где они не обнаружили командующего так как Ржевский 3 августа был убит турецкой гранатой а второй чагиринской кампании смотрите акты юго-западной России том 13 страница 671 679 681 689 691 697 Соловьев том 13 страницы 213 215 Костомаров руина страницы 299 307 если бы Голицын бросился на помощь силам Рамадановского и Самойловича русским возможно удалось бы спасти Чагирин 4 августа армия Голицына стояла лишь в нескольких верстах от крепости однако сам Голицын и члены его штаба были в нерешительность у Гордона который участвовал в защите Чагирина вызывали негодование медлительность и отсутствие инициативы Голицына и его штаба на самом деле Голицын имел из Москвы инструкции оставлявшие на его усмотрение решать защищать Чагирин или по всей видимости он предпочтел не защищать его 11 июля Рамадановскому были посланы сходные указания в которых добавлялось что он может уничтожить крепость если сочтет это необходимым полное собрание закона в том 2 страницы 166 и далее не получив помощи от Голицына Рамадановский оказался вынужденным оставить Чагирин 12 августа он и Самойлович приказали гарнизону поджечь крепость и присоединиться к их армии русские затем отступили к Днепру и перешли на левый берег турки не задержались на развалинах Чагирина и тоже вернулись домой согласно Белевичу их потери во второй Чагиринской кампании составили одну треть их армии которая первоначально насчитывала 100 тысяч человек Соловьёв том 13 страница 223 потеря Чагирина нанесла тяжелый удар престижу Москвы и сделала неизбежным уход из всей правобережной Украины исключая Киев хотя турки не имели намерения возобновлять против Москвы широкомасштабную войну они дали указание Юрию Хмельницкому обеспечить контроль султана над правым берегом Украины в чем ему должны были помочь крымские татары поскольку казацкая армия Юрия была небольшой он был вынужден полагаться преимущественно на своих татарских союзников татар как обычно привлекла перспектива добычи и они тщательно разоряли все на своем пути в декабре 1678 года Юрий выступил с татарами вдоль западного берега Днепра и разорение продолжилось Канев Черкасса и Корсунь превратились в руины напрасно бывший наставник Юрия архимандрит Черниговский Иоанн Никкий Галетовский умолял его положить конец коровопролитию и вернуться в монастырь в январе 1679 года Юрий переправился у Переяслава на левый берег Днепра и нанес еще больший ущерб населению вскоре однако Гетману Самойловичу удалось отбить нападавших Костомаров руина страницы 310-315 Юрий не мог удерживать территорию разоренную им на правом берегу и он расположил свою штаб квартиру дальше на западе у Немирова севернее Брослава для собственной безопасности он держал отряд из тысячи наемных охранников самого разного происхождения татар сербов валахов и других из Немирова он рассылал прокламации универсалы украинцам обоих берегов но лишь немногие верили ему ни русские ни татары не имели большого желания продолжать войну в декабре 1678 года царь направил к султану посла выяснить возможность заключения мира султан сразу же отдал распоряжение господарю валахии Иоанну выступить в качестве посредника между Москвой и Турцией в мае 1679 года посол из валахии капитан Белевич прибыл в Москву и уверил правительство что султан примет мир при условии что Турция сохранит территорию удерживаемую Юрием Хмельницким Подолию и Брослав Соловьев том 13 страницы 284 285 В тот же год начались переговоры между Москвой и ханом Крыма который согласился действовать в качестве представителя султана 3 января 1681 года в Бахчисарае было заключено перемирие на 20 лет Турция сохранила Подолью а Москва Киев султан и хан дали слово не строить крепостей на территории между реками Бук и Днепр территория Чигирина и Корсуня и заселять ее а оставить свободной запорожские казаки остались под властью царя русские московиты и малороссы взятые в плен турками и татарами освобождались либо путем обмена на турок и татар удерживаемых русскими либо за выкуп о Бахчисарайском договоре смотрите Соловье в том 13 странице 290 и 290 Костомаров руина странице 325 327 В марте 1682 года султан утвердил договор однако в его ратификационной грамоте отсутствовал пункт о запорожских казаках так или иначе эта трудная война закончилась среди русских пленников возвращенных в Москву находился боярин Шереметьев взятый в плен поляками у Чудного и переданный имя хану в 1660 году с заключением Бахчисарайского договора карьера князя Сарматии Юрия Хмельницкого резко оборвалась поскольку султан больше не нуждался в его услугах Юрию приказали возвращаться в Константинополь очевидно вскоре после этого он умер надежной информации об обстоятельствах смерти Юрия Хмельницкого нет согласно одной из версий турки казнили Юрия в Каменце на Подоле осенью 1681 года Дорошенко том 2 страница 99 Кордуба подвергает сомнению достоверность этой истории по Кантемиру Юрия убили запорожцы у Очакова во время одного из своих набегов на турок под предводительством атамана Серко 3 Русь и Ближний Восток 1667 1682 1682 Главка 1 Активные политические и торговые отношения Московии с народами Кавказа и Закавказья нарушенные в смутное время начали постепенно восстанавливаться примерно в 1620 году через их территории пролегал также путь торговых связей между Московией и Персией между русскими купцами и купцами империи великих моголов в Индии Астрахань продолжала оставаться главным центром восточной торговли Московии и морской через Каспийское море и караванный через Туркменские пустыни и Казахские полупустыни и степи Тобольск и Тара в Западной Сибири превратились в два базовых торговых центра активную роль в развитии коммерческих отношений Московии с Центральной Азией включая Сибирь играли бухарские купцы В смутное время нагайцы прежде являвшиеся связующим звено между русскими и казахами отказались признавать власть царя и начали опустошительные набеги на приграничные земли Московии Затем в 1630 годах нашествие калмыков в район Нижней Волги разорило эту территорию и подорвало силы нагайцев В 1639 году они возобновили вассальные отношения с царем Калмыки тоже угрожали независимости казахов В 1643 году пришедшая из Джунгарии калмыцкая ойратская армия как говорят в 50 тысяч человек вторглась в Казахстан История Казахской ССР Страницы 110 111 Казахский хан Джангир заключил союз с ханом Бухары и с помощью бухарских войск ему удалось остановить продвижение калмыков которые однако захватили часть Семеречье территория между реками Чу и Или Казахи как и калмыки были кочевым народом их стада состояли из лошадей верблюдов и овец а жизнь строилась на продвижение за стадами животных с летних пастбищ на зимние на юге и юго-востоке своей территории то есть восточнее Сыр-Дарьи и Всемеречье они занимались также и земледелием в этом районе у них было несколько городов казахское общество 17 века как и у калмыков было организовано по родовому принципу во главе стояли ханы их также называли султанами потомки Чингисхана объединение нескольких родовых общин называлось Аймак привилегированные члены казахского общества Бии единственное число Бии то есть старшина обладали значительными административными и судебными над родовыми общинами в конце 17 века увеличилась социальная и политическая роль ходжей единственное число ходжа верхушки исламского духовенства и их стали допускать на собрание казахской аристократии очерки том 4 страница 875 большую часть казахов членов аула постепенно стесняли разного рода налогами сборами в пользу аристократии и военной повинностью хана там же страница 875 эти социальные интересы были схожи с протекавшими у монголов и в результате привели к установлению строя который Владимирцев называет кочевым феодализмом политические казахи в 17 веке делились на три группы три жуза по-казахски или три орды по-русски в старший жуз по-казахски улу жуз по-русски большая орда входила территория от средней сырдарьи на восток до семеречья средний жуз орта жуз средняя орда располагался от нижней сырдарьи на север до верховья табола и реки ишим почти до границ западной сибири младший жуз кизи жуз малая орда пас свои стада между реками Иргиз верхний Илег и Яик ханы и султаны жузов время от времени враждовали друг с другом однако племена и роды всех трех жузов чувствовали свою общность через единство языка степной культуры и народного эпоса борьба с калмыками укрепляла национальное самосознание казахов это обстоятельство было психологической поддержкой тем ханам которые время от времени пытались объединить все три жуза под единой властью таковым был хан Тауке правивший с 1680 по 1718 год Чулошников дает 1712 год как дату смерти Тауке Новое большое нашествие калмыков ойратов на южную часть владений казахов произошло в 1681 в 1684 годах Калмыки захватили несколько казахских городов восточнее средней Сырдарьи включая Сайрам История Казахской СССР страница 111 Тауке старался поддерживать дружественные отношения с Бухарой Примерно в 1690 году он укрепил город Туркестан на территории старшего Жуза где расположил свою штаб квартиру В начале своего правления Тауке настороженно относился к Москве у него вызывало опасение усиления русской администрации на южной границе Западной Сибири В 1680 82 годах казахи совершили набег на русские поселения у озера Емыш а также на Тарханский острог и свободные от налогов городки Слободы Утецкая и Ялуторовск История Казахской СССР Страница 112 Позже отношения Тауке с Москвой улучшились и он обратился к Петру Великому с просьбой о защите от айратов Эти переговоры прервала смерть Тауке Главка 2 Двумя самыми значительными государствами в Центральной Азии 17 века являлись узбекские ханства Хива и Бухара Первая занимала территорию от центральной части восточного побережья Каспийского моря до нижнего течения Сырдарьи Оно сосредоточивалось вокруг древнего культурного района Хорезм Столицей ханства сначала был Ургенч а затем примерно в 1645 году столицу перенесли в Хиву Хан Хивы контролировал или объявлял себя контролирующим большинство туркменских племен и старался удержать их в подчинении Временами однако хан Хивы мог пойти на уступки туркменам чтобы заручиться их поддержкой против узбекской аристократии купцов и некоторых других горожан многие из которых были иранского происхождения и в Хиве и в Бухаре называли сартами Территория Бухарского ханства простиралась вдоль бассейна Средней и Нижней Амударии значительную часть населения ханства составляли иранские таджики у кочевников туркмен и полуоседлых кочевников части узбеков основной формой экономической деятельности являлось скотоводство оседлое население таджики и часть узбеков занимались земледелием садоводством и различными ремеслами земледелие и садоводство зависело от системы каналов арыков для орошения земли к концу 17 века экономические условия ухудшились и продуктивность производства упала в связи с постоянными междоусобными распрями ханов и знати а также из-за нападений внешних врагов калмыков и персов в Хиве как и в Бухаре все земли находились под властью хана как верховного правителя фактически же между государственными частными землями существовало различие очерки том 4 страницы 892 893 государственные земли обрабатывали крестьяне узбеки и таджики платившие хану специальный налог харадж составлявший от 1 8 до 1 5 урожая частные владения феодалов были двух типов так называемые земли малк арабский термин освобожденные от какого-либо вмешательства хана и от государственных налогов и земли танхо персидский термин пожалованные феодалам в качестве награды за службу хану с правом собирать с крестьян подати определенный период времени такое владение несколько напоминало русское поместье с ростом авторитета мусульманского духовенства при дворе ханов и среди аристократии происходило заметное увеличение земель вакуф мечетей и медресе религиозных школ ханы бухары 17 века начиная с 1599 года являлись потомками бывших ханов Астрахани аштарханиды хивинские ханы с 1603 по 1687 годы происходили от шибана шибаниды в 1687 году бухарский хан захватил трон хивы и назначил своего наместника управлять ханством позднее наместник сам принял титул хана в бухаре хан правил с помощью совета из военной и родовой знати один из членов которого называвшийся инак являлся заместителем хана во главе армии и администрации стоял аталык приемный отец политическая система хивинского ханства в целом была аналогична системе бухары исключая то что братья и сыновья правящего хана имели собственные уделы в хиве у хана было четыре инака каждый из которых являлся главой племенного союза узбекских родов влиятельных вождей родов беков хан использовал в качестве своих представителей в городах и районах туркменские племена номинально находились под властью хана но фактически часто оказывались независимой силой регулярная армия бухарского ханства была небольшой она состояла из стрелков стрельцов в современных русских источниках и конницы в случае войны на службу призывались войска феодалов согласно докладам русских послов Пазухиных 1670-71 годы общая численность при необходимости могла достигать 150 тысяч человек большинство не имело огнестрельного оружия в хиве когда было необходимо собирали сходную по составу но значительно меньшую армию 15 тысяч 17 век был периодом культурного упадка бухары и хивы тем не менее литература и искусство не исчезли несколько написанных в бухаре трудов по истории и мусульманскому праву свидетельствуют о деятельности там ученых и художников продолжавших древние культурные традиции особый интерес представляют две исторические работы Абдул-Гази хан 1603-1664 родословное древо туркмен написанное в 1659-61 годах и родословное древо тюрков написанное вскоре после первой Абдул-Гази почти 10 лет провел в Исфахане в Персии 1630-39 годы где он имел возможность изучать персидские исторические труды среди которых и Джами Ат-Таварих Рашид Ат-Дина Он выучил персидские и арабские однако свои две книги написал на узбекском языке и таким образом внес большой вклад в развитие узбекской литературы и науки В его первой книге описываются происхождение и исторические традиции туркмен а во второй узбеков Для обеих книг источниками послужили устные традиции Огузо туркменского эпоса включая древний эпический цикл Огузов известный под названием книга Коркут Бартольд книга Коркут В обеих книгах Абулгази говорит о своем роде а в родословном древе тюрков дает некоторую информацию о себе из этого и других источников проступает биография автора иллюстрирующая политику хана в Центральной Азии в 17 веке превратности и интриги политические и социальные противоречия их мира и времени Абулгази сын араб Мухаммад хана родился в Ургенче в 1603 году когда ему исполнилось 16 лет отец нашел для него невесту и отдал ему в удел половину Ургенча о последующем смотрите Кононов страница 8 20 араб Мухаммад имел несколько сыновей два из них Исфендиар и Абулгази были от чингизитской жены а два других Хабаш и Ильбарс от жены найманского происхождения в 1616 году Хабаш и Ильбарс подстрекаемые группой предприимчивых молодых узбекских аристократов поднялись против своего отца Исфендиар и Абулгази встали на его сторону одной из причин раздора явилось то что два мятежных сына совершали набеги на Персию и Бухару тогда как араб Мухаммад хотел жить в мире с этими государствами первая стадия продолжительной междоусобной борьбы длилась пять лет когда наконец в 1621 году восставшие сыновья одержали победу они взяли отца в плен и ослепили его Исфендиару позволили отправиться в Мекку паломникам а Булгази удалось бежать в Бухару через год Илбарс приказал убить ослепленного отца и двух сыновей из Фендиара а своего собственного брата Афган Султана отправил к старшему брату Хабашу чтобы тот сделал с ним то же самое вместо этого Хабаш послал Афган Султана в Москву где его хорошо принял царь Михаил Афган Султан умер в Касимове в 1648 году Вильяминов Зернов том 3 страницы 278 и следующие Последовали новые проблемы вместо Мекки Исфендиар отправился в Персию и попросил защиты у Шаха Аббаса Шах был рад случаю вмешаться в дела Хивы и предоставил Исфендиару три сотни конников чтобы дать ему возможность совершить попытку вернуть Хивинский трон В походе к Исфендиару присоединился отряд туркмен Первое нападение Исфендиара на Хабаша и Илбара закончилось провалом однако получив от туркмен и некоторых узбеков новую помощь Исфендиар разбил армии противников захватил своих сводных братьев и убил их 1623 год Исфендиар таким образом стал ханом Хивы и дал в удел Абулгази Ургенч мир и дружба между братьями продлились недолго протуркменская политика Исфендиару раздражала большинство узбеков а Абулгази находился на их стороне когда примерно в 1627 году Исфендиар еще раз разбил узбеков Абулгази бежал к казахам после перемены в политике Исфендиара и в отношении к нему узбекских и туркменских родов и переменных вождей типичное дело для политики Центральной Азии того периода некоторые из влиятельных туркмен поссорившихся с Исфендиаром пригласили Абулгази вернуться в Хиву последовала мирная передышка но в 1630 году Исфендиар обвинил Абулгази в поддержке выступления против персидского шаха в северной провинции Хорасана и сумел интригами и вероломством отправить его шаху в качестве заложника Абулгази продержали в крепости Табарек у Исфахана почти 10 лет в 1639 году он бежал сначала к туркменам а затем к калмыкам в декабре 1641 года узбеки жившие в дельте Амударьи южнее Аральского моря прислали богатые дары калмыцкому хану Урлюку и попросили его позволить Абулгази вернуться к своему народу Урлюк уступил их просьбе в 1642 году Исфендиар умер и год спустя аральские узбеки объявили Абулгази своим ханом однако туркмены отказались признать Абулгази ханом Хивы и предложили трон хану Бухары Надир Мухаммаду который посадил в Хиве своего племянника Абулгази провел против Хивы несколько кампаний в 1645 году захватил ее и был объявлен Хивинским ханом Он начал свое правление с репрессии против туркмен Он пригласил их вождей со свитами на банкет обещая им прощение Те прибыли А во время пира узбеки напали на своих гостей и жестоко убили всех больше тысячи В 1646 году Абулгази провел успешную кампанию против тех туркмен которые ушли на юг к персидской границе Харасана Кроме желания подавить туркменскую оппозицию Абулгази руководили финансовые соображения стремления пополнить казну доходами от военной добычи Русский караван примерно из 25 купцов прибывший в Хиву в августе 1646 года стал жертвой тех же стремлений когда караван достиг Хивы ханские чиновники вежливо собрали пошлину с товаров привезенных русскими купцами через пять дней Абулгази пригласил русских на обед к себе во дворец как только они вошли в здание он приказал их схватить связать и бросить в тюрьму все товары были конфискованы их стоимость превышала 10 тысяч рублей сначала Абулгази собирался убить их но купцы посоветовали ему не делать этого потому что в Астрахани было много хивинских торговцев и русские приняли бы ответные меры хан согласился выпустить русских из тюрьмы освобожденных распределили между хивинскими купцами которым приказали кормить их за что русские должны были работать купцы постоянно напоминали высшим чиновникам о возвращении товаров и разрешении возвратиться в Астрахань чиновники объясняли что хан конфисковал их товары потому что его казна была пуста а он нуждался в деньгах чтобы заплатить своим людям купцы же получат возмещение в Астрахани когда им позволят туда отправиться от ханского посла Ших-Баба на пути в Москву из товаров хивинских купцов находящихся в Астрахани в мае 1647 года 11 русских купцов бежали из Хивы в Астрахань московское правительство приказало астраханскому воеводе составить список товаров принадлежащих послам Абулгази и частным хивинским купцам живущим в Астрахани и держать все товары на таможне пока потери ограбленных русских купцов не будут возмещены дело длилось несколько лет и требования русских купцов постепенно удовлетворили в течение большей части своего правления Абулгази воевал заручившись нейтралитетом Персии он предпринял еще несколько кампаний против разных туркменских племен 1648 51 53 годы одновременно ему пришлось отражать два калмыцких набега на свои владения 1649 и 53 годы подавив наконец сопротивление туркмен Абулгази выказал им большее расположение и тем умиротворил их затем он обратил свое внимание на Бухару и в течение примерно шести лет постоянно совершал набеги на владения бухарских ханов каждый раз приносившие ему богатую добычу 1655 61 годы в 1663 году Абулгази посадил на трон хивы своего сына Ануша а сам удалился от дел чтобы посвятить себя покаянию и добродетели в следующем году он скончался коварный и циничный политик Абулгази был одаренным военачальником и для своего времени и окружения человеком науки он написал о себе что был одарен тремя видами знания первое знанием военного искусства второе знанием языков и искусства поэтического творчества и третье знанием истории Кононов страницы 19-20 главка третья торговые отношения между Московией и ханствами Центральной Азии оставались активными на всем протяжении 17-го века и торговые соглашения доминировали в дипломатических отношениях между ними существуют документальные свидетельства о четырех русских посольствах в Центральную Азию при царе Михаиле и четырех при царе Алексея все эти дипломатические миссии сопровождали купцы из Московии в Центральную Азию двигались и многочисленные караваны частных купцов как можно видеть из записей на таможнях особенно в Астрахани есть информация и о Центрально-Азиатских посольствах в Московию 12 миссиях с 1613 по 45-й годы и трех в период с 1671 по 78 годы из Бухары соответствующие цифры по Хеве следующие 14 посольств с 1613 по 45-й и 10 за 1646 83 годы для путешествий из Астрахани в Хеву использовались два пути морской в Караганду а затем через Туркменскую пустыню в Ургенч и сухопутный вдоль северного побережья Каспийского моря кустью реки Яик а затем через пустыню на западной стороне Аральского моря кустью Аму Дарьи караваны из Астрахани в Бухару шли из Устья Яика на восток от Аральского моря и Сыр Дарьи в Туркестан и Ташкент а затем поворачивали на запад в Бухару В Туркестане сходились пути в Бухару из Сибири Тобольска и Тары и Астрахани Как и в конце XVI века коммерческие операции между Московией и Центральной Азией осуществлялись в трех формах торговля представителей от имени царей и ханов частная торговля и обмен товарами особой ценности называемой обменом подарками В частной торговле статьями импорта в Московию из Центральной Азии являлись хлопок и калинкоровые ткани а также шелк Обычными предметами экспорта были кожа деревянные сосуды блюда ложки и тому подобное мука ткани частично западноевропейские и так далее Списки товаров экспортируемых русскими царями Центрально-Азиатским включали моржовые клыки золотые монеты дорогие ткани кожу и киноварь Среди товаров этой категории импортируемых из Центральной Азии в Москву были шелк рубины и лазуриты При специальной торговле обмене ценными подарками русские обычно посылали в Бухару и Хиву ценные меха соболей черно-бурых лис горностаев шубы кречетов самые лучшие ткани западноевропейского производства и русские кожи а также сделанные на западе зеркала и часы В обмен русские получали дорогие восточные ткани шкуры тигров и леопардов драгоценные камни щиты инкрустированные золотом и драгоценными камнями лошадей и находцев а также редких животных и птиц таких как тигры черные обезьяны и говорящие попугаи на основе записей таможен Астрахани Тобольска и Тары из которых до нас дошла только часть Чулошников подсчитал что во второй половине 17 века средняя годовая стоимость товаров импортируемых из Центральной Азии в Московию составляла 50 тысяч рублей примерно такой же очевидна была стоимость экспортируемых товаров годовой оборот торговли русских с Центральной Азией таким образом можно оценить приблизительно в 100 тысяч рублей Уникальной чертой в коммерческих отношениях Москвы с Центральной Азией являлась торговля рабами поскольку в Московии 17 века рабство существовало наряду с крепостным правом рабов холопов можно было официально покупать и продавать однако хозяева не христиане не имели права иметь рабов христиан и экспорт рабов христиан в мусульманские страны был запрещен с другой стороны рабов не христиан можно было продавать на экспорт таковыми являлись езыри восточные военно-пленные например калмыки езырей можно было и импортировать в Московию основные центры работорговли в Московии в 17 столетии находились в Астрахани Тобольске и Тари купцы из Хивы и Бухары активно занимались этим видом коммерции однако в 17 веке оборот был небольшим самым крупным центром работорговли в Центральной Азии являлась Хива основную часть рабов из Московии покупаемых и продаваемых там составляли некупленные в Московии езыри а русские взятые в плен во время набегов нагайцев и калмыков а также башкиров во время их восстаний в 1662-67 и 1676-82 годах захватившие обычно вывозили своих пленников из Московии и продавали преимущественно туркменам которые доставляли их в Хиву для перепродажи хивинским и бухарским купцам как и в случае с русскими взятыми в плен крымскими татарами перед Москвой вставала задача выкупа своих соотечественников из плена каждый московский посол в Хиве или Бухаре получал задание вести переговоры о выкупе как можно большего количества русских пленных частные русские купцы ведущие дела с Хивой и Бухарой тоже выкупали там русских невольников когда это оказывалось возможным некоторых русских пробывших в плену много лет хозяева освобождали Труворов страница 21 24 русские невольники в Центральной Азии использовали каждую возможность проинформировать московское правительство о своем положении и попросить царя о спасении иногда русский купец ведущий дела с Бухарой привозил такую просьбу астраханскому воеводе а тот направлял ее в Москву например три таких петиции были получены в декабре 1668 года эти просьбы показывают что большинство русских находящихся в Бухаре и Хиве попали в плен к калмыкам нагайцам и башкирам которые потом продали их центрально-азиатским купцам среди пленников были бывшие жители русских городов и селений приграничных районов средней и нижней волги Башкирии и Западной Сибири они утверждали что в 1668 году в Бухаре и Хиве находилось примерно 20 тысяч русских рабов и в дипломатии и в торговле центральная Азия была важна для Руси не только сама по себе но и как посредник между Московией и Персией и Индией русские дипломаты в Бухаре получали инструкции собирать информацию о ситуации и состоянии дел в Персии и Индии экспорт центральной Азии в Московию обычно включал реэкспорт персидских и индийских товаров однако Московия имела и прямые отношения с Персией как дипломатические так и торговые и продолжала принимать усилия по налаживанию подобных связей с Индией империей великих моголов индийские купцы жили не только в Бухаре но и в Астрахани в первой половине 17 века Персия вела серию войн с Турцией за контроль над Закавказьем Московия тогда же страдала от постоянных нападений турецкого вассала хана Крыма эта ситуация способствовала сближению Персии с Московией с другой стороны статус Грузии в Закавказье оставался потенциальной причиной разногласий между царем и шахом как и между царем и султаном Грузию в тот период делили Турция и Персия Турки удерживали западную часть страны Мегрелию и Эмеретью Персы Восточную Картлия и Кахетия Грузины не желали мириться с давлением мусульманских держав и искали помощи у Москвы В 1646 году царь Алексей отправил в Персию посла князя Козловского чтобы объявить шаху о смерти своего отца Михаила и собственном восшествии на престол В том же году русский купец Анисим Грибов отправился со сходной миссией в Бухару но из-за войны туркмена калмыков против хана Абулгази и его узбеков вместо обычного караванного пути ему повелели двигаться через Каспийское море в Северную Персию Преображенский страницы 282-284 Судно Грибова вышло из Астрахани 17 октября 1646 года и достигло Феррахабада на южном берегу Каспийского моря 26 ноября Там Грибов узнал о проблемах в Бухаре и Балхе которые закончились захватом последнего войсками Великого Могола Грибов решил не продолжать путешествие в Бухару но попросил аудиенции у шаха Персии Он прибыл в Исфахан в конце февраля 1647 года был принят шахом Аббасом Вторым и получил разрешение продать русские товары которые он привез с собой в Персии вместо Бухары и купить персидские товары Грибов купил много шелка и селитры успешно закончив торговые операции и везя с собой дружеское послание шаха к царю о важности русско-персидской торговли Грибов возвратился в Москву в сентябре 1647 года Преображенский страница 284 В 1650 году посол шаха Мухаммад Кулибек совершил путешествие в Москву и привез 4000 батманов селитры в качестве шахского царю батман старые восточные меры веса в 17 веке использовавшееся и в Московии он различался в разных странах и для разных товаров в среднем батман равнялся примерно одному русскому пуду 36 английским фунтом посол однако выразил недовольство тем что банды донских казаков плавающих по Каспийскому морю нападают и грабят персидских купцов на море и на суше посол особенно отметил один подобный случай который произошел недалеко от Баку русские воеводы терского городка арестовал казаков имеющих к этому отношение на их обратном пути чтобы удовлетворить персов царь приказал казнить трех предводителей Соловье в том 12 странице 560-562 в 1653 году царский посол в Персии князь Иван Лобанов Ростовский пожаловался в свою очередь на подданных шаха хан Шамахи угрожает терскому городку и Астрахане и что означенный хан а также персидский наместник в Геляне часто арестовывает и грабит русских купцов шах приказал освободить арестованных там же страницы 562-565 Серьезный кризис в московско-персидских отношениях наступил в 1668-69 годах в результате морского похода Степана Разина на Персию После подавления восстания Москва восстановила с Персией дипломатические отношения Торговля между Московией и Персией строилась на тех же принципах что и в Центральной Азии Использовались те же формы коммерческие операции царя и шаха обмен подарками частная торговля Москва импортировала из Персии преимущественно шелк-сырец селитру а наиболее ценными статьями экспорта являлись меха и кречты ежегодный оборот московско-персидской торговли очевидно превышал оборот торговли Москвы с Центральной Азией составляя по всей вероятности сумму более 100 тысяч рублей чулошников в 1667 году появилось новая форма коммерческих операций Московское правительство заключило торговую конвенцию с компанией армянских купцов в Новой Джульфе до 1603 до 1603 года центр армянской торговли находился в Джульфе в Закавказье во время войны с Турцией в тот год Шах-Аббас первый эвакуировал население Джульфы в Персию и сжег город смотрите очерки том 4 страница 947 В задачи компании входила монополизация всего экспорта из Персии шелка сырца и доставка его в Астрахань и Москву где правительство и купцы имели преимущественное право на его покупку только после удовлетворения их нужд остаток можно было продавать иностранцам европейцам своим представителям в Москве компания назначила англичанина Брейна Соловьев том 12 страницы 565 566 очерки том 4 страница 134 первым русским купцом совершившим деловое путешествие в Индию 1466 1472 годы был тверичанин Афанасий Никитин Хождение за три моря Афанасия Никитина под редакцией Грекова и Андрианова Перец Москва Ленинград 1948 год В 1532 Бабур основатель империи Великих Моголов направил в Москву посла с предложением дружбы великому князю К этому К этому моменту как посол добрался до Москвы Бабур скончал 28 декабря 1530 года Великий князь Московский Василий III не имея информации о положении дел в Индии сомневался предлагать ли свою дружбу индийскому правителю Плодотворные торговые отношения между русскими и индийскими купцами сначала были установлены через Центральную Азию Однако это произошло не ранее 1615 года когда в Астрахане появилась колония купцов из Индии В 1647 году царь Алексей приказал Астраханскому воеводе построить двор для индийских купцов Из документов известно что в 1649 году этот двор функционировал Из Астрахани некоторые индийские купцы распространили свою деятельность на Саратов Ярославль и Москву В 1648 индийский купец Сутур получил от царя Алексея заем в 4000 рублей оставив в залог товаров на сумму в 5000 рублей Большинство индийских купцов имевших дела с Россией в 17 веке были родом из Пенджаба и Синда Они принадлежали к вишну исским сектам и имели в Астрахани храм где почитали Бога Кришну Среди импортируемых из Индии товаров были драгоценные камни дорогие ткани специи лечебные травы и рис экспорт в Индию включал меха кожу медь лебяжий и гусиный пух и такие западные товары как шерстяные ткани зеркала стекло иголки булавки и бумагу русские купцы всегда выступали против свободы торговли иностранных купцов в Москве и хотели свести деятельность индусов к совершению сделок только в Астрахани в 1667 году московское правительство издало так называемый новоторговый устав по которому коммерческие операции иностранных купцов в Москве были значительно ограничены устав имел ввиду в основном европейских купцов однако задел официально по крайней мере и купцов с востока тем не менее индусы продолжали посещать ежегодную Макарьевскую ярмарку у Нижнего Новгорода а также Москву в 1679 году посольский приказ отвел в Москве специальное здание индийским персидским и армянским купцам в 1647 году московское правительство решило отправить в государство великих моголов посольство для установления с Индией постоянных дипломатических и торговых отношений возглавил посольство астраханский купец Мухаммед Юсуф Касимов он получил указание сначала отправиться в Бухару вместе с Василием Даудовым назначенным туда послом о посольстве Даудова смотрите автобиография Даудова в русском архиве 1885 год том 5 страницы 14-18 Касимов получил инструкции из посольского приказа 28 февраля 1675 года В тот же день царь Алексей подписал письмо падишаху Ауренгзебу в котором он называл падишаха наш брат великий господин высочество правитель Индии и всей восточной страны и выразил свое желание жить с падишахом в мире и дружбе Письмо царя Списки товаров посланных в Бухару и Индию с Даудовым и Касимовым смотрите в автобиографии Даудова Касимов должен был установить между двумя суверенными ежегодный обмен Москва хотела получать из Индии серебро и драгоценные камни и предлагала в обмен меха Касимов также был уполномочен нанять специалистов по строительству мостов и других мастеров купить лечебные травы семена садовых растений и небольших животных и птиц для царских владений Более того Касимов должен был при любой возможности выкупать русских пленных находящихся во владениях Ауренгзеба и в этом он преуспел из Бухары Касимов отправился в Кабул тогда владение великих моголов наместник Ауренгзеба в Кабуле доложил Падишаху о миссии Касимова но тот написал что до сих пор в Индии не было русских послов он приказал своему наместнику выдать Касимову 2000 рупий обеспечить его безопасность но отправить его обратно главка четвертая в 17 столетии важность Каспийского моря в истории отношений России как политических так и торговых с Центральной Азией Персией и Индией очевидна однако огромный перешеек между Каспийским и Черным морями Кавказ создавал трудности и имел собственное геополитическое значение в истории консолидации Российской Евразийской империи завоевание Казани и Астрахани превратило Московию в Каспийскую державу выход же Казовскому и Черному морям все еще преграждали турки и крымские татары В 1637 году донские казаки захватили крепость Азов ключ к этим морям но они были не в состоянии удерживать ее без поддержки московских войск а московское правительство после созыва Земского собора для обсуждения этой ситуации пришло к заключению что пока не готова начинать войну с Турцией донским казакам таким образом в 1642 году пришлось уйти из Азова в результате Московия могла использовать лишь Каспийскую часть Северного Кавказа для своих отношений с Кавказом в целом главной опорой русского контроля над восточной частью Северного Кавказа являлся Терский городок расположенный в дельте реки Терек к 1640 году он представлял собой довольно мощную крепость защищаемую 30 пушками и гарнизоном стрельцов Терские казаки охраняли левый берег Терека высшие крепости по течению в пригородах Терского городка жило 70 семей кабардинских уздений князей довольно много купцов русских армянских азербайджанских и персидских и мастера ремесленники Смирнов политика страницы 47 48 западнее при впадении в Терек реки Сунжа в 1651 году был восстановлен Сунженский острог построенный в 1567 году и покинутый в 1605 Терская крепость и Сунженский острог угрожали дагестанским горцам находившимся под протекторатом Персии в 1653 году персидские и дагестанские войска осадили Сунженский острог небольшой русский гарнизон стрельцов и казаки оставили форт и отошли в Терский городок поскольку в это время московское правительство готовилось принять Украину в подданство царя что означало войну с Польшей оно не располагало свободными войсками для операции на Кавказе и не предприняло попыток вернуть Сунженский острог на запад от реки Сунжа жили кабардинцы находившиеся под царским протекторатом со времен Ивана Грозного южнее центральной кабарды лежали земли осетин контролировавших Дарьяльское ущелье большая часть осетинских вождей племен северного склона Кавказской гряды являлись вассалами кабардинских князей осетины южного склона Кавказских гор были под грузинских картли князей между Кабардой и Черным морем жили адыги черкесы этнически родственные кабардинцам хотя большинство кабардинских князей принесли присягу Москве большая часть адыгов признала власть турецкого султана и хана Крыма который сам являлся вассалом султана турки построили семь крепостей на Таманском полуострове и в бассейне Нижней Кубани такие как Тамань и Темрюк и держали там гарнизоны Как и в случае с крымскими татарами важным источником дохода адыгейских и дагестанских вождей была охота на людей Крымские татары при любой возможности нападали на кабардинцев и селения тех адыгейских князей которые отказались признать турецкую и татарскую власть Мужчин и женщин и детей брали в плен и продавали в рабство В Кафе в Крыму находился главный рабовладельческий рынок Турции Более того адыгейские вожди продавали в рабство и собственных соплеменников низкого происхождения захваченных во время своих междоусобных войн Очерки том 1 страницы 311 317 В Дагестане мы обнаруживаем такую же ситуацию захват пленников в феодальных усобицах между вождями а также во время набегов дагестанских монархов на Россию Кабарду и Кахетти Дербент на Каспийском море и Шемаха в Шерване тоже были важными центрами работорговли там же страницы 910 911 Каждый год значительное значительное язырей пленников бежало в русские владения главным образом в терский городок дагестанские вожди могли требовать их выдачи очерки том 4 страницы 907 912 чтобы избежать такой возможности большая часть беглецов принимала христианство после этого они были в безопасности крымские ханы поддерживаемые турками продолжали притеснять Кабарду но уже не имели возможности угрожать терскому городку Кабардинцы по крайней мере большинство их князей поддерживали Московию и донских казаков в борьбе против крымских татар и при случае против Турции во время Смоленской войны 1632 34 годов кабардинцы воевали с малыми нагайцами в то время вассалами турецких султанов и крымских ханов и таким образом косвенно помогали войскам московитов в 1646 году отряды кабардинцев вместе с русскими сражались против азовских татар малых нагайцев и крымских татар очерки том 4 страница 921 а в 1677 78 годах кабардинские войска поддерживали московско-украинскую армию при защите чигирина от турок там же в отношениях руси с двумя христианскими народами закавказья грузинами и армянами важную роль играла не только политика и торговля но и религия и грузины и армяне обратились в христианство в 4 веке но во время разногласий 5 и 6 веков армения встала на сторону монофиситов в 15 веке значительное количество армян живших за пределами собственной Армении приняло унию с Римом и армяна григорианская монофиситская и грузинская православная церкви были автокефальными во главе с собственным католикосом К 17 веку Грузия и Армения были поделены между Персией и Турцией Грузия состоящая из нескольких царств сохранила основы национальной политической организации каждый царь стал вассалом шаха или султана в реальности любой из этих двух суверенов мог вмешиваться в процесс выдвижения царствия и персидский шах стремился поддерживать тех членов грузинского царского рода которые повернулись к Персии и приняли ислам о Грузии в 17 веке очерки том 4 страницы 926 944 высший класс грузинских феодалов землевладельцев составляли князья по-грузински тават русские называли их боярами менее именитую знать по-грузински аснаур в русских источниках называют боярскими детьми основная часть народа крестьяне глек крепостные царя или знать крепостное право в Грузии в тот период приближалось к рабству владелец мог не только передавать крестьянина вместе с землей как крепостного но и отдавать и продавать его даже за границу грузинский царь Таймурас I Кахетинский обвинял князей Дадиани в продаже туркам от 10 до 15 тысяч христианских мальчиков ежегодно а князей Гуриели в передаче подобным образом по меньшей мере 20 тысяч человек Сэр Джон Чардан посетивший Менгрелию в последней четверти 17 века писал что Менгрелия в настоящее время сильно обезлюдила здесь не больше 20 тысяч жителей тогда как не более чем 30 лет назад в ней жило не меньше 80 тысяч человек причиной этого Чардан считал войну и продажу знатью рабов персам и туркам на уровне более 12 тысяч человек каждый год 3 тысячи каждый год они привозят прямо в Константинополь чтобы обменять на ткани оружие и другие товары которые доставляют как я уже сказал Менгрелию В Армении в некоторых восточных районах отошедших к Персии остатки национальной аристократии еще сохранялись в западной же части контролируемой турками и курдами армянское население находилось под прямым правлением то есть в полной власти завоевателей кроме различных налогов и сборов в пользу Персии и Турции армян принуждали поставлять определенное количество мальчиков и девочек в качестве специальной дани шаху и султану собранных детей обращали в ислам в Турции мальчиков помещали в отряды янычар в Персии в охрану шаха гулам девочек отправляли в гаремы султана шаха их придворных знати и военачальников в общем положение армян при персидском режиме было менее тяжелым чем при турецком для грузин наоборот в 1615 году шах Аббас назначил Исахана принявшего ислам грузинского князя правителем Кахетии однако народ восстал под предводительством двоюродного брата Исахана царя Таймураза весной 1616 года шах повел в Кахетию карательную экспедицию восстание подавили Таймураз бежал в Эмеретью находившуюся под турецким протекторатом почти две трети населения Кахетии было депортировано в Персию в Мазандаран и Хоросан на их место поселили туркмен оставшуюся треть кахетинцев вытеснили в горные ущелья подсчитано что включая убитых и взятых в плен во время войны Кахетия в тот год потеряла 230 тысяч человек очерки том 4 страницы 935 936 Таймураз обратился к турецкому султану за поддержкой против Персии чтобы вернуть Кахетию ничего не получив он отправил посольство в Москву с просьбой принять его в качестве вассала и защитить Грузию 1623 24 годы так как Московия еще не оправилась от разрушений смутного времени царь Михаил и патриарх Филан не смогли пообещать активной помощи в 1636 году Таймуразу удалось вернуть Кахетию и он снова попросил царя о защите в 1637 году в Кахетию поехало Московское посольство во главе с князем Волконским в 1639 году Таймураз и его сын принесли присягу царю Москва однако все еще была не в состоянии прислать в Кахетию войска и в 1648 году Таймуразу снова пришлось бежать в Эмеретью под его влиянием царь Эмеретьи Александр принес клятву верности царю Алексею 1651 год тогда Таймураз отправил в Москву своего внука Ираклия чтобы просить царя прислать в Грузию войска очерки том 4 страница 939 из этого ничего не вышло и в июле 1658 года Таймураз сам отправился в Москву с просьбой он чувствовал что новый упор в политике русской церкви осуществляемый царем Алексеем и патриархом Никоном на более близкие связи с православным христианством Ближнего Востока может помочь в его деле но так произошло что к моменту прибытия Таймураза в Москву отношения между царем и патриархом обострились собственно инцидент повлекший за собой открытый разрыв между Алексеем и Никоном произошел как раз во время торжественного вступления Таймураза в город однако нерелигиозные отношения а международная ситуация не позволяла для московского правительства активно вмешиваться в события в Закавказье войны с Польшей и Швецией опустошили московскую казну а московско-украинские отношения угрожали новым кризисом в самом деле Гетман Выговский готовился перейти на сторону поляков договор между Польшей и Украиной был подписан в Гадячье 6 сентября 1658 года Таймураз возвратился в Эмеретью разочарованный в своих надеждах его внук Иракли остался в Москве в 1661 году царь Картли Вахтанг V шах на вас после принятия ислама вторгся в Эмеретью Таймуразу ничего не оставалось как сдаться Вахтанг возвел своего сына Арчила на престол Эмеретьи и отправил Таймураза в Исфахан Таймураз умер в 1664 году приняв постриг Очерки том 4 страницы 939 940 Человек неукротимой энергии Таймураз провел всю свою бурную жизнь отчаянно сражаясь с врагами не просто за свою личную власть и выгоды а за выживание грузинского народа как христианской нации Обстоятельства были против него Как большинство грузинских аристократ в того времени он испытал влияние персидской культуры и персидского стиля жизни Ученый и поэт он был знаком с персидской литературой и перевел на грузинский язык романтическую поэму Фердоуси Юсуф и Зулейха Имеретия находилась под турецким сюзеренитетом Султан неизбежно стал бы протестовать против вторжения туда Вахтанга и Арчила и в 1664 году Шах приказал Арчилу покинуть Имеретию Затем Шах заставил его принять ислам и назначил царем Кахетии Поскольку Вахтанг правил Картли а его сын Кахетии эти два царства практически объединились Несмотря на то что оба правителя официально являлись мусульманами на деле они поддерживали в стране христианство и пытались укрепить царскую власть в борьбе с грузинскими феодалами сын Аббаса второго Сулейман после отца занявший трон Персии в 1667 году высказывал подозрения по поводу намерений Вахтанга и Арчила В 1667 В 1667 он вызвал из Москвы Ираклия внука Таймураза Когда Ираклий прибыл в Исфахан Арчил бежал из Кахетии в Эмеретью и Шах предложил Ираклию трон Кахетии при условии что он примет ислам Тот отказался Шах тогда отправил в Кахетию мусульманского наместника Однако позволил Вахтангу продолжать править Картли После смерти Вахтанга в 1676 году царем Картли был назначен его сын Георгий мусульманин как и отец Кавказ представлял для русских также деловой и коммерческий интерес Терский городок стал важным центром транзитной торговли Там была таможня и три ряда купеческих магазинов один из них для гелянской торговли Очерки Том 4 Страница 915 Полное собрание законов Том 1 Номер 514 Страница 848 Продовольствие для терского гарнизона например муку иногда покупали в Кабарде и в Кумыцком Тарки районе От кабардинских мастеров-оружейников получали кольчуги и сабли самого высокого качества Некоторых из них пригласили поселиться в Астрахани открыть там свои мастерские и обучать русских учеников Самых лучших кабардинских мастеров побуждали ехать в Москву Взамен кабардинским послам дозволялось покупать в Москве товары запрещенные для частной торговли такие как ружья чугунные и медные котлы сукна и меха Очерки Том 4 Страница 915-916 Московские послы в Грузии например князь Мышетский посланный в Кахетию в 1640-х годах и стольник Толочанов направленный в Эмеретью на 1650-52 годы получали инструкции собирать информацию о сельском хозяйстве ремеслах и торговле этих стран согласно их докладам экономика Кахетии находилась в упадке и торговля была незначительной в Картли и Эмеретье дела обстояли несколько лучше почерки том 4 страницы 927-930 со сносками на посольство князя Мушетского и Дьяка Ключерева в Кахетии в 1642-43 годах Тифлис 1928 год и посольство и посольство стольника Толочанова и Дьяка Иевлева в Эмеретье в 1650-52 годах Тифлис 1926 год обе работы недоступны для меня Довольно много армянских купцов торговали в Москве Астрахани и некоторых других городах Московии Армянские ремесленники и художники тоже посещали Московию В 1667 году Московская оружейная палата приняла на работу известного армянского художника Ивана Богдана Салтанова Он поселился в Москве навсегда и передал секреты своего мастерства многим ученикам некоторые из которых как Золотарев сами стали признанными мастерами О Салтанове и Золотареве смотрите очерки том 4 страницы 642 646 650 653 4 Сибирь Главка 1 На всем протяжении 17 столетия Россия была не в состоянии ответить на призывы грузин и армян о помощи против Персии и Турции русская закавказская политика того периода провалилась и политически и экономически Сибирь С другой стороны отношения с Центральной Азией приносили русским значительную экономическую выгоду Именно Сибирь оставалась самым важным районом деятельности русских на востоке Более того из-за продолжающегося процесса русской колонизации Сибирь была близка к тесной интеграции с Московией Большое значение сибирских мехов в государственном доходе Московии и в частной торговле сохранялось до конца XVII века Полезные ископаемые являлись еще одним ценным естественным ресурсом обнаруженным в Сибири В первой половине XVII века в нескольких районах Западной Сибири разведали месторождение железной руды Какой бы примитивный не была русская металлургическая промышленность в Сибири Она прекрасно отвечала своей цели производству инструментов и оружия нужда в которых росла с увеличением русских вооруженных сил и экспансией сельскохозяйственных колонизаций этих земель В 1660-х годах разведка месторождений полезных ископаемых и металлургическая промышленность получили дальнейшее развитие прежде всего из-за войн с Польшей и крымскими татарами а позже и с Турцией приводивших к увеличению потребности в вооружении и источниках доходов Московские финансы находились в плачевном состоянии Эксперимент с медными деньгами окончился полным провалом отсюда отчаянные поиски источников серебра и золота в 1658 году горожанин посадский человек Алексей Жилин обнаружил в районе Енисея залежи меди которые он предложил разрабатывать на обычных условиях передач правительству 10% выплавленной меди один путь из каждых десяти он получил из казны субсидию в 500 рублей в помощь Жилину из Соликамска был отправлен опытный меди плавильщик Данила Михайлов предприятие оказалось успешным но в 1664 году Михайлов донес что Жилин обманывает правительство при выплате 10-го пуда Жилин не признал обвинения Кузин страница 67-68 большая часть данных взята Кузином из неопубликованных архивных материалов к этому времени Жилин активно занимался и черной металлургией казацкий офицер из Якутска Федор Ахлочков доложил сибирскому приказу в Москве что Жилин организовал на реке соленое у Енисейска соляной слюдяной и железоделательные заводы выплавляемый им металл прекрасно подходил для производства оружия однако Жилин не платил налогов и администрация Енисейска не понимала на каком основании Жилин владеет землей и промышленными предприятиями Ахлочков предложил сибирскому приказу передать Жилинские предприятия правительству поскольку таким образом они принесут казне значительно больший доход там же страницы 47 58 нет свидетельств последовало ли правительство совету Ахлочкова по всей вероятности от Жилина потребовали платить обычные налоги другим исключительно инициативным предпринимателям в области горного дела и металлургии Сибири в 1660-х годах был Дмитрий Тумашев самостоятельно исследовавший район Верхотурья в поисках железной руды и драгоценных камней Дмитрия учил горному делу его отец Александр Тумашев в 1640-х годах открывший месторождение Медиус-Аликамска на западном Урале Дмитрий нашел в Верхотурье и железо и драгоценные камни а также залежи слюды С помощью своего брата Петра он построил плавильный горн и в 1669 году поехал в Москву с образцами найденных им минералов и драгоценных камней Правительство пообещало возместить ему понесенные и поощрило продолжать геологоразведку в Сибири однако московские чиновники затягивали оплату и выдачу Тумашеву окончательных инструкций и он уехал из Москвы без их разрешения Тумашев вернулся в Верхотурье намереваясь руководить и расширять свою литенью когда сибирский приказ узнал о его отъезде воеводе Верхотурье направили приказ установить местонахождение предприятия Тумашева сделать его описание и допросить Тумашева его помощников и работников там же страницы 37 39 из доклада посланного для расследования чиновника стало известно что литенья Тумашева состоит из печи с тремя горными и кузницы на которой трудились 15 работников ежедневно выплавляются три однопудовых заготовки один пуд равняется 36 английским фунтам 164 с половиной пудов железа было обнаружено на складе там же страницы 38 39 Тумашева взяли для допроса в Тобольск он утверждал что в 1670 году выплавил 145 пудов железа каждый десятый из которых как положено передал правительству в 1671 году с сентября по декабрь было выплавлено 223 пуда из этих цифр видно что его дело развивалось с каждым годом ему дали официальное разрешение продолжать работ кроме того правительство поручило ему регулярно проводить разведку драгоценных камней меди и серебряной руды в других случаях правительственные чиновники сами проявляли инициативу в разведке минеральных ресурсов и организации их разработки в 1667 году старшим воеводой Тобольска назначили энергичного администратора Петра Ивановича Годунова в ряду многих других занятий он искал и нашел серебряную руду на восточных склонах Уральских гор в верховьях реки Исеть ему помогали местные жители среди них монах Далматовского монастыря Лот образцы отправили в Москву При выплавке из одного килограмма руды было получено 2,08 2,34 грамма серебра Дело Годунова продолжил Михаил Селин В 1670 году он добыл 60 пудов серебряной руды Там же страница 99 В конце 1660 годов тюменский казак Федот Белоглас и серебряных делмастер Петр Черепанов разведали серебряную руду в верховьях Енисея В 1669 году Черепанов выплавил 51 грамм серебра из 12 килограммов руды Он сделал из этого серебра кресты и кольца для продажи в Красноярске Только в 1673 году Белоглас и Черепанов доложили о своей работе енисейским властям Там же страницы 107 108 В некоторых случаях русские получали информацию о полезных ископаемых от аборигенов В 1669 году Тунгусский князь Дай Контайша прислал гонца воеводе Нерчинска с известием что Тунгусы его племени накопали много серебряной и оловянной руды но не знают как ее плавить Князь просил русские власти направить к нему русских летельщиков для работы с рудой Узнав об этом московское правительство решило взять дело в свои руки В 1676 году с помощью другого тунгусского князя русские нашли остатки древних копий где еще можно было добывать руду В 1678 и 87 годах новые залежи серебряной руды были обнаружены в районе реки Аргун В 1689 году сибирский приказ распорядился построить на Аргуне завод по выплавке серебра В 1700 году его расширили и модернизировали там же страницы 109 и 111 И в Нерчинске и на Алтае серебряные руды содержали также и золото золото в 1667 и на Иссене году посадский человек Филимон Свешников доставил в Нерчинск образцы желтой руды там же страница 109 утверждение в очерках том 4 страница 867 что золото нашли в районе Нерчинска в 1667 году, без ссылки на источник информации, может относиться к образцам Свешникова. Однако только в 1704 году первый образец менее двух фунтов золота серебряной руды привезли в Россию. Данилевский, страница 28. В 1707 году в Нерчинске добыли пять пудов золота серебряной руды, в 1717 больше 15 пудов. Затем золото отделяли от серебра, золотые и серебряные медали в честь подписания Нештадского мира 1721 год были изготовлены из Нерчинской руды, Данилевский там же. Краткий очерк мировой истории разведки и добычи золота, включая территорию России, смотрите, Владимир Иванович Вернацкий, опыт описательной минералогии. Избранные сочинения, том 2, 1955 год, страницы 175-189. Он же «История минералов земной коры». Избранные сочинения, том 4, часть 1, 1959 год, страница 532-535. Кроме залежей серебра и золота и их остатков в старых копиях, дополнительный источник драгоценных металлов составило разорение погребальных курганов, хранивших золотые и серебряные украшения правителей степных империй. Эти курганы датируются первым тысячелетием до нашей эры и приблизительно седьмым веком нашей эры. Киселев. Древняя история Южной Сибири. В 1669 году тобольский воевод Годунов доложил в Москву, что в курганах у реки Исеть найдено много золотых и серебряных изделий. Годунов дал задание монаху Лоту собрать от башкир всю информацию о древних копях и курганах. Его башкирские информаторы рассказали Лоту, что в Уральских горах существует множество следов старых копий и кузниц, а немного западнее Иртыша находится покинутый древний город, каменное здание, где каждый год башкиры собираются для молитвы и клятвы не открывать расположение старых копий никаким пришельцам. Из Тобольска послали чиновников, чтобы проверить достоверность собранной Лотом информации. Оказалось, что башкиры добывают из горы золото и серебро и тайно продают серебро русским, частным лицам, а не правительству, по цене 12 рублей за пут. Тобольские чиновники не увидели на горе древних строений, но башкиры сказали им, что старый каменный город, где есть остатки древней кузницы, действительно существует в другом месте, на острове реки Иртыш. Кузин, стр. 98. Мы не располагаем информацией, как много золотых и серебряных предметов из древних могил было найдено или куплено русскими в конце 17-го столетия. Судя по всему, только часть из них дошла до царской казны. Разграбление продолжалось в начале 18-го века. Петр Великий приказал все обнаруженные древности хранить в созданной им кунсткамере. Теперь они в музее Эрмитаж в Ленинграде. Смотрите, Руденко, сибирская коллекция Петра I. Без систематического изучения всех опубликованных и неопубликованных материалов по сибирской металлургии во второй половине 17-го века невозможно даже приблизительно оценить объем производства металлов. Большинство сибирских горнов были малы по размеру, однако их было много. Известные источники не всегда содержат данные об их производительности. Не существует полного списка даже зарегистрированных местными властями, а ведь было много незарегистрированных. В обширных и малонаселенных лесах Сибири частным горноразработчикам и литейщикам было несложно избегать правительственного контроля и налогов. Во многих случаях местные власти сами имели доли в этих незаконных железоделательных заводах и поэтому помогали предпринимателю избегать ответственности. В любом случае, металлургия Сибири в тот период удовлетворяла значительную часть местных потребностей при производстве инструментов и оружия, а часть железа из Западной Сибири даже доходила непосредственно до Московии. Главка 2. На всем протяжении XVII века русское население в Сибири продолжало увеличиваться, как вследствие колонизации, так и вследствие естественного прироста. По оценке Словцова, в 1662 году в Сибири было 70 тысяч русских. Местное население Словцов оценил в 288 тысяч. Недавно долгих, проанализировав ясачные книги и другие архивные материалы, пришел к заключению, что в конце XVII и в начале XVIII веков их насчитывалось 216 тысяч 875. Долгих страницы 616-617. Из этого общего количества 32 260 аборигенов жило в районе Албазина, большую часть которого в 1689 году уступили Китаю. Может показаться в связи с этим, что оценка Словцовом местного населения Сибири в XVII веке чересчур завышена. С другой стороны, его цифра для русского населения Сибири в 1662 году представляется обоснованной. Согласно переписи 1678 года, количество дворов посадских и крестьян дворцовых, монастырских и церковных земель в Сибири равнялось 10 289. Людей других категорий следует прибавить к этому числу, однако их количество на 1678 год неизвестно. В 1710 году другие категории составляли более 30% от населения в целом. Милюков, Государственное хозяйство, страницы 200-201. Если в 1678 году пропорция была примерно такой же, то дворов было около 14 тысяч, в каждом не менее 6 человек, обоих полов, включая детей. Общее количество русских в Сибири в 1678 году, таким образом можно оценить в 84 тысячи человек, возможно больше. Согласно Ошункову, к концу 17 века количество русских дворов в Сибири достигло 25 тысяч, по меньшей мере 11 тысяч из них были крестьянскими. Обширность территории Сибири и многократное превосходство по численности местного населения над русским требовали сильные администрации, хорошей организации связи почтовых лошадей, станций и соответствующих вооруженных сил. С начала русской колонизации ключевым городом в административной системе являлся Тобольск. И поначалу все новые города и крепости, строившиеся по ходу русской экспансии, подчинялись Тобольску. Тобольск. Тобольск. С последующим продвижением на восток возникла необходимость предоставить больше власти воеводам некоторых более отдаленных городов. В 1629 году организовали Томский разряд. В 1638 году воеводы Якутска получил власть, соответствующую положению главы разряда. В 1676-1777 годах был создан Енисейский разряд. Бахрушин. Том 3. Часть 1. Страницы 252-256. Следует отметить, что разряд, введенный как форма административного управления в Сибири, позже послужил образцом для сходных административных реформ в самой Московии. При царе Михаиле в 1636 году сформировали разряд для охраны московско-украинской границы. При царе Алексея создали новгородский разряд для защиты от шведов, севский и белгородский в Южной Руси против крымских татар. До образования других сибирских разрядов Тобольск являлся административной столицей Сибири. После учреждения новых разрядов Тобольский воевод потерял большую часть своей прежней власти. Москва рассматривала сибирские разряды как более или менее независимые друг от друга. Все подчинялись сибирскому приказу в Москве. Там дела каждого разряда велись отдельно. Кроме того, каждый воевода ревностно относился к собственной власти и всегда был готов оспорить право воеводы Тобольска действовать в качестве старшего. Несмотря на все это, географическое положение Тобольска и другие обстоятельства сами собой делали власть его воеводы больше, чем других. Во многих делах Тобольский воеводы оставался посредником между московским правительством и воеводами более отдаленных городов. Тобольск превратился в основную базу людских ресурсов и запасов для всей Сибири, лагерь для колонистов и ссыльных, а также главный центр получения информации об остальной Сибири. Распределять людей, оружие, продовольствие и другие припасы было легче из Тобольска, чем из Москвы. В связи с особым значением города пост старшего воеводы Тобольска считался одним из самых важных в градации московских административных должностей. Его обычно выбирали из известного боярского рода, и чаще всего он был человеком, уже прославившимся своим административным талантом и энергией. Самым выдающимся руководителем из Тобольских воевод при царе Михаиле был князь Юрий Сулешев. При царе Алексея наиболее творческой и инициативной Тобольской воевода стольник Петр Иванович Годунов, занимавший пост старшего воеводы с 1667 по 1670 годы. Об управлении Годуновом Сибирью смотрите Бахрушин, том 3, часть 1, страницы 273-296. Сравните Андреев, очерки, страницы 35-38, Шунков, страницы 109-11, 146-151. Свою главную цель Годунов видел в содействии государственной власти, государевым делам, и государственным интересам, государским прибылям. Получив назначение в Тобольск, Годунов разработал широкую программу военных, административных, финансов и экономических реформ, Благодаря которым сумел решить много насущных и остро стоящих вопросов. Не все его реформы были успешны, но взятые вместе они оказались очень важными для будущего развития Сибири. Как только Годунов в 1667 году прибыл в Тобольск, он приказал произвести перепись населения во всех городах и сельских районах Тобольского разряда. Целью переписи, согласно инструкции Годунова местным официальным лицам, являлось выяснить, как экономическое положение и способность платить налоги различных групп населения, так и обороноспособность городов, особенно расположенных в южной части Западной Сибири, открытой для нападения калмыков, башкир и других противников. Что касается военных дел, то Годунов решил не только реорганизовать вооруженные силы под своим командованием, но и построить укрепленную линию для защиты южной части Тобольской провинции, районы Шадринска и Тюмени. Работа по возведению линии началась на востоке у городка Тарханский острог на реке Тобол. Оттуда она прошла вверх по Тоболу, к Елуторовску, а затем на запад вверх по реке Исеть, через Шадринск и Долматово, к Уральской горной гряде. Общая длина линии должна была составить 472 версты. Она состояла из засек, преград из поваленных деревьев в лесных районах, и в некоторых местах из рвов и земляных валов. Между существующими укрепленными городами дополнительно построили несколько новых крепостей. За время службы Годунова на этом посту линию полностью не закончили, однако она служила своей цели. Сибирские вооруженные силы первоначально состояли из стрельцов, казаков и вспомогательных отрядов местных жителей. В самой Московии, начиная примерно с 1630 года, при помощи иностранных специалистов создавались новые армейские подразделения. Большую часть из них расформировали после неудачной войны с Польшей 1632-34 годов. При царе Алексея эксперимент повторили в более широком масштабе, и отряды нового типа, рейтеры, кавалерия и солдаты, пехота, постепенно стали основой московской армии. В 1661 году один из предшественников Годунова в Тобольске, князь Иван Хилков, организовал два отряда модернизированных войск, кавалерийский и пехотный. Людей набирали на месте и отдавали на подготовку к инструкторам, каких смогли найти, большинство из которых сами не имели представления о новых методах. Эти войска стояли небольшими отрядами в городках и селениях южной части Тобольской провинции. Когда Годунов прибыл в Тобольск, количество рейтеров приближалось к семи сотням человек, а солдат – к восьмистам пятидесяти. Годунов нашел, что все они недостаточно подготовлены, большинство плохо вооружены, а их содержание слишком дорого. Кроме того, Годунов понял, что и рейтеры, и солдаты не соответствуют своей задаче – сражаться с калмыками или татарами. Рейтеров, тяжелую кавалерию, готовили воевать крупными отрядами, метод эффективный в войнах против Польши и Швеции, но не со степной конницей. Годунов заменил, поэтому, два отряда одним, хорошо подготовленным подразделением легкой кавалерии – драгунами. Кавалерия драгун была более подвижной, чем рейтерская, и обучена воевать в пешем строю, на случай, если возникнет такая необходимость. Чтобы сократить расходы на новый отряд, Годунов установил для солдат и офицеров значительно более низкое жалование. В качестве компенсации тем и другим дали право получить земельные участки, размер которых зависел от чина. Младшим офицерам полагалось от 9 до 24 десятин, старшим офицерам – от 27 до 90. Этот принцип применялся также к жалованиям других категорий служилых людей в Сибири. Чтобы поддержать производство сельскохозяйственной продукции, Годунов принял меры к увеличению количества земель, обрабатываемых для государственных нужд – государева или десятинная пашня. В районах Тюмени, Тары и Пелыма провели перепись пахотных земель, чтобы предотвратить уклонение крестьян от сдачи зернового налога. Целью Годунова было сделать Сибирь, производящей достаточно сельскохозяйственной продукции, для того, чтобы ежегодная доставка зерна из Перми в Тобольск стала ненужной. Это ему удалось. Ища способы увеличить государственные доходы, в Тобольской провинции Годунов приказал проверить население города Тобольска, чтобы выявить горожан, не зарегистрированных, ни как служилые, ни как члены посадской городской тягловой общины. Таковыми являлись различные младшие родственники – горожан, сыновья, младшие братья или племянники, которые таким образом до сих пор избегали службы или тягла налогооблагаемого статуса. Если в армии или администрации находились вакансии, этих младших родственников регистрировали на службу, остальных объявляли посадскими, как и младших родственников обычных посадских. Практически на все категории населения – служилых, посадских, крестьян, казаков – наложили разного рода повинности. Работа их включала в себя постройку или ремонт речных судов и мостов, предоставление лошадей и повозок для транспортировки соли и топлива, уборку и ремонт улиц, Тобольска и т.д. Все работы были действительно необходимы, да беда в том, что людям за нее не платили. Система, выгодная для государственной казны, но ненавистная народу, привела к многочисленным жалобам на Годунова. Значительно более конструктивными были усилия Годунова по развитию промышленности, например, строительство мастерских для изготовления канатов, веревок и текелажа, винокуренного завода и железоделательных мастерских. Кроме того, Годунов также разведал месторождение серебряной руды. Огромное значение имела поддержка Годунова таких научных работ, как создание общей карты Сибири и сбор данных о Китае. Годунов прекрасно понимал важность глубокого знания ресурсов и потребностей страны, за которую он нес ответственность. Для широкомасштабного сбора информации он использовал официальные каналы, отсюда его инструкции подчиненным, программы переписей и так далее. Обычно он предпринимал подобные шаги, предварительно обсудив их в узком кругу своих неофициальных советников, людей, которым он доверял, хорошо знавших эту страну и живущий здесь народ. Среди членов этого неофициального кружка был стрелецкий сотник Ульян Ремезов, человек острого ума, глубоко интересовавшийся географией и историей Сибири, многие считали его волшебником. Белоруков, Крижанич, страница 115. Кроме опоры на эту группу постоянных советников, Годунов всегда стремился получить информацию и помощь от местных знающих людей. Так, при поисках месторождений железной руды в бассейне реки Исеть, Годунов положился на монаха Далматовского монастыря Лота, горного специалиста-самоучку. С другой стороны, со своими подчиненными в Тобольске и других городах Тобольского разряда, Годунов вел себя надменно и властно. Исполненный идеей государственного приоритета и являясь в Тобольске представителем царя, Годунов требовал полного подчинения и уважения от своего младшего воеводы князя Бельского, секретарей, дьяков и других чиновников администрации, а также от народа в целом. Он считал своим долгом демонстрировать собственную власть при всех официальных действиях. Тобольские служащие жаловались, что когда Годунов работал в своем кабинете правительственного здания, при казной избе, в Тобольске он выставлял охрану на улице под окнами. Они должны были стоять на часах без головных уборов как зимой, так и летом. Никто из предыдущих воевод не требовал этого. Когда Годунов по праздникам или торжественным случаям посещал службу в соборе, он организовывал впечатляющую процессию. По таким дням на площади перед собором устанавливались десять пушек. Из-за высокомерного поведения Годунова и его попытки сконцентрировать высшую административную власть над всей Сибирью в собственных руках, он постоянно не ладил с другими сибирскими официальными лицами, такими как князь Бельский, воевода Верхотурья Иван Колтовский и другие. Многие из них жаловались в Москву. Поначалу их жалобы игнорировались. И в июне 1668 года князя Бельского сняли с должности и вызвали в Москву. Годунов снова мог чувствовать себя в безопасности. Но в следующем году в Москву поступили новые жалобы. В июне 1670 года совместная делегация от тобольских служилых людей разных категорий, татар тобольской и тары, а также крестьян тобольского района, отправились в Москву протестовать против новых налогов и повинностей, наложенных на них Годуновым. Это было время разенского восстания, и московское правительство внимательно относилось к настроениям военнослужащих и крестьян. В октябре Годунова освободили от должности и возвратили в Москву. Его неофициальных советников, включая Ульяна Ремезова, выслали в отдаленные города. Ремезова сослали в Березов. Большую часть финансовых мер Годунова, считаемых населением непосильными, аннулировали. Тобольск не только являлся самым важным городом в сибирской административной системе, но также стал интеллектуальным центром Сибири. Русское население Сибири изобиловало людьми огромной энергии, предприимчивого духа и острого интеллекта. Именно они продолжали открывать новые земли и разведывать для своей страны полезные ископаемые. Их ряды постоянно пополняли приезжающие в Сибирь по собственной воле люди, ссылаемые в Сибирь за позицию к московскому правительству или церковным властям, а также иностранные военнопленные. Две наиболее образованные группы сибирского общества, из которых происходило большинство тех, кого мы можем назвать с необходимыми оговорками интеллектуалами того периода, составляли духовенство и представители администрации, воеводы и их штат, дьяки и подьячи. Однако люди пытливого ума и значительного образования по московским стандартам того времени встречались также среди армейских и казацких офицеров, купцов и предпринимателей, промышленников. Среди европейцев в Сибири, преимущественно это были ссыльные, но встречались и наземные специалисты на русской службе, были личности такого высокого ума и образования, как хорват Юрий Крижанич. Списки сосланных в Сибирь, как русских, так и европейцев, за период между 1654 и 1662 годами, смотрите, Белоруков Крижанич, приложение, страницы 39-75. За годы 1662-1989, смотрите, Андреевич, том 2, страницы 141-145. Крижанич приехал в Москву из Рима в сентябре 1659 года и был принят правительством на службу в качестве ученого. Царь уполномочил его отредактировать и внести исправление в научный труд по славянской грамматике, а также составить словарь славянского языка. Его работа в Москве продолжалась только 16 месяцев. В январе 1661 года его сослали в Тобольск. Точная причина ссылки неизвестна, но предполагают, что в беседе с каким-то боярином он сказал нечто о царе Алексее, что боярин неправильно понял и счел оскорблением государя. Белоруков Крижанич, страницы 98-99. Согласно инструкциям из сибирского приказа Крижаничу, пожаловали хорошее денежное содержание. Тобольским властям приказали использовать Крижанича для государевых дел, к которым он подходит. Собственно, воевода позволил Крижаничу делать то, что он считает важным, и тот посвятил себя сочинительству. Крижанич провел в Сибири 15 лет. Ему позволили вернуться в Москву только в 1676 году, после смерти царя Алексея. В 1677 году он получил разрешение покинуть Русь. Крижанич отправился в Вильно, где вступил в доминиканский монашеский орден. Он умер в Вене во время ее осады турками в 1683 году. В Тобольске Крижанич завершил редакцию славянской грамматики, порученную ему еще в Москве. Кроме того, он написал собственные сочинения о славянской грамматике. Основная работа, созданная им в Сибири, касается принципов управления государством и приложения их к России. Она известна под названием «Диалоги о государственной власти» или «Политика». Крижанич. Политика. Москва. 1965 год. Крижанич также написал несколько богословских трактатов. Один из них направлен против московского правила совершать новый обряд крещения над римскими католиками, желающими перейти в православие. Когда Крижанич писал эту работу, Московский собор 1666-67 годов отменил правила. Другой труд Крижанича этого периода составляет выступление против староверов. Известно, что, находясь в Тобольске, Крижанич также написал научную статью по географии и этнографии Сибири, а также небольшую работу о торговле с Китаем. Рукописи этих его трудов не обнаружены. В 1680-81 годах, после отъезда из Москвы, Крижанич написал на латыни историю Сибири, также известную под названием «Релацио де Сиберия», некоторые части из которой использовал Витсен в своей книге «Норд энд Ост Тартариян», первое издание 1692 года. «Историю Сибири» Крижанича впервые опубликовал Спасский в «Сибирском вестнике», тома 17-18, 1822 год, а затем «Титов» в Сибири в 17 веке, Москва, 1890 год, страницы 115-216. Она также вошла во второе издание «Сибири Алексеева», смотрите Андреев, очерки, страница 87-я. Бессонов и Белоруков считают историю Сибири лишь редакцией его научной статьи о Сибири, написанной в Тобольске, однако представляется, что это две разные работы, смотрите Андреев, очерки, страницы 162-163. В Тобольске Крижанич поддерживал тесные контакты как с иностранцами, так и с русскими. Среди иностранцев, живших там одновременно с ним, было четыре монаха-доминиканца, сосланных в Сибирь в 1656 году. Они оставались в Тобольске до 1664 года, а также много поляков и литовцев. По всей вероятности, именно благодаря кому-то из этих иностранных ссыльных, Крижанич получил возможность читать свежие немецкие газеты. Они поступали в Тобольск с известным опозданием, но, судясь, весьма регулярно. Из русских, кроме государственных чиновников, Крижанич был знаком с некоторыми православными священниками и с высланными лидерами староверов. Аввакум, как нам известно, отказался беседовать с ним, однако Федор и Лазарь оказались готовы обсуждать религиозные темы. Крижанич также стал близким другом купца Афанасия Андреевича Осколкова. Афанасия Осколков часто ездил по делам в Москву и мог получать из Германии книги, необходимые Крижаничу для работы. Среди других русских друзей, упоминаемых Крижаничем в своих работах, Ульян Ремезов. Крижанич также знал нескольких ссыльных украинцев. В целом список друзей и знакомых Крижанича читается как справочник по интеллектуальной элите Сибири 1660-70-х годов и показывает разнообразие ее представителей и их интересов. Во многих отношениях проблемы интеллектуальной жизни и столкновения идей и религиозных чувств в Сибири были сходны с переживаемыми в тот период в Москве. Особенностью Тобольского круга, однако, являлся острый интерес к истории и географии Сибири, монголо-тюркскому миру южнее ее границ и Китаю. Работы Крижанича по Сибири и китайской торговле следуют традициям предшествующего Тобольского географического исследования. Важной вехой на этом пути явилась карта Сибири, составленная при поддержке Тобольского воеводы Петра Годунова в 1667 году, когда Крижанич уже был в Тобольске. Преемники Годунова продолжали собирать в Тобольске информацию по географии и этнографии Сибири. Что же касается связей с местными племенами и народами Сибири и территорий южнее ее, то следует отметить, что в 1678 году в Тобольске было четыре переводчика с татарского языка, один с калмыцкого и три с остяцкого. Кроме того, было два переводчика с калмыцкого языка и, по всей вероятности, с языка восточных монголов для чтения официальных калмыцких документов и писем. Карту Годунова дополнили примерно в 1672 году. Военному атташе шведского посольства в Москве в 1673 году Пальмквисту удалось получить копии двух карт, очевидно, подкупив некоторых чиновников московского посольского приказа. Андреев, очерки, страница 43-44. На основе исследований, проведенных в Тобольске в 1670-х и 80-х годах, Семен Ремезов, сын Ульяна, начал в 1690-х годах свою работу по географии, этнологии и истории Сибири. Его замечательный «Атлас Сибири» был завершен в 1701 году. О работах Семена Ремезова смотрите «Бахрушин», том 3, часть 1, страницы 32-38, Лебедев, страницы 28-34, Андреев, очерки, страницы 96-149, 183-194, 250-259, Гольденберг, Семен Ульян Черемезов, Москва, 1965 год. 5. Русско-китайские отношения, 1667-1682 годы, главка 1. Продвинувшись в 1650-х годах в район Амура, русские вступили в контакт с Китаем, где к этому времени воцарилась династия Цин, и имели несколько столкновений с маньчжурскими войсками. Смотрите главу 5. Как русские, так и маньчжуры знали об опасности потенциального конфликта между Московией и Китаем. Чтобы избежать его, русские продолжили попытки заложить основу для договора с Китаем, который нормализовал бы русско-китайскую торговлю. В 1668 году в Пекин был отправлен русский торговый караван. Его глава Сеткул Аблин имел указание способствовать торговому отношению между двумя странами, собрать информацию о Китае. Аблин получил аудиенцию молодого императора Кан-Ши, годы правления 1662-1722 годы, и разрешение продать товары на 4500 рублей, доставленные им в Пекин. На вырученные деньги он купил китайские товары. Когда он привез их в Москву, их оценили в 18751 рубль. Сделка таким образом оказалась весьма выгодной. Щебенков, страница 161. В 1670 и 1771 годах Пекин посетили русские купцы с товарами, а в 1674 году в Китай отправился большой торговый караван, в который входили Филатьев и около 40 других русских купцов. Помощнику Филатьева Никитину позже суждено было стать одним из ведущих русских оптовых торговцев. Хотя торговые связи приносили доходы обеим сторонам, маньчжурское правительство все еще с подозрением относилось к намерениям русских в Амурском регионе. В Пекине решили переселить Тунгусов и другие местные племена Даурии с территории вблизи от русской границы вглубь Китая, чтобы создать нейтральную зону южнее реки Амур. С оборонными целями и на случай возможной войны с Московией Маньчжурию поделили на три военных района с центрами в Мугдене, Айгуне и Нингути. Там же страницы 161-162. Население Даурии было очень недовольно насильственным выселением на юг. Большинство с неохотой подчинилось, а тунгусский князь Гантимур ушел со своим родом на русскую территорию и в 1667 году признал сюзеренитет царя Алексея. Маньчжурское правительство потребовало его выдачи, но русские власти отказали. Статус Гантимура заметно осложнил русско-китайские отношения последующих лет. В 1685 году Гантимур принял христианство и был окрещен Петром. Он получил дворянский титул и вошел в высшую группу Московское дворянство. Его потомки известны как князья Гантимуровы. Окончание Польской войны 1667 год и подавление восстания Разина 1671 год позволило московскому правительству уделить больше внимания продвижению русских интересов на Востоке. Кроме того, в 1670-х годах ситуация в Европе не способствовала русской торговле с Западом. Третья англодатская война длилась с 1672 по 1674 год. Война Голландии против Франции продолжалась до 1679 года. После отставки ордена Нащекина царь Алексей доверил руководству иностранными делами Артамону Матвееву, в 1672 году получившему чин Окольничьего, а в 1674 году ставшему боярином. По совету Матвеева правительство решило предпринять новую попытку расширить русскую торговлю с Китаем и Индией. В 1675 году на Восток отправили два московских посольства. Одно в Индию, возглавляемое Касимовым, другое в Китай под руководством Николая Гавриловича Спафария, Николая Спафар Мелеску. Николай Мелеску, молдавский дворянин греческого происхождения, родился в 1636 году. Он получил прекрасное образование в высшей школе в Константинополе, большой школе, основанной патриархом Кириллом Лукарием, 1621-1638 годы. А Спафарии Мелеску, смотрите, Михайловский, Фурзенко, страница 205-208. Кроме двух родных языков, румынского и греческого, как современного, так и древнего, классического, Мелеску овладел церковнославянским, позже также и русским, латинским, турецким, итальянским и немного арабским. Он начал свою политическую карьеру при молдавском князе, господаре Георгии Стефани, 1653-1658 годы. Это был бурный период в истории Молдавии и Валахии, обе являлись вассальными княжествами Турции, полный интриг и смен правителей. Мелеску достиг придворного чина Спафара, носителя меча, название которого соединилось с его именем, на русском Спафарии. В 1664 году он вышел из игры и переехал в Германию. Скоро он нашел место при эмигрантском дворе своего первого патрона Георгия Стефана, который к тому времени поселился в Штеттине, тогда находившемся под шведским владычеством. В 1665 году Георгий Стефан отправил Спафария с дипломатической миссией в Париж просить короля Людовика XIV дать указание французскому послу в Константинополе сделать попытку убедить султана восстановить Стефана на Молдавском престоле. Шведский король поддержал просьбу Георгия Стефана. Людовик XIV согласился с ней, однако это посредничество результатов не принесло. Тогда Георгий Стефан решил обратиться за помощью к царю Алексею. В 1668 году царь пригласил его, его жену и их свиту, включая Спафария, приехать в Москву, но как раз в это время Стефан скончался. В 1669 году его вдова Стефания одна прибыла в Москву. Это случилось вскоре после смерти царицы Марии, первой жены Алексея. При московском дворе задумали интригу с целью выдать румынскую красавицу за царя, однако из этого ничего не вышло. Стефания поселилась в одном из московских монастырей без принятия пострига. Смерть Георгия Стефана оставила Спафария без господина, и он вернулся в Молдавию. Пострадав от интриг соперников, он отправился в Константинополь. Там, в январе 1677 года, патриарх Иерусалимский Досифей посоветовал ему искать место в Москве и дал рекомендательное письмо к царю Алексею. Спафарий воспользовался помощью Досифея. Избегая румынского княжества, он ехал через Венгрию и Польшу. 23 мая у Смоленска Спафарий вступил в пределы Московии. В Москве способности Спафария и его достижения в языках произвели благоприятное впечатление на Матвеева, и он назначил его постоянным переводчиком Московского посольского приказа. Вдовствующая княгиня Стефания очевидно тоже поддержала Спафария. Спафарий стал близким другом Матвеева, который часто приглашал его к себе в дом принять участие в беседах с другими учеными-друзьями. Спафарий читал Матвееву или обсуждал с ним многие религиозные и исторические книги. Больше того, Матвеев назначил Спафария наставником своего сына Андрея, будущего сподвижника Петра Великого. Когда в 1674 году было решено отправить посольство в Китай, Спафария назначили его руководитель, отмечая его отличное знание латинского языка и возможность справиться с поставленными задачами. К тому времени стало известно, что в Китае находится миссия иезуитов. Иезуиты служили учителями и личными советниками императора, который стремился не слишком распространяться о них, поскольку для большинства китайцев они оставались западными варварами, русских в Китае называли северными варварами. Иезуиты долгое время старались наладить сухопутный путь из Европы в Китай либо через Персию, либо через Московию, поэтому появление Спафария в Пекине было для них приятным событием. Главой иезуитской миссии в Китае с 1666 года являлся бельгиец Фердинанд Вербиест. Сам Спафарий и Московский посольский приказ тщательно готовились к этому путешествию. Спафарию предоставили всю информацию о Китае, имевшуюся в распоряжении посольского приказа, а также материалы о Сибири и путях в Китай, собранные в сибирском приказе. Спафарий таким образом ознакомился с докладом Бойкова. Кроме того, Крижанич прислал Спафарию через Осколково свою записку о Сибири и заметки о торговле с Китаем. 25 февраля 1675 года Спафарий получил царские инструкции посольству. Три дня спустя царь подписал свое письмо императору Кан-Си. Щебенков страницы 167-168 В послании китайскому императору царь Алексей предлагал установить между Московией и Китаем дружественные дипломатические отношения и экономические связи. Он информировал императора, что письма, ранее полученные из Пекина, в Москве прочесть не смогли из-за отсутствия в московском посольском приказе переводчика с китайского языка. Царь просил Багдыхана, так русские называли императора, простить его, если его титул был неправильно сформулирован, так как полный титул был Москве неизвестен. В инструкциях Спафарию приказали записывать в посольский дневник всю информацию о путях в Китай. Кроме этого, Спафарий должен был выяснить, существует ли путь из Китая в Индию, собрать информацию о шахе Индии, его имени, вероисповедании и узнать, как к нему обращаются соседние правители. Особые задачи посольства состояли в проведении переговоров о репатриации русских, захваченных китайцами в плен, о регулярном обмене посольствами и о свободе торговли между двумя странами. Дело Гантимура намеренно исключили из списка проблем для обсуждения с китайцами. Штат Спафария состоял из двух дворян, двух служащих посольского приказа, греческого специалиста по драгоценным камням и другого грека, специалиста в медицине и лекарственных травах. Посольство имело с собой компас и астролябию. Среди книг, которыми снабдили Спафария, находились отчеты двух датских миссий в Китай. Питер Иван Хорна и Якоба Кайзера 1655-57 годы и Питер Иван Хорна 1666 Смотрите Белоруков Корижанич номер 160 страницы 141-142 Посольство также везло подарки китайскому императору и высшим официальным лицам и товары для торговли. 4 марта Спафарий со своими людьми и военным эскортом выехал из Москвы в Тобольск, куда они прибыли 30 марта. Спафарий провел там больше месяца, заканчивая последнее приготовление к путешествию в Китай и собирая дополнительную информацию. Он привез с собой из Москвы 4 письма, ранее полученные из Пекина, которые никто не смог прочесть, и в Тобольске нашел человека, более или менее знакомого с маньчжурским языком, которому удалось прочитать два из них. «Щебенков страницы 169-170-я со ссылками на неопубликованные архивные документы. Щебенков говорит о китайских документах. Переведенные в Тобольске, судя по всему, были написаны на маньчжурском языке». Спафарий сразу же нанес визит к Рижаничу И в течение пяти недель, пока Спафарий оставался в Тобольске, он видел Крижанича каждый день. Они вместе обедали и ужинали. Крижанич переводил Спафарию с датского на латинский доклад посольства Питера Ван Хорна в Китай в 1666-1668 годах, который Спафарий привез из Москвы. Крижанич также дал пояснение к своим заметкам о Китае и китайской торговле и подготовил записку о наилучших путях в эту отдаленную страну. Бухарские купцы в Тобольске рекомендовали Спафарию ехать в Пекин через Калмыцкие степи, путь избранный Байковым в 1654 году. Крижанич указал Спафарию на недостатки этого пути и советовал ехать через Нерчинск и Даурию. Русские купцы, с которыми консультировался Тобольский воевода, придерживались того же мнения, что и Крижанич. Возможно, именно от них Крижанич получил свою информацию. Воевода убеждал Спафария последовать их и Крижанича совету, что Спафарий и сделал. Он выступил из Тобольска 2 мая 1675 года. Журнал Спафария с записями о путешествии из Тобольска в Нерчинск опубликован Арсеньевым в записках Русского географического общества, отдел этнографии, том 10, часть 1, 1822 год. Отчет Спафария, статейный список о путешествии в Китай и переговорах с китайцами, под редакцией Арсеньева опубликован в Вестнике археологии и истории, том 17, Санкт-Петербург, 1906 год. Краткое изложение в 12-м томе Соловьева на страницах 599-604. 5 сентября посольство добралось до Иркутска. Там власти сообщили Спафарию о продолжающейся миграции даурских племен из пределов Китая в Московию. Спафарий встретился с князем Гантимуром, который сказал ему, что ни при каких условиях не желает возвращаться на китайскую территорию. Спафарий заверил Гантимура, что царское правительство никогда не выдаст его китайцам. Щебенков, страница 170-я. Информация об эмигрантах из Китая, полученная Спафарием в Иркутске, сделала для него очевидным, что эта проблема осложнит программу переговоров с китайской стороной. Из Иркутска Спафарий отправился в Нерчинск и прибыл туда 4 декабря. Через две недели посольство выступило в Пекин. На пути китайские власти задержали Спафария более чем на месяц. На конец 15 мая 1676 года посольство въехало в столицу Китая. Спафарию и его штату отвели неудобные помещения в ветхих зданиях. Снаружи выставили китайскую охрану. Спафарий отметил, что чувствовал себя как в тюрьме. Это было обычное начало. Однако, когда начались переговоры, они протекали более гладко, чем в случае с Байковым. Узнав, что Спафарий владеет латынью, император Канши назначил иезуита Вербиеста переводчиком переговоров. Предполагалось, что он будет лишь руководителем китайских чиновников, ответственных за переговоры. Но на самом деле его роль оказалась более значительной. В некоторых случаях он служил почти посредником. Вербиест также перевел в Спафарию два оставшихся китайских послания царю. Вербиест и Спафарий понравились друг другу. Вербиест был рад возможности побеседовать наловеком. В Пекине, кроме него, было только четыре иезуита, с кем он мог говорить по-латыни. Он также желал через Спафарию установить связь с московским правительством. Способность Спафария говорить по-латыни с ученым-советником произвела благоприятное впечатление на императора, а также на китайских официальных лиц. И китайский мандарин спросил Вербиеста, действительно ли может посланник говорить с ним. И тот ответил, что действительно и весьма хорошо. Тогда они спросили посланника, нравится ли ему переводчик. И полностью ли они понимают друг друга. И посланник попросил их поблагодарить Багдыхана за то, что он прислал такого человека, который не только может устно передать все дела двух государей, но и может перевести слово в слово их титулы и письма. Между официальными переговорами с Спафарией и Вербиест имели время поговорить друг с другом наедине. Иезуит сказал посланнику, что рад сделать для царя все, что в его силах, во имя Господа. Он знал, что Багдыхан будет спрашивать обо всем, особенно о Русской империи, действительно ли она такая большая, как на карте. И он, Вербиест, посожалел, что такой великий монарх должен был присылать свое посольство, потому что китайцы были варвары, не оказывающие почести посланникам, как уже случилось с португальцами и датчанами. Более того, присланные им подарки они называют и записывают как дань, а в письмах говорят, как хозяин со своим слугой, и в других случаях поступают неуважительно. Как и у Байкова, первые осложнения возникли по поводу царского письма и подарков императору. Асканиама настаивал на том, чтобы Спафари все отдал ему для передачи императору. Спафари отказался подчиниться. Спафари сопоставил маньчжурский чин Аскариама с чином русского думного дьяка. Наконец, сошлись на компромиссном решении. Спафари вручает послание царя и подарки Большому Совету высших чиновников Колай в императорском дворце. Император будет сидеть на троне за занавеской. Спафари таким образом будет избавлен от исполнения низкого поклона Кето-У. Церемония произошла 5 июня 1676 года, и конфликты избежали. Однако более серьезные споры вызвал статус Гантимура. Китайцы сделали его выдачу условиям заключения договора о дружбе с Московией. Спафари категорически отверг предъявленные требования. Несмотря на это, 15 июня Багдыхан пригласил Спафария на чайную церемонию. Разговоров не велось. Когда же закончилась официальная часть приема, последовало некоторое замешательство. Многие родственники царя и придворные не могли отвести взора от мантии посланника из соболей с золотом и украшений и орнаментов на всем его костюме. Образовалось, судя по всему, настоящее столпотворение, поскольку, как отметил в своем отчете Спафари, было трудно пройти сквозь них к воротам, где ждали лошади. Великолепный наряд Спафария произвел на китайцев такое сильное впечатление, что император приказал придворному художнику написать его портрет. Спафарий попросил сделать ему копию портрета, но, по-видимому, не получил ее, так как в его отчете о ней не упоминается. 16 июня китайские официальные лица сообщили Спафарию, что император дал разрешение посольству русских продать свои товары и купить взамен китайские. Русским, однако, позволили иметь дело лишь с ограниченной группой китайских покупателей, родственниками императора, высшими чиновниками и несколькими купцами. Продажи и купля продолжались весь июль, но в своем отчете Спафари жаловался, что мандарины и все переводчики, и все китайские купцы договорились между собой, какие цены они дадут за наши товары и какие товары каждый из них будет брать. Щербенков, страница 181 19 июля Спафарию аудиенцию. Кроме высших чиновников присутствовали два иезуита. По их совету Спафарию согласился преклонить колени, когда император спросил его через одного из иезуитов о здоровье его величества государя всея Руси. Спафарию ответил в соответствии с русской дипломатической формулой для этого случая. Затем император спросил его о его собственном возрасте, и Спафарию ответил, что ему 40 лет. Вторым вопросом императора, заданным Спафарию, был следующий. Хан слышал, что ты ученый человек, и он желает знать, изучал ли ты философию, математику и тригонометрию. Спафари ответил, что может претендовать на некоторые знания, о чем могут засвидетельствовать иезуиты, с которыми он часто беседовал. 9 августа Вербиест сказал Спафарию под клятвой секретности, что хан намерен начать с царем войну, если тот не выдаст Гантимура. Он также планирует захватить пограничные крепости Албазин и Нерчинск. Китайцы знают, что сейчас гарнизоны там небольшие, а Москва далеко, тогда как они сравнительно близко. Но, тем не менее, они планируют ждать, пока количество их войск на границе возрастет. Таким образом, хотя Спафари и знал о главном препятствии для заключения мирного договора с Китаем, он не мог его устранить. 13 августа Спафарию вручили подарки императора для царя, хотя Спафари и отказался встать при этом на колени. Через три дня одарили Спафария и членов его миссии. Тогда же Спафария известили, что ему дозволяется оставаться в Пекине не более семи дней. 29 августа его пригласили во дворец, где ему должны были объявить императорское решение. Когда Спафарий прибыл, один из высших чиновников сказал, что он и его люди должны слушать решение на коленях. И он не хотел. Но тогда московские дворяне и боярские дети и казаки стали просить его встать на колени и сами поклонились. Поэтому посланник положил свою подушку перед собой и преклонил колено. Придворный тогда объявил, что хан выбрал не писать никакого ответа царю. И тому две причины. Во-первых, потому что вы были непокорны, отказавшись принять подарки для вашего государя на коленях. Во-вторых, даже если бы хан, император, и соблаговолил написать царю все, что он хочет, это получить Гантимура, что Спафарий отказался пообещать. 1 сентября Спафарий покинул Пекин. Хотя договор с Китаем и не был подписан, посольство Спафария дало свои результаты. Он собрал обширную информацию о Китае, его правительстве, системе управления и политических целях на Дальнем Востоке. На китайского императора и придворных произвела сильное впечатление личность Спафария, и благодаря этому они получили полное представление о московском царстве и людях его населяющих. Как нам известно, важным источником информации о Китае оказался для Спафария Вербиест. По всей вероятности, Спафарий, в свою очередь, передал Вербиесту значительную информацию о Московии, хотя по очевидным причинам не упомянул об этом в своем отчете. Как остроумно заметил Джозеф Себес, участие иезуитов в ранних русско-китайских дипломатических отношениях – поразительный исторический феномен. Поистине удивительно, что небольшая группа европейцев, иностранцев и для Руси, и для Китая, миссионеров, с трудом выносимой, если не преследуемой в обеих странах, сыграла роль посредников в чрезвычайно важных дипломатических миссиях между этими двумя великими державами. Спафарий просил Вербиеста найти для него латино-китайскую грамматику. Он сказал, что таковой не написано, но дал Спафарию свои карты Китая, Атлас, Сиенсис, а также экземпляр описания Китая иезуитам Мартини в его Новус Атлас Сиенсис, впервые напечатанный на латыни в Амстердаме в 1655 году. Вербиест также дал Спафарию для царя свою книгу по астрономии в Китае и направил царю послание, которое просил Спафария сохранить в тайне. Никто не должен знать о нем, даже его братья и иезуиты, потому что эти люди очень подозрительны, и он боялся. В своем письме Вербиест, сравнивая свой жребий со жребием Овидия, превозносит царя, предлагает ему свои услуги и просит назначения на должность переводчика к его величеству, поскольку он знает восемь языков. Он также с похвалой отозвался о мастерстве и достоинстве Спафария при исполнении дипломатической миссии. Письмо Вербиеста опубликовано в книге Арсеньева «Новые данные». Чтение. 1900 год. В ответ за услуги и подарки Спафарий отдал Вербиесту, по его просьбе, икону Архангела Михаила в окладе из серебра и золота для иезуитской церкви в Пекине. В начале ноября Спафарий добрался до Селингинска, где провел зиму и подготовил отчет царю. Из Селингинска он выехал 3 мая 1677 года и 7 июня прибыл в Енисейск. Там его остановил енисейский воевода Михаил Преклонский, предъявивший указ царя Федора, по которому Спафария, всех членов его посольства, а также их личные вещи, обыскал таможенный офицер и его люди. Посольскую казну вместе с личными ценностями Спафария и других воевода забрал в таможню, опечатал и отослал в Москву. Главка 2 Царь Алексей скончался 30 января 1676 года, и престол унаследовал старший из сыновей от первого брака Федор. Перемена на троне принесла с собой перемену в политике. Под давлением клана Милославских Матвеева арестовали и выслали. Среди выдвинутых против него обвинений было и то, что Спафарий тайно читал ему черную книгу о магии. Соловье в том 13, страница 188. Обвинение, очевидно, основывалось на извращении того факта, что Спафарий действительно читал и обсуждал с Матвеевым книги ученых. Некоторые из них были на латыни, которую Спафарий трактовал Матвееву. В любом случае было установлено, что Спафарий является близким другом Матвеева, и опала Матвеева не могла не сказаться на отношении нового правительства и к Спафарию тоже. Более того, определенные члены посольства Спафария выдвинули против него обвинения, такие как, например, в продаже некоторых царских подарков Багдыхану в своих интересах и передача китайцам копий карт России. Принесение православной иконы в дар иезуитской церкви в Пекине расценивалось как унижение православия. Спафарий возвратился в Москву 3 января 1678 года и был подвергнут допросу в сибирском приказе. По поводу передачи иконы архангела Михаила иезуитам он объяснил, что казаки и другие русские, оказавшись в Пекине, ходят в иезуитскую часовню, поскольку там нет другой христианской церкви, и хорошо, что теперь они смогут помолиться перед православной иконой. Все другие обвинения в свой адрес Спафарий категорически отверг. Дело прекратили, а Спафария восстановили в его должности по посольскому приказу. Однако до 1683 года он не был вознагражден за свою миссию в Китае. Вдобавок к отчету о миссии Спафарий составил для царя систематическое описание Китая. Обе эти работы Спафарий написал в Сибири во время обратного путешествия. Описание датировано 17 ноября 1677 года. В России оно вызвало большой интерес, и в конце 17-го, и в 18-м веках с него сделали много рукописных копий. Книгу впервые напечатали в 1910 году. Спафария описание первой части Вселенной, именуемой Азией, в ней же состоит Китайское государство, под редакцией Катанова и Александрова, Казань, 1910 год. Ее считали оригинальной работой Спафария до 1919 года, когда Джон Бадали доказал, что основная ее часть является переводом текста «Новус атлас сенсис» 1655 год и «Иезуита Мартини», экземпляр которого Спафарий получил от Вербиест. Только две главы о путях из Сибири в Китай и некоторые другие небольшие места написаны Спафарием. Лебедеву, по-видимому, неизвестно об открытии Бадали, и он рассматривает описание Китая как оригинальную работу Спафария Лебедев, страница 140-158. Отчет Спафария содержит точную и важную информацию об условиях, на которых маньчжурское правительство заключит с Москвой, как мы сказали бы сегодня, пакт о ненападении и о твердом намерении Китая обеспечить свое господство в Даурии, если московское правительство не примет их условий. Двумя основными условиями являлись выдача Гантимура и предписание казакам Амурского региона не причинять ущерба подданным Китаем. К этому 1 сентября 1676 года китайские сановники добавили, что следующему русскому посланнику или менее значительному послу следует сказать, чтобы он подчинялся нам во всем. Под этим требованием, по всей видимости, подразумевалось строгое подчинение китайскому протоколу. С этим предупреждением о серьезности ситуации в районе Амура, московское правительство встало перед дилеммой. Либо принять китайские условия и выдать Гантимура, либо заниматься необходимой подготовкой к обороне Даурии и посылать туда дополнительные войска. Однако положение Москвы не позволяло ей принять ни тот, ни другой курс. Выдача Гантимура означала бы нарушение царского слова, а одним из основных принципов московского государственного права являлось то, что царское слово твердо. С практической точки зрения предательство Гантимура подорвало бы веру всех сибирских народов в обещания московского правительства. Принятие другого курса на ведение соответствующего боевого порядка для обороны Даурии было невозможно из-за опасной ситуации в Южной Руси и на Украине, Тяжелой войны с Турцией, которая началась в 1677 году и продолжалась до 1681 года. Затем в 1682 году восстали стрельцы в Москве, а между 1682 и 1689 годами окружение царевны Софии и князя Василия Васильевича Голицына состояло в Христианской лиге против Турции, и преимущественное внимание Москвы снова сосредоточилось на юго-западных границах Москвы. Тем временем китайцы принимали всяческие меры, чтобы увеличить свои силы в Маньчжурии и укрепить собственный контроль над монгольскими племенами. Щебенков, страницы 187-191. В 1683 году маньчжуры окружили у Айгуна небольшой отряд казаков и большую часть людей взяли в плен. В 1685 году маньчжурская армия численностью 2-5 тысяч человек и хорошо вооруженной артиллерией была отправлена к Албазину. Казацкий гарнизон под командованием воевода Толбузина насчитывал лишь 450 человек. Маньчжуры появились под Албазином 13 июня и два дня спустя начали бомбардировку крепости. Казаки сопротивлялись несколько дней, за которые потеряли 100 человек. Тогда священник Максим Леонтьев попросил Толбузина пойти с маньчжурами на соглашение. Китайский командующий согласился позволить русским отступить в Нерчинск. Щебенков, страницы 192-193. Петров, Албазинцы, страницы 15-16. Однако около 40 казаков предпочли сдаться маньчжурам и взяли с собой священника Леонтьева. Число в источниках варьируется от 25 до 45. Их доставили в Пекин, где из них и казаков, захваченных у Айгуна, в 1683 году, создали отряд личной охраны императора, известный как «Русская компания». В этом императорский двор следовал традициям монгольских императоров XIII и XIV веков. Китайское правительство также отвело русским бывший буддийский храм, чтобы устроить там православную церковь. Максим Леонтьев стал ее первым приходским священником. Павловский, страницы 157-160, Петров, Албазинцы, страницы 15-20 и 33-43. Маньчжуры разрушили Албазин и отошли. Русские вернулись и восстановили крепость. В 1686 году китайцы снова напали на нее. Осада продолжалась 10 месяцев. В 1687 году китайский император приказал своим войскам снять осаду из-за событий в Монголии, начавшейся там междоусобной войны между двумя соперничающими монгольскими ханами, один из которых оказывал маньчжурам мощное сопротивление. Затем во враждебных действиях последовал перерыв, и каждая сторона начала прощупывать другую на предмет заключения мирного договора. В результате предварительных переговоров было решено созвать совещание русских и китайских полномочных представителей на границе между двумя странами. Русскую делегацию возглавлял боярин Федор Алексеевич Головин. Он выехал из Москвы 26 января 1686 года и в следующем году прибыл в Селингинск, где остановился, чтобы обменяться с китайцами-курьерами. Наконец было решено, что переговоры пройдут в Нерчинске. Совещание началось 12 августа 1689 года. Маньчжурская делегация состояла из семи высших чиновников. В делегацию в качестве советников входили два иезуита – Перейра и Гербелон. Они сыграли в переговорах одну из ведущих ролей. Договор заключили 27 августа. Его текст был написан на трех языках – русском, маньчжурском и латинском. По его условиям русские сохраняли Нерчинск. Русский гарнизон отходил из Албазина, а его крепость должна была быть разрушена. Здесь было бы неуместно обсуждать Нерчинский договор в целом. Смотрите Соловьёв, том 14, страница 414-420. Яковлев, первый русско-китайский договор. Щебенков, страница 197-208. Шестое. Церковный раскол. Главка первая. За 15 лет между Церковным собором 1667 года и смертью царя Фёдора московскому правительству приходилось преодолевать один кризис за другим – Восстание Разина, проблемы на Украине, война с Турцией, крестьянские волнения. Хотя и с большими трудностями Москва постепенно их преодолевала. Русская экспансия в Сибири продолжалась, пока не была остановлена китайцами в районе Амура. Несмотря на все тяготы крепостного права, производство сельскохозяйственной продукции росло. Промышленные предприятия разного рода, руководимые западными специалистами или их русскими учениками, приобретали все большее значение. Обученные регулярные отряды постепенно превращались в основу русских вооруженных сил. И, несмотря на попытки боярской аристократии получить большее влияние в правительстве, продолжался процесс бюрократической централизации. Тогда, как многие социальные и политические конфликты, реальные и потенциальные, были взяты под контроль, конфликт в психологическом отношении нации к государству и церкви не только оставался неразрешенным, но и, по сути дела, углублялся. Церковь переживала двойной кризис неконьянцев и староверов. Правительство и официальная церковь пытались заставить замолчать богословскую оппозицию староверов суровыми наказаниями, налагаемыми на их лидеров. Однако опасность ситуации для стабильности правительства лежала не столько в богословии староверов, сколько в сочувствии и поддержке, которые их движение завоевывало в различных слоях населения, чьи требования были не просто религиозными, но также социальными и политическими. Хотя и религиозная по своему происхождению и сути оппозиция староверов к власти потенциально составляла ядро широкого народного движения. Староверы продолжали традиции национальной русской церкви, считая себя единственно истинными православными, хотя они и не отрицали, сначала, по крайней мере, необходимости церковной иерархии и церковной дисциплины, для них никонианцы являлись разрушителями устоявшихся канонов. Однако, поскольку народная оппозиция церковным властям развелась внутри церкви, ею не могли управлять ни никонианские, ни старобрядческие иерархи, точно так же ее не могло удовлетворить традиционное высокое богословие. Многие люди начали поиски прямого пути к Богу без посредничества официальных иерархов или обряды. Это направление мысли привело к интересу и поддержке народам различных радикальных религиозных течений, таких как капитоны, чье движение зародилось в 1630-х годах. Капитоны отрицали необходимость государства и его институтов. Смотрите главу третью. В их движении присутствовали апокалиптические и эсхатологические мотивы. В 1645 году один отшельник объявил, что новый царь Алексей антихристово отродье. Осенью 1651 года против капитона и его последователей приказали принять жестокие меры, но они рассеялись по лесам. К 1664 году большое количество капитонов сосредоточилось в лесах между Шуей и Вязниками в районе между Суздалем и Нижним Новгородом. Московское правительство, занятое конфликтом царя с Никоном, мало обращало внимания на их действия. На основе протокола допроса приверженца капитона Вавилы, проведенного в конце 1665 года, дознаватель сообщил властям, что в лесах поселились неизвестные люди, духовные и миряне. Они говорят, что благодать ушла из церкви. Они сами не посещают церковные службы и запрещают другим. Когда новый человек приходит к ним, он получает кусок хлеба в качестве символа обращения в их веру и перестает ходить в церковь. Борсков, страница 339. Рядом с капитонами жили староверы, монахи и миряне. Некоторые из них полностью порвали с официальной церковью, другие посещали церковь, если священник соглашался вести службу по старым до Никоньянским книгам. Они могли даже исповедаться такому священнику и принять от него причастие. В противном случае они бойкотировали службу. Митрополит Илларион Рязанский предупреждал высшие церковные и государственные власти о том, что эти лесные жители представляют угрозу как для церкви, так и для государства. Они стараются спастись от Антихриста и его предтечь, подразумевая царя, патриарха и их служащих. Они объявляют, что в этом году наступит конец свет. Что же касается монахов, живущих на берегу озера Кшара, то они побуждают народ не дожидаться прихода Антихриста, а умирать от голода. Много мужчин, женщин и девушек сгинули подобным образом. Борсков, страница 331. Шведский дипломатический представитель в Москве Лиленталь в докладах своему правительству утверждал, что в лесах вокруг Костромы и Казани собралось 6 тысяч религиозных раскольников и что они часто захватывают в церквах иконы, приносят их в леса и изжигают. А неплохо относятся также и к неконьянским священникам. Форстен, сношение, страница 334. Правительство отправило в район Суздаля и Нижнего Новгорода карательную экспедицию под командованием полковника Авраамия Лопухина и Артамона Матвеева. Их солдаты и стрельцы прочесали леса, сожгли скиты и арестовали всех раскольников, которых сумели изловить. Сам капитон умер до прихода Лопухина. Так, во всяком случае, тому было доложено. Захватили нескольких ведущих последователей капитона, включая Вавилу, которого за его глупость сожгли на костре. Многих других посадили в тюрьму или сослали. Еще большему количеству людей удалось спастись. Борсков, страницы 79 и 32-34. Некоторые раскольники предпочитали покончить с собой, чем попасть в руки стрельцов. В Вологодской земле четыре человека сожгли себя в 1666 году. И также поступили несколько монахов в районе Нижнего Новгорода. Они называли подобные действия очищением огнем. Борсков, страница 335. Это оказалось началом ужасной практики принесения себя в жертву, позднее распространившейся как среди капитонов, так и в группах непримиримых староверов. Примерно в 1680 году один из последователей капитона, Кассилий Косматый, похвалялся, что отправил в лучший мир тысячу мучеников, убедив их либо умереть от голода, либо сгореть в огне. Наряду с подобными пассивными формами началась и открытая борьба определенных групп раскольников. В 1668 году монахи Соловецкого монастыря восстали против правительства в защиту старой веры. Их бунт был подавлен стрельцами только через шесть лет. Позднее антиправительственные настроения распространились среди самих стрельцов. Группы староверов вместе с капитонами стремились защитить свои идеи. К 1680 году ремесленниками и подьячами, преимущественно капитонами, в Москве был сформирован тайный кружок религиозной и политической оппозиции. Было составлено воззвание, призывающее народ к восстанию. 6 января 1681 года член кружка Герасим, подьячий, лишенный чина за ересь, взобрался на колокольню Кремля и оттуда сбросил воззвание людям, наполняющим площадь внизу. Его немедленно схватили и допросили. Под пыткой он упомянул имена некоторых своих сообщников. Последовали новые аресты. Заговор подавили, однако его цели, вне всякого сомнения, вдохновили немало людей, поскольку его можно считать первопричиной стрелецких мятежей 1682 года. Главка 2 Заметную роль в различных формах раскольнического брожения в тот период играли иступленные фанатики, известные под названием «Божьи люди» или «Христы». Позднее в устах людей, не принадлежащих к этому движению, их название превратилось в «Хлысты». Движение в целом называли «Хлыстовством». О «Христах», «Хлыстах», смотрите, «Мельников», «Печерский», полное собрание сочинений, том 6, страницы 251-361, «Мелюков», «Очерки», том 2, часть 1, страницы 116-120, «Юзов», «Русские диссиденты», страницы 174-177. Хлысты считали своим непосредственным основателем и пророком некоего Данилу Филиппова, жившего в середине 17 века. Он, говорят, был беглым солдатом, беспоповцем, человеком, не признававшим священников, впоследствии так называли целые направления старообрядчества, и учеником капитона, тоже беспоповца. Полагают, что Данила был образован и имел много старых, до никонианских книг. Согласно хлыстовским представлениям, пророки существовали среди них задолго до появления Данилы Филиппова. По легенде, божьи люди сражались против татар Мамая на Куликовом поле 1380 год, и татары отрубили голову их пророку того времени Аверьяну. Хлыстов было немного, и они не вмешивались в политику. Более того, большинство из них старалось не порывать открыто с православной церковью. Они посещали церковные службы и даже принимали причастие. Вероятно, именно по этой причине правительство и церковные власти сначала не обращали на них внимания. О них не существует никаких официальных записей 17 века. В любом случае, ничего не сохранилось. Первое упоминание о хлыстах в известных нам источниках – краткое описание хлыстовщины образованного митрополита Дмитрия Ростовского в его работе о староверах, написанной в 1708-199 годах. Дмитрий Ростовский, розыск, страница 598-600. Из-за недостатка внешней информации того времени о хлыстах в 17 веке, все, что мы знаем о них в тот период, по крупицам собрано, очевидно, из их гимнов и традиций, которые были записаны в 18 и 19 веках. Однако некоторые, без сомнения, сложились в 17 веке. Хлысты не признавали достоверными ни старые, да ни коньянские, ни новые, ни коньянские церковные книги. Единственным авторитетом для них было откровение Святого Духа – книга Голубиная. Книга Голубиная и книга Голубинная, несомненно, дохристианского происхождения. Искаженные их фрагменты, адаптированные к христианским понятиям, сохранились в русской устной традиции. Записи фрагментов в устных обрядах смотрите. Варенцов, сборник русских духовных стихов, 1860 год. И Бессонов, калики, перехожие. 1860 год. Хотя хлысты пользовались термином «книга Голубиная», они, очевидно, понимали под ним не написанную книгу, а устные традиции откровений Святого Духа. Конибер ищет параллель хлыстовским принципам в форме раннего христианства, которую в широком смысле называют аддоптианской ересью. По аддоптианской христологии Святой Дух сошел с небес, приняв облик голубя, чтобы овладеть человеком, рожденным от людей, Иисусом Назарецким. Воплощение Бога в Иисусе было таким образом Его существование наполненным Святым Духом. Благодать пророчества и избрание Господня не закончилось с Иисусом, но лишь вошла в Него на новом витке жизни. Точно так же хлысты полагают, что тело Христа после Его смерти лежит в могиле, как тело любого другого человека. Воскресение на самом деле означает, что через Святого Духа, составлявшего Его, Иисуса, Христос завещан им, преемником, достойным того. Данила Филиппов, как говорят, изрек своим последователям двенадцать заповедей. Дошедшая до нас запись этих заповедей сделана, по всей видимости, в XVIII веке, и мы не знаем, вся ли она подлинна. Русский текст «Двенадцати заповедей» Данилы Филиппова в книге «Мельников-Печерский», том 6, страницы 271-272. Мельников извлек свою информацию о Даниле Филиппове и его двенадцати заповедях из отчетов официальных следствий о хлыстовских кораблях в Москве в 1845-46 годах. Вот первая заповедь, приписываемая Даниле. «Я, Бог, предсказанный пророками, сошел на землю во второй раз, чтобы спасти души человеческие. Нет другого Бога, кроме меня. Среди других правил праведной жизни следующие. Не пейте хмельного, не совершайте плотских грехов, не вступайте в брак, те, кто в браке, живите со своей женой, как с сестрой. Пусть неженатые не женятся, женатые расстанутся. Не произносите лживых слов, не ходите на свадьбы, крестины или хмельные застолья. Не крадите, посещайте один другого, предлагайте хлеб и соль. Тем, кто придет к вам, любите, соблюдайте мои заповеди, молитесь Богу. Верьте в Святого Духа. Храните эти правила в тайне, не открывайте их даже отцу и матери, даже если люди будут бичевать вас или пошлют на костер, снесите это». Хлыстовский Христос, или по их вере Святой Дух, в таком Христе, избирал себе Богородицу, по-гречески Теотокос, и двенадцать апостолов. Вместе эта группа составляла направляющую духовную основу секты, хотя каждая община, называемая корабль, имела своего пророка, иногда тоже именуемого Христом. Цель их религиозных собраний состояла в достижении духовного единения со Святым Духом при помощи сдерживания дыхания и экстатических танцев. Это называлось «радение», то есть «ревностный труд» для призыва Святого Духа. К моменту, когда они достигали состояния экстаза, некоторые из них начинали произносить то, что они назвали пророчествами, отдельные фразы или слова, непонятные окружающим. Считалось, что языком этих людей говорит Святой Дух. В конце все участники в изнеможении падали на пол. В XVIII и XIX веках утверждали, что хлыстовские родения часто заканчиваются ритуальным промискуитетом братьев и сестер. Мельников-Печерский, один из наиболее осведомленных исследователей «Сект хлыстов и скопцов» верил в достоверность подобных утверждений. Том 6, страницы 313-318. Грасс их отвергает. Заповедь девственности, как и среди первых христиан, играла важную роль в психологии и настроениях хлыстов. Говорили, что хлыстовские девушки, многие из них, с энтузиазмом соблюдали правила духовного супружества. Но для некоторых, как мужчин, так и женщин, напряжение оказывалось невыносимым. Отсюда идея предотвращения возможности греха нанесением себе увечий, кастрации. В течение XVII века о подобной практике не упоминается, хотя отдельные случаи очевидно происходили. В XVIII веке скопцы, кастраты, хотя и придерживались тех же общих принципов и обрядов, что и хлысты образовали отдельную секту. А о скопцах, смотрите, Мельников-Печерский, том 6, страницы 300-422, Мелюков, очерки, том 2, часть 1, страницы 120-121. Хлысты, как правило, порицали практику членовредительства. Они считали, что плоть должна побеждать духовным усилием, а не хирургической операцией. Это не победа, когда враг убит до сражения. Мельников-Печерский, том 6, страница 257. Хлыстовский культ девственности, соединенный с их аскетичным стилем жизни, привлекал многих православных монахов и монахинь. Духовное единение со Святым Духом, к которому стремились хлысты, отвечало православному мистицизму. Родения давали выход чувствам, подавляемым монашеской дисциплиной. В результате в нескольких монастырях появились группы хлыстов. Большинство приверженцев хлыстов составляли крестьяне и ремесленники. Однако секта имела последователей и среди купечества. В XVIII и первой половине XIX века некоторые члены аристократических фамилий, а также церковные прилаты, стали сторонниками и даже участниками хлыстовского движения. Подобные случаи происходили также и в XVII веке. Хлысты утверждали, что когда царь Алексей якобы приказал боярину Морозову изучить доклады о ересе и допросить их Христа, Ивана Тимофеевича Суслова, преемника Данилы Филиппова, беседы Суслова произвели на Морозова благоприятное впечатление, и он отказался продолжать следствие, которое после этого поручили князю Адоевскому. Это, безусловно, позднейшая легенда. Там же, том шестой, страница 275-я. Известно, что примерно в 1700 году князь Ефим Васильевич Мещерский стал хлыстом и покровителем этого движения. Там же, том шестой, страницы 275-я, 276-я. По всей видимости, расположение к хлыстам существовало еще до этого в семье Мещерского или его жены. Что же касается доброжелательного отношения между духовенством, то когда епископ Досифей Ростовский получил доклады о деятельности хлыстов в его епархии и должен был провести расследование, он закрыл дело и освободил всех подозреваемых. 1716-й год, там же том шестой, страница 292-я. Вероятно, его прохлыстовские симпатии зародились задолго до того, как он стал епископом. Епископ Досифей был сторонником сына Петра Великого, царевича Алексея, и был связан с кругом разведенной жены Петра Евдокии, матери Алексея. Из-за этого его арестовали и в 1718 году казнили. Случаи участия некоторых хлыстов или их сторонников в оппозиции к правительству движения тоже, очевидно, бывали в конце 17 века. Некоторые хлысты, наряду с капитонами, судя по всему, участвовали в заговоре 1680-81 годов. Главка 3 Осуждение старобрядческого движения соборами 1666-67 годов, карательные меры, предписанные царем, публичное покаяние нескольких выдающихся староверов и анафема, наложенная на них собором, придали правительству и церковным властям уверенность в том, что это движение подавлено. Скоро, однако, стало ясно, что подобная оценка ошибочна. Движение староверов демонстрировало поразительную жизненную силу. Оказалось, что его вожди имели колоссальную поддержку в значительных группах населения. Наказания и гонения правительства не могли поколебать дух Аввакума и его друзей. Их мученичество вызвало широкое сочувствие. Некоторые из вождей, прежде публично покаявшиеся, отказались от своих обещаний подчиниться. У этих людей, староверов, психология мученичества сложилась как способ отрицания светского вмешательства в религиозные дела. Историк церкви Карташов справедливо сравнил преданность старобряться в своей вере с самоотверженностью древних израильтян, которая прослеживается в обвинительных заключениях их проповедников. В 1667 году соловецкие монахи убедительно защищали старую веру в петиции к царю. Многочисленные ее копии разошлись по стране. В 1668 году, когда царь и патриарх категорически потребовали, чтобы монахи приняли никонианские книги и обряды, те поднялись на восстание. О Соловецком восстании смотрите Соловьев, том 11, страницы 326-330, субботин, материалы, том 3. В это время Аввакум и другие сосланные вожди староверов активно сочиняли послания верующим, составляли полемические трактаты против никонианцев, формулировали основы старой веры и крепили духовное братство своих приверженцев. Субботин, материалы, тома 4-й, 8-й, Борсков, памятники, колонки 703-е, 960-е. В декабре 1667 года Аввакума, Никифора, Лазаря и Епифания доставили в Пустозерск. Никифор вскоре после этого умер. В апреле 1668 года к ним присоединился дьякон Федор. Всех их должны были содержать отдельно друг от друга, и поскольку в Пустозерске в то время не было специального тюремного здания, воевода приказал его построить. Строительство задержали суровые зимние морозы, недостаток лесоматериалов и рабочих рук, в связи с чем новое здание было готово лишь к концу 1669 года. Борсков, страница 194. До его завершения ссыльных, хотя и плохо кормили, однако не подвергали строгой изоляции. Охранявшие их стрельцы почувствовали к ним расположение. Все ссыльные возобновили свои литературные занятия. Лазарь и Аввакум написали прошение царю. Федор — обширный трактат о старой вере под названием «Ответ православных защитников религии» по поводу символа веры и других догматов. Выдержки из ответа Федора в книге «Субботин. Материалы», том 6, страницы 269, 298, 315, 334, том 8, страницы 354, 360. Прошение Лазаря в действительности представляло собой увещевание и протест. Лазарь напоминал царю о его долге защищать истинную веру, как это делали его отец, царь Михаил и дед, патриарх Филарет. Он требовал нового суббота и предупреждал царя Алексея «Не думайте, что нас мало. Сотни тысяч человек на Руси готовы умереть за веру своих отцов». Субботин. Материалы, том 4, страницы 223, 260, 6. Письмо Аввакума носило личный характер. Было мольбой за его семью. По моим грехам я заслуживаю пустозерской тюрьмы. Но, святая душа, жалься над моей женой и детьми. Я благословляю тебя. Да простит нас Господь. Мы всегда должны думать о смерти, об Аде, о Царстве Небесном и помнить наставления нашего покойного отца протоиерея Стефана. Борсков, страница 32, 33. Стефан, бывший вождь этих ревнителей, много лет являлся исповедником царя Алексея. Таким образом, в слегка завуалированной форме Аввакум передавал свой конфликт с царем на Божий суд и моральную ответственность к святого человека, чью память почитали и Аввакум, и Алексей. Аввакум также нашел различные пути, чтобы передать свои послания друзьям и последователям в Москве. Одним из посредников в этой секретной переписке служила жена Аввакума Анастасия, сосланная на Мезень. В Москве полуподпольным центром староверов являлся дом боярани Морозовой. Морозова пришла к тому, чтобы всю свою жизнь посвятить делу Аввакума. Он был ее обожаемым духовным отцом, светом и радостью ее души, как сказал Паскаль. Паскаль, страница 421. Она посылала деньги Анастасии, информировала Аввакума об общине его последователей в Москве, просила отпустить ее незначительные грехи, истинные и мнимые, настаивала на его благословение. В душе, искренне любя ее Аввакум, тем не менее в письмах к ней был строг и суров. Как вследствие собственного богатства и положения, так и по статусу своего рода, Морозова играла заметную роль при царском дворе. Ее любила первая жена Алексея Мария. Частично под влиянием Морозовой члены других именитых родов московского общества, такие как Салтыковы и князья Хованские, Долгоруков и Волконский, сочувствовали староверам. Смерть царицы Марии Милославской 3 марта 1669 года лишила боярню Морозову и ее круг не только друга, но и влиятельной покровительницы. Мария с ее приверженностью к старому русскому быту сдерживала при страсти Алексея к западным новшествам. После ее смерти царь психологически освободился, чтобы развивать свои вкусы более открыто. Род Милославских терял свое влияние, а звезда, склонного к западничеству, друга Алексея Артамона Матвеева, восходила. Матвеев считал староверов упрямыми фанатиками, мешающими прогрессу в России. Московские церковные власти тоже настаивали на более тщательном контроле за религиозной оппозицией. В Москве одним из самых ревностных защитников старых церковных традиций был блаженный, юродивый, Афанасий, принявший постриг под именем Авраамия. Он служил связным между Москвой и Мезенью и распространял трактаты и послания, приходящие из Пустозерска. 13 февраля 1670 года Авраамия арестовали и допросили. После почти двух лет тюремного заключения в начале 1672 года его сожгли на костре. У него обнаружили письма и документы, свидетельствующие о тесных связях пустозерских ссыльных с Москвой через Мезень. Правительство немедленно направило в Пустозерск и на Мезень специального представителя, голову, капитана, караульного отряда стрельцов Ивана Елагина, чтобы принять меры для прекращения деятельности ссыльных. На Мезене Елагин поместил жену и двух сыновей Аввакума в тюремную яму, а двум его мезеньским последователям приказал публично покаяться. Они отказались и были повешены. В Смезенье Елагин отправился в Пустозерск. Действуя в соответствии с полученными инструкциями, он собрал четырех сосланных протопопа Аввакума, священника Лазаря, диакона Федора и монаха Епифания, чтобы сделать им предложение. Если они согласятся подписать документ об их подчинении официальной церкви и принятии ими символа веры и способа осенения крестом, их освободят и простят. Все они категорически отказались. 14 апреля 1670 года Четырех заключенных повели на место публичной казни. Елагин объявил, что всех их ждет казнь через отсечение головы. Жители Пустозерска в благоговейном страхе, в большинстве своем сочувствуя заключенным, собрались вокруг плахи. Затем под ячей Елагина зачитал приговор. Царь и бояре оказали Аввакуму милость, приказывая заключить его в яму вместо приведения в исполнение смертной казни, которую он заслуживает. Что касается остальных, то им должны были отрубить язык и правую руку. Лазарю и Епифанию однажды уже рубили языки, но, по всей видимости, часть языка сохранилась. Приговор привели в исполнение немедленно. Люди вокруг рыдали, повторяя, «Помилуй нас, Господи». После наказания Пустозерских ссыльных царское правительство обратило свое внимание на покровителей староверов среди боярских родов в Москве. Дворецкого Салтыковых арестовали, и после его отказа отвечать на вопросы сожгли на костре. Молодого князя Ивана Хованского подвергли порки. Бояриню Морозову сначала не трогали. Ее не запугали гонения на ее друзей. Напротив, ее дух закалился. Она почувствовала, что больше не может вести двойную жизнь, жизнь при царском дворе и деятельность влиятельного члена преследуемой религиозной общины. Она понимала, что ее высокое положение при дворе все еще может быть полезным для старообрядческого движения, но ее отвращение к образу жизни этого общества стало слишком велико. 6 декабря 1670 года она тайно постриглась в монахини под именем Феодора в соответствии с обрядами староверов. Обряд совершил настоятель Досифей. Паскаль, страница 456. После этого она прекратила исполнять какие-либо функции в придворных церемониях. 22 января 1671 года ее пригласили на бракосочетание царя Алексея с его второй женой Натальей Нарышкиной, чьим опекуном был Артамон Матвеев, но она отказалась, сославшись на плохое здоровье. Царь Алексей прекрасно понимал, что она не хочет иметь ничего общего с гонителями того, что она считает истинной верой. В конце лета Алексей предупредил Морозову через посредников, что она должна подчиниться официальной церкви или приготовиться к наказанию. Одним из гонцов Алексея по этому делу был князь Урусов, муж сестры Морозовой Евдокии, преданно поддерживающей Феодосию Феодору. 14 ноября 1671 года Урусов открыл своей жене, что этой ночью Морозову арестуют. Евдокия поехала к Феодоре, чтобы быть с ней. Ночью появился архимандрит чудового монастыря Иоаким, будущий патриарх, с дьяком и солдатами. Он посоветовал сестрам покаяться. Когда они отказались, их взяли под стражу и заковали в кандалы на глазах юного сына Морозовой Ивана. На следующий день Морозову и Урусову доставили для допроса в чудов монастырь. Митрополит Павел спорил с ними всю последующую, но они оказались непреклонны в своей верности старой вере. Сестер разделили и затем поместили в два разных монастыря. Тем временем молодой Иван Морозов умер от сильного нервного потрясения. Никонянский священник объявил его матери, что это ей божья кара. Царь конфисковал все имущество Ивана. Примерно в то же время на Дону арестовали и привезли в Москву близкую подругу Морозовой и Урусовой, Марию Данилову, жену полковника Акинфа Данилова. Ее содержали в Стрелецком приказе. Эти три женщины, Феодосия, Феодора, Евдокия и Мария, были преданы друг другу и своему общему делу. Им суждено было принять страдания и умереть за истинную веру. В феврале 1672 года патриарх Иоасав II скончался. Его преемник, митрополит новгородский Петерим, человек более миролюбивого нрава, просил царя освободить Морозову и Урусову. Алексей отказался и дал Петериму указание еще раз допросить двух сестер и Данилову и побороть их сопротивление. Петерим согласился на требование царя. Три женщины, как прежде, оставались тверды в своем отказе покориться Никоньянской церкви. Тогда их подвергли пыткам, кнутом и огнем. Даже полуживые после пыток они все же не сдавались. Тогда их отправили в Боровск и посадили там в монастырскую темницу. 19 апреля 1673 года умер патриарх Петерим. Его преемник Иоаким, который в ноябре 1671 года в качестве чудовского архимандрита арестовывал Морозову и Урусову, по рождению принадлежал к дворянству и начинал свою карьеру как офицер. Когда ему было 35 лет, умерла его жена, и он постригся в монахи. Он не имел ни богословского образования, ни истинно религиозного духа. Он скорее был церковным администратором, чем прилатом. Иоаким продолжил политику патриарха Никона по защите монастырских земель от посягательств государственной администрации. Что же касается староверов, то он считал их врагами как государства, так и церкви, и, являясь в прошлом военным человеком, больше верил в карательные меры, чем в богословские диспуты. По делу Морозовой и Урусовой Иоаким сначала ничего не предпринимал. По-видимому, царь Алексей колебался какое-то время, прежде чем позволить патриарху вернуться к делам непокорных сестер. Но в апреле 1675 года Иоаким отправил в Боровск Подьячево, чтобы установить для заключенных более строгий режим содержания. У них конфисковали книги и иконы, а также дополнительную одежду. Два месяца спустя в Боровске появился Дьяк Кузьмищев. Он перевел Марию из ее кельи в камеру к обычным преступникам. Феодору и Евдокию заключили в темную яму. Всем было запрещено под страхом смерти давать сестрам еду и питье. Несмотря на это, некоторые охраняющие их солдаты жалели женщин и время от времени передавали им воду, хлеб, яблоки и огурцы. Силы сестер быстро таяли. Первой умерла Евдокия 11 сентября. После смерти к Феодоре перевели Марию Данилову. Режим их содержания усилили. Морозова умерла 1 ноября, Данилова 1 декабря. 23 декабря правительственные войска в течение пяти лет, безуспешно осаждавшие оплот староверов у Соловецкого монастыря, предприняли новую попытку взять его штурмом, но снова потерпели неудачу. Вскоре, к счастью для правительства, один монах дезертировал и сообщил командиру стрельцов, что в одной из монастырских стен существует замаскированный проход. Ночью 22 января 1076 года во время сильной метели отряд стрельцов проник внутрь и открыл ворот. В крепость ворвались осаждавшие. Монахи были захвачены врасплох. Некоторые оказали отчаянное сопротивление и сложили головы в сражение. Других арестовали и либо казнили, либо сослали. Совсем немногие попросили прощения и покорились. Когда известие о падении Соловков дошло до Москвы, царя Алексея уже не было в живых. Он умер на рассвете 30 января. Царем стал его старший сын Федор, болезненный мальчик 14 лет. С ним к власти возвращался клан Милославских. Или так казалось. Артамон Матвеев попал в опалу. Его арестовали и лишили боярского чина. Земельные владения и почти все его имущество конфисковали. Ему оставили только тысячу рублей. Его вместе с сыном выслали в Пустозерск. Соловьев, том 13, страница 186-188. Таким образом, по иронии судьбы или по умыслу его врагов, Матвеев должен был разделить место ссылки с Аввакумом и его соратниками, которых Матвеев, находясь у власти, туда сослал. Стрельцы Матвеева обычно охраняли в Пустозерске заключенных староверов. Теперь у стрельцов был новый командир, и они должны были охранять также и своего бывшего командующего. Какое-то время староверы надеялись, что колесо истории поворачивается, и правительство станет относиться к ним более миролюбиво. Эти надежды не оправдались. Западные влияния при дворе не исчезли с Матвеевым. К этому времени они уже прочно укоренились в высших слоях московского общества. Царь Федор был воспитан в атмосфере полонофильства. Он бегло говорил по-польски. Его наставник Семен Полоцкий являлся автором яркого опровержения старообрядческих принципов. В политике два молодых советника царя Федора Языков и Лихачев скоро стали руководить московским правительством. Кроме того, патриарх Иоаким твердо держал бразды правления церковной администрации в собственных руках и не был склонен идти на какой-либо компромисс со староверами. Среди приверженцев истинной веры распространилось отчаяние. Они чувствовали, что вот-вот наступит царство антихриста. Тенденции, развивавшиеся среди староверов, беспокоили даже Аввакума. В конце декабря 1678 года Тобольский воеводы Петр Шереметев получил информацию, что толпы староверов и их сторонников собрались в скиту на берегу реки Березовка и находятся в состоянии религиозного экстаза. Доложили, что там произошло чудо, небеса раскрылись и появилась Дева Мария и Ангелы. 2 января 1679 года Шереметев послал отряд рейтеров, литовцев и татар разрушить скит и арестовать староверов. Однако сочувствующие по всей вероятности предупредили их об этом. Когда солдаты дошли до места, они нашли только дымящиеся руины. Староверы сожгли строение и себя. В огне погибло 1700 мужчин и женщин. Паскаль страница 528 В Москве старообрядческий священник Исидор не только потребовал, чтобы были расторгнуты браки, заключенные никонианскими священниками, но и запретил истинно верующим вообще вступать в брак даже по старому обряду. Более того, Исидор и его последователи Игнатий и Иона исключили из своих молитв имя царя Федора как еретика. Из своей тюрьмы Аввакум послал Исидору два письма, возражая против его отрицания брака. Борсков под колонки 939-946. По поводу молитвы за царя Аввакум писал Ионе «Если и когда вы молитесь за царя отступника, не называйте его по имени, но говорите просто «Боже, дай царю определенного имени победу над его супостатами, то есть владеющими царем демонами». Там же колонка 940-я. Мы можем заметить, что Аввакум не упоминает отца Федора, царя Алексея, так как своей поддержкой никоньянства он исключил себя из благочестивого рода. Но Аввакум еще верит в возможность возвращения Федора на путь Михаила и Филарета. Для этого казалось необходимым оказать на Федора некоторое давление. К 1681 году настоятель Досифей, тот, который посвятил в монахине боярню Морозову, пришел к заключению, что только петиций к царю будет недостаточно, и староверы должны поддержать мольбы силой, если понадобится. Он надеялся, что, по крайней мере, стрельцов можно убедить потребовать восстановления истинной веры, и что царь пойдет на это. Досифей обсудил свой план с Аввакумом. Тот одобрил «Действуй во имя любви к Богу, но двигайся с благоразумием». Неудавшийся московский заговор 1681 года показал, что капитоны и радикальные группы внутри движения староверов выступают больше за открытое восстание, чем за организованное давление на царя. Разоблачение заговора капитонов, а также постоянно поступающая информация о литературной и другой деятельности староверов насторожили правительство и церковные власти. Было решено усилить карательные меры против староверов. Психологически это был подходящий момент для облегчения положения выдающихся противников старобрядчества бывшего патриарха Никона, высланного при царе Алексея, и боярина Артамона Матвеева, сосланного Федором. Летом 1681 года царь Федор издал указ, позволяющий Никону возвратиться в его Воскресенский монастырь. К этому времени здоровье Никона сильно пошатнулось. Никон умер на лодке, везущей его обратно вниз по Волге у Ярославля 17 августа. Матвеева в 1680 году перевели из Пустозерхка на Мизень, где жизнь была легче. В декабре 1681 года царь Федор простил его, ему возвратили его прежние владения и пожаловали новое в Суздальском уезде. Он получил совет проследовать в Лух, городок между Суздалем и Нижним Новгородом. Активные действия против староверов одобрил церковный собор, созванный патриархом Иоакимом в феврале 1667 года. На основе решений Великого собора в 1667 году собор 1682 года дал наказ административным властям церкви и государства действовать сообща в подавлении любой раскольнической деятельности, искать главарей и брать их под стражу. На окончание работы собора правительство приказало пустозерских заключенных Аввакума, Епифания, Лазаря и Федора сжечь на костре. Приказ был исполнен 14 апреля. Главка 4. Болезненный царь Федор пережил Аввакума менее чем на две недели. Он умер 27 апреля 1082 года. Династический кризис и дворцовая интрига, последовавшая за его кончиной, дали староверам шанс совершить попытку реализации плана Досифея. Две партии соперничали за влияние при дворе. Милославские, клан первой жены Алексея, и Нарышкины, родственники второй его жены. Следующим по возрасту после Федора был его родной брат Иван, родился в 1666 году, как и Федор, слабый здоровьем и вялый по натуре. Сводному брату Федора Петру родился в 1672 году, сын второй жены Алексея, исполнилось тогда только 10 лет, но он был энергичен и смышлен. Бывшие сотрудники Федора Языков и Лихачев решили поддержать кандидатуру Петра. Патриарх Иоаким присоединился к ним и быстро созвал претендующее название Земского собора собрания церковных прилатов, государственных и придворных лиц и лишь отдельных представителей народа и объявил царем мальчика Петра. Артамона Матвеева немедленно призвали из Луха в Москву. О последующем смотрите Соловьев том 12 глава 3 Милославские не пожелали молча согласиться и тут же начали организовывать дворцовый переворот. Энергичная царевна Софья старшая сестра Ивана родилась в 1657 году приняла на себя руководство. Софье и ее приверженцам удалось использовать недовольство рядовых стрельцов большинством своих полковников и капитанов. Кроме обиды на полковников в душе некоторых стрельцов жило сочувствие к староверам и они были недовольны гонениями на них. Все это разожгло тлеющий пожар. Агенты Милославских распространили среди стрельцов слух, что Нарышкина планирует убить царевича Ивана, чтобы править самим от имени Петра. 12 мая в Москву из ссылки возвратился Матвеев. Можно было ожидать, что он возьмет бразды правления в свои твердые и опытные руки. Милославские вынуждены были действовать быстро. 15 мая стрельцы штурмом взяли дворец и потребовали выдачи Матвеева, братьев Нарышкиных и других бояр-изменников. Два дня стрельцы охотились за мнимыми изменниками и убивали их без всякой причины. Среди сложивших голову были Матвеев и выдающийся военачальник князь Григорий Ромодановский. Стрельцы затем потребовали от своего имени и от лица солдат, гостей, купеческих сотен, посадских и ямщиков грамоту, подтверждающую их права и ограждающую их от притеснений бояр. Для себя стрельцы затребовали привилегированного статуса караульных отрядов, статуса дворцовой пехоты. Эту часть прошения немедленно удовлетворили. Командующим назначили популярного среди стрельцов князя Ивана Алексеевича Хованского. 23 мая Хованский доложил Софье, что стрельцы настаивают на объявлении Ивана царем, чтобы он и Петр могли править вместе. Поспешно созванное совещание церковных и придворных официальных лиц одобрило идею. Через три дня Совет Духовенства и Боярская Дума решили, что Иван займет положение первого царя, а Петр второго. Софья стала регентом. Достигнув при помощи стрельцов своей цели, Софья и ее фаворит и главный советник князь Василий Васильевич Голицын должны были придумать, как поставить стрельцов под контроль. На деле брожение стрельцов продолжалось, и в движении появился новый фактор староверы. Хованский сочувствовал старой вере. Один из его близких помощников, стрелец Алексей Юдин, заместитель командира Воробинского полка, являлся ревностным старовером. Ситуация оказалась созрела для попытки реализовать план Досифея. Можно было рассчитывать, что стрельцы поддержат петицию царям о восстановлении истинной веры. План Досифея также рекомендовал публичные дебаты между староверами и никонианскими богословами. Подготовку аргументов для дискуссии взяли на себя наставники староверов, ученик Аввакума, монах Сергий и священник Никита Добрынин, автор «Изложение старобрядческих принципов», написанного для церковного собора 1666 года. Собор не только проигнорировал эту петицию, но и приказал лишить Никиту сана и посадить в тюрьму. В тяжких условиях одиночного заключения Никита покаялся, но позже отказался от своего покаяния. После непродолжительных лет бездеятельности он снова был готов к борьбе. Сергий привез экземпляр пространной петиции в Москву соловецких монахов, написанной в 1667 году. Он и Никита Добрынин использовали ее в качестве основы при составлении более короткого прошения, краткого изложения доводов в защиту истинного православия. Это резюме обсуждали на нескольких тайных собраниях делегатов от старобрядческих фракций, стрельцов, монахов и нескольких мирян, среди которых самым выдающимся был Савва Романов. Текст петиции окончательно завершили к середине июня. Он был написан таким образом, чтобы привлечь к себе большую часть народа. Прошения должны были подать царям от имени Стрельцов и Посадских. 23 июня Никита, Сергий и толпа их сторонников пошли в Кремль и передали экземпляр прошения князю Хованскому, который принял его и пообещал, что дискуссия состоится в течение двух недель. И действительно, торжественное собрание по этому поводу объявили на 5 июля. Соловьёв, том 13, странице 284-290. Староверы ждали открытой дискуссии, однако патриарх Иоаким не желал допускать этого. Ещё более пагубным для дела староверов являлось противодействие царевны Софии. От своих агентов она знала, что не все стрельцы на стороне староверов, и кроме того, она боялась, как бы они снова не вышли из-под контроля. 5 июля примерно в 10 часов утра процессия староверов с зажженными свечами, иконами Богоматери и Страшного Суда, Евангелием и религиозными книгами вошла в Кремль. За ней следовала огромная толпа. Все ожидали, что патриарх и другие никонианские власти выйдут, и дискуссия состоится при всём народе. Софья, однако, твёрдо решила предотвратить возможность мятежа. Староверов пригласили в грановитую палату. Там их ждали царевна Софья, царица Наталья Нарышкина, патриарх, митрополиты и много другой церковной и светской знать. После обмена злобными репликами и обвинениями между никонианцами и староверами, Никита Добрынин начал зачитывать прошения. Чтение несколько раз прерывала или сама Софья, или кто-то из официального духовенства. Софья возражала, что если Никон еретик, как утверждалось в петиции, то и ее отец тоже еретик. Присутствующие стрельцы заявили, что они пришли к царям, а не к царевне. Тебе, царевна, настало время принять постриг. В ответ Софья пригрозила увезти царей из Москвы и собрать против мятежников войска. Так как приближалось время вечерни, заседание отложили, а новое назначили через неделю. Покинув грановитую палату, отцы староверов с чувством победителей отправились на Красную площадь и еще раз прочли свою петицию народу. Софья и Иоаким приняли решение не допускать продолжения дебатов. Агенты Софьи сыграли на религиозных разногласиях стрельцов, поскольку лишь некоторые из них были готовы сражаться за Старую Веру. Опираясь на поддержку большой группы стрельцов, Софья приказала арестовать предводителей старобрядческого движения. Сергия сослали в Ярославль, других в район Терека. Никите Добрынину ранним утром 11 июля отрубили голову, а его тело бросили собакам. 12 июля группа разъяренных стрельцов потребовала, чтобы цари выдали бояр, которые якобы намереваются уничтожить всех стрельцов. В прошении было отказано. Волнения в стрелецких полках продолжались. Софья и ее соратники заподозрили Хованского в подготовке дворцового переворот. В августе два стрельца донесли на него, докладывая, что он планирует убить царевну Софью и царицу Наталью, созвать земский собор для избрания себя царем, сместить патриарха Иоакима и выбрать нового патриарха, который признает старые книги. Соловьев, том 13, страницы 290-291. 20 августа в качестве меры предосторожности Софья и цари уехали из Москвы в Коломенское. В течение следующих двух недель поезд Софьи переезжал из одной деревни в другую, пока 13 сентября не остановился в селе Воздвиженское. Затем Софья призвала из Москвы всех бояр, придворных и дворян, обезопасив таким образом свое положение, она была готова встретиться с Хованским. Как высокое официальное лицо царской администрации, Хованский тоже должен был явиться в Воздвиженское. Он имел сомнения по поводу намерений Софьи и держал охрану из 50 пеших стрельцов. Он и его сын Андрей выехали из Москвы в Воздвиженское со своей охраной. Получив информацию о его приближении 17 сентября в день ее именин, Софья отправила сильный отряд дворянской кавалерии под командованием князя Лыкова с приказом взять под стражу на пути из Москвы Хованского и его сына и его помощника стрельца Алексея Юдина. Лыков лыковские кавалеристы быстро справились с охраной Хованского, обоих Хованских и Юдина тут же казнили. Когда стрельцы в Москве узнали о судьбе своих предводителей, они объявили чрезвычайное положение и приготовились к осаде. Софья и цари отправились в Троицкий монастырь. Из этой цитадели Софья и Голицын начали собирать армию, достаточную для кампании против Москвы. Стрельцы, не найдя поддержки в народе в целом, потеряли мужество, попросили прощения и согласились принять новые правила, устанавливающие более строгую дисциплину. Покорение стрельцов правительством Софьи означало окончательный провал плана до Сефея. В 1684 году правительство Софьи на основе решений Церковного Собора от февраля 1682 года выпустило новые драконовские правила против староверов. Полное собрание закона в том второй странице 647-650. Всех непосещающих церковь допрашивать, а подозреваемых в ересе пытать, признавшихся в ересе и отказавшихся покаяться сжигать на костре. Населению районов, где живут староверы, запретить давать им приют под угрозой сурового наказания. Объявленное вне закона движение староверов ушло в подполье. Истинно верующие были прятаться или искать убежище в отдаленных территориях на крайнем севере России, в лесах Поволжья, на Дону. Многие бежали через польскую границу. Среди гонимых членов истинной веры распространились апокалиптические настроения. Казалось, наступает приход Антихриста и конец света. В религиозном экстазе многие староверы искали выхода из своего положения в принесении себя в жертву, как они поступали и раньше. Некоторые их наставники боялись, что верующим, когда власти начнут их пытать, не хватит духовной силы выдержать пытки, и в агонии они отрекутся и этим погубят свои души. Поэтому они рекомендовали своим последователям не ждать прихода карательной экспедиции, а совершать самосожжение. И в огне вы спасаетесь, огонь очистит все ваши грехи. Милюков очерки, том 2, часть 1, страница 75-я. Сравните Вернацкий, Усть-Цилемские рукописные сборники, страница 205-я. Подсчитано, что за период с 1684 по 91 годы в огне погибло не менее 12 тысяч мужчин и женщин, другие источники дают 20 тысяч. Этот психоз беспокоил лидеров старобрядческого движения и вызывал возмущение большинства его членов. Настоятель Досифей проклял самосожжение и отказался молиться за их жертвы. В 1691 году ученик Досифея Ефросин написал решительное отразительное описание о новоизобретенном пути самоубийственных смертей. Ефросин отразительное описание о новоизобретенном пути самоубийственных смертей под редакцией Хрисанфа Лопарева 1895 года издание После этого эпидемия жертвоприношений пошла на убыль, хотя отдельные случаи имели место и позже. При Петре Великом законы Софьи о староверах были отменены, однако их обложили двойным подушным налогом. Согласившимся зарегистрироваться и платить подобный налог не досаждали. Пользуясь ситуацией два замечательных религиозных лидера Андрей Денисов 1674 1774 1735 годы и его брат Семен сумели создать процветающий центр старообрядческой духовной культуры в ските на реке Вык в Олонецком уезде в Северной России. Братья Денисовы принадлежали к обедневшей ветви семьи князей мышецких Они таким образом сохранили и распространили традиции Аввакума. К этому времени староверы почитали Аввакума как отца основателя своего движения и святого. Седьмое. Внутреннее развитие Руси 1667-1682 годы. Главка первая. Главной политической тенденцией развития русского государства во второй половине 17 века было сохраняющееся господство идеи абсолютизма, а с ней связан рост бюрократической системы управления. Этот путь приведет к превращению Руси в регулярное государство западного типа во время царствования Петра Великого. Однако прежде чем этот результат мог быть достигнут, строители абсолютизма в России, государственные деятели, военачальники и идеологи должны были преодолеть немало препятствий. Среди сил, которые могли и иногда делали это оказать сопротивление всемогуществу государства, были церковь, аристократия и земский собор. Церковь, однако, была ослана расколом староверов. Эта группа не выступала против высшей власти царя, пока он защищал православие. Но когда царь одобрил никонианские реформы церковных книг и обрядов, он, с точки зрения Аввакума и его последователей, предал истинную веру. Преследование староверов, объединенными усилиями правительства и господствующей церкви, только укрепили дух старобрядцев, и они перешли к открытому неповиновению. Когда правительственные силы подавили их сопротивление, многие из них в отчаянии предпочитали спасать свои души, принося в жертву собственные тела. В господствующей церкви сохранилось никонианство, хотя самого Никона в 1666 году низложили и сослали. Царь Алексей был вынужден сделать церкви некоторые уступки, в которых Никону он отказывал. Третий патриарх после Никона Иоаким оказался человеком энергичным и волевым. В последние два года царствования царя Алексея и во время правления царя Федора он играл важную роль не только в церковной администрации, но и в государственных делах. Именно в патриаршество Иоакима были предприняты окончательные меры по упразднению монастырского приказа 1667 год. Восстановив таким образом исключение духовенства из юрисдикции светских судов, Иоаким объединился с правительством в его репрессивной политике по отношению к староверам и поддержал царское самодержавие против аристократических проектов высшей группы боярства. Иоаким ничего не имел против института земского собора в принципе. После кончины царя Федора он даже поспешно созвал специальную ассамблею избравшую царем мальчика Петра. Это, разумеется, был чисто марионеточный собор. Когда в 1674 году Иоаким взошел на патриарший престол, институт земского собора уже не функционировал. В 1653 году земский собор одобрил решение распространить царский протекторат на Украину. После этого он уже не использовался. Существовало несколько причин, почему царь прекратил созывать земский собор. Во-первых, после объединения с Украиной и неудавшегося объединения с Белоруссией, Алексей стал именоваться царем всея Великой, Малой и Белой Руси. Украинцы и белорусы присягали на верность царю, а не земскому собору, то есть России, а не Московии. В отношениях с Украиной, Белоруссией, а в связи с ними и с Польшей, царь не желал быть ограниченным земским собором. Другой важной причиной прекращения деятельности этого совета было растущее отчуждение между сословиями, чинами в Москве, особенно между дворянством и посадскими двумя группами, сотрудничавшими при подготовке свода законов 1649 года. Большинство бояр в свою очередь возражали против притязаний дворян на равный с боярами социальный статус. Нарождающаяся русская буржуазия гости, купцы и промышленники тоже требовали большего внимания к своим интересам, чем бояре были склонны уделить им. Они стремились к финансовому господству над розничными торговцами и посадскими. В результате подобных трений царь стал предпочитать созывать специальные совещания представителей каждой социальной группы по отдельности, когда возникало необходимо обсудить их требования. До конца правления царя Федора состоялись два таких важных совещания. Одно для обсуждения необходимых финансовых реформ, а второе по упразднению местничества генеалогического старшинства на гражданской и военной службе 1681-82 годы. Боярская дума составляла органическую часть русского правительства, работавшую в тесном сотрудничестве с царем, как это было во второй половине 16-го века. Ключевая позиция в думе в 17-м веке принадлежала первосоветнику. Первосоветниками в первой половине 17-го столетия были боярин Иван Никитич Романов и после его смерти князь Иван Борис Черкасский умер в 1642-м году. Последний из известных первосоветников князь Никит Иван Чадоевский, получивший этот высокий пост к концу царствования Алексея и сохранявший его до своей кончины в 1681-м году. Максимович первосоветник страницы 151-152 Почти все первосоветники принадлежали к самым именитым княжеским родам и таким образом представляли в правительстве аристократический элемент. Некоторые из них, как князь Черкасский, стояли во главе Центральной Администрации Царства. Положение Черкасского со всеми необходимыми оговорками можно сравнить с положением премьер-министра. Подобное положение занимал Борис Иванович Морозов в начале царствования царя Алексея, однако нет свидетельств, что он имел титул первосоветника. После своей второй женитьбы царь Алексей пожаловал боярский титул человеку, не принадлежавшему к кругу древних боярских родов Артамону Сергеевичу Матвееву и поставил его во главе администрации можно сказать, назначил премьер-министром. Это вызвало недовольство многих князей и бояр. Им пришлось ждать смерти Алексея, чтобы получить возможность избавиться от этого одаренного государственного деятеля. Царь имел прерогативу жаловать боярство, однако при назначении на военные и административные должности его выбор ограничивали родовые притязания местничества кандидатов. Самое большее, что мог сделать царь, это освободить от соображения родовой знатности назначение командиров для определенных компаний, объявив их без мест, то есть освобожденными от традиционных правил, но даже это не всегда удавалось. И все-таки ущерб наносимый местничеством нормальной работе органов управления, особенно в армии, был очевиден. Первоначально местничество распространялось только на княжеские и именитые боярские роды. Храня традиции местничества, московская аристократия пыталась защитить себя от произвола великого князя. Позже царя сверху, а также от претензий низшего дворянства снизу социальной лестницы. Ключевские сочинения том 1 страницы 154-155 В течение 17 века местничество утеряло свой чисто аристократический характер. Понятия местничества распространились среди дворянских офицеров и даже среди дьяков. В результате природа института изменилась. В своей новой форме местническая система больше не могла удовлетворять нужды ведущих боярских и княжеских родов. В то же время местнические притязания и тяжбы продолжали сеять раздоры между самими боярами и подрывать престиж аристократии в целом. В связи с этим возник новый план. План обеспечения политического преимущества древних боярских и княжеских родов как высшего русского государства. В этих условиях бояре не выступали против идеи упразднения местнической системы. Инициатива подобного шага исходила от армейских офицеров, которые лучше, чем любая другая социальная группа, осознавали ущерб наносимый местничеством. К концу 1681 года под председательством князя Василия Васильевича Голицына был созван Совет армейских офицеров, чтобы обсудить основные реформы для модернизации русских вооруженных сил. О необходимости реформ говорил анализ недавних войн. В этих войнах противники показали новые тактические приемы, которые царские армии должны принять во внимание. было предложено заменить традиционное дворянское ополчение регулярной армией, состоящей из полков, подготовленных по современным западным образцам, и в связи с этим упразднить местничество. Голицын доложил об этом решение царю Федору, патриарх Иоаким его поддержал. 12 января 1682 года царь Федор повелел случаи местничества полностью искоренить, а для их полного искоренения и вечного забвения мы желаем, чтобы все прошения касательно прежних случаев и разрядные книги, которые рассматривались при назначениях в армии и в органах управления, придать огню. Документы об упразднении местничества смотрите Полное собрание закона в том 2 номер 905 страницы 374 376 Об упразднении местничества смотрите Соловьё в том 13 страницы 248 250 Сигурд Оттович Шмидт Местничество и абсолютизм Абсолютизм в России страницы 198 199 Это Аутодефе произвели немедленно Чтобы удовлетворить желание аристократии правительство царя Фёдора приказало составить книгу княжеских и боярских родословных В неё также вошёл высший слой дворянства однако в целом книга подчёркивала значение аристократии Она стала известна как Бархатная книга Рудаков Родословие и Родословные книги Энциклопедический словарь Полутом 52 страница 919 Бархатную книгу опубликовал Новиков в Москве в 1787 году в двух томах Борцы за аристократические принципы желали не только престижа но и власть Они задумали план по которому царю конституционно должны были помогать старшие бояре древних родов Царь остаётся верховным правителем страны однако царская держава делится на несколько государств каждая из которых возглавляет один из старших бояр царский наместник Эти наместники поселяются навечно в Новгороде Великом Казани Сибири и некоторых других регионах Проект по сути превращал Россию в аристократическую федерацию при верховном правлении царя Фёдор был готов принять план но сначала отправил его на одобрение к патриарху Иоакиму патриарх наложил на этот проект вето он считал что притворение этого плана в жизнь приведет к распаду царства на отдельные княжества что означало бы возвращение к системе уделов с её междоусобными распрями и погубит Россию как комментирует Острогорский еще раз незадолго до упразднения московского патриархата Петром Великим лидер русской церкви действенно продемонстрировал своё национальное сознание текст проекта разделения России на государство каждая в юрисдикции на месте до сих пор не найден мы знаем о нём из краткого изложения сделанного в канцелярии патриарха смотрите Замысловский царствование Фёдора Алексеевича том 1 приложение страница 34 35 о патриархе Иоакиме смотрите Савёлов Савелков Всероссийский патриарх Иоаким Навик 1940 год номер 3 27 страница 14 18 хотя аристократический план был отвергнут в правительственных кругах чувствовали что необходимо что-то сделать для обеспечения высшим боярам определенного места на государственной службе С этой целью был разработан другой проект табель о рангах высших постов в органах управления и армии Он был предшественником гораздо более сложного табеля Петра Великого Замечательной чертой этого проекта было разделение гражданской и военной службы Этот проект опубликовал князь Оболенский В Калачев Архив Том 1 Часть 2 Глава 1 Страница 23 35 Краткое изложение Соловьев Том 13 Страница 252 Смотрите также Милюков в очерке Том 3 Страница 228 Первый ранг принадлежал верховному судье Второй воеводе при царском дворе с функциями своего рода министра обороны Боярин третьего ранга с титулом наместник Владимира должен был председательствовать на заседаниях Боярской думы Среди служащих более низких рангов были командующие пехоты и кавалерией начальники военных округов разрядов высшие придворные чиновники уездные управляющие и так далее Стоит заметить что гетман Украины обоих берегов Днепра тоже вошел в табель о рангах ему присвоили довольно низкий двадцать пятый ранг получившего упомянули по имени единственный подобный случай в этом проекте Иван Самойлович верный подданный нашего царского величества он живет вместе с запорожской армией в малорусском городе Батурини и они должны быть всегда готовы послужить где мы великий государь наше царское величество им прикажем Об автономном статусе гетмана и запорожской армии не упоминалось Это свидетельствует что правительство царя Федора точнее один из самых влиятельных в нем людей на тот момент князь Василий Голицын желал сократить или даже ликвидировать автономию Украины Во внешней политике Голицын выступал за соглашение с Польшей по которому правый берег Украины кроме Киева в 1686 году отойдет полякам Кроме того Голицын не любил Самойловича с которым и с князем Григорием Ромодановским он не ладил во время второй Чигиринской Компании 1678 года Характерной чертой проекта являлось то, что в нескольких случаях русские названия чинов сопровождались греческими византийскими Это говорит о том, что в подготовке проекта принимал участие человек или люди знакомые с греческим языком Много таких состояло в окружении патриарха Иоакима что делает вероятным его доброжелательные отношения к этому плану Проект был как раз готов для окончательного одобрения царем Федором когда тот умер после чего проект оставили Для модернизации московского государства было важно навести порядок в хаотичной системе департаментов центральной администрации системе приказов Царь Алексей увеличил неразбериху создав приказ тайных дел первоначально как свою канцелярию но впоследствии передав ему управление своими личными поместьями В первоначальной форме целью этого приказа было подчеркнуть усиление царского контроля над деятельностью правительства Смешение государственных и личных дел царя происшедшее в результате придание приказу новых функций привело к возвращению на удельный путь и затушевыванию идеи абсолютизма после смерти Алексея этот приказ гибрид был упразднен правительство царя Федора старалось реорганизовать структуру центральной администрации объединяя небольшие приказы со сходными функциями в более крупные и комплексные еще до царствования Федора управление делами водчины поместья бояр и дворян а также проведение переписей было сконцентрировано в поместном приказе при Федоре в 1678 году пушкарский артиллерийский приказ слили с рейтерским кавалерийским приказом за 1679 и 80 годы объединили несколько финансовых приказов эта реформа была завершена в 1684 году у стюгов эволюция приказного строя русского государства в 17 веке абсолютизм в России страницы 159 161 во второй половине 17 века государство уделяло значительное внимание организации регулярной почтовой связи между Москвой и зарубежными странами Козловский первые почты и первые почмейстеры в московском государстве в двух томах том 1 страница 154 160 русское правительство нуждалось в ней для поддержания дипломатических и торговых отношений как с западом так и с востоком западное правительство и купцы в свою очередь тоже были заинтересованы в подобной службе в 1665 году царь Алексей дал распоряжение приказу тайных дел заключить контракт с голландским купцом Иоганном Ван Сведеном на организацию почтовой службы за жалование 1200 рублей в год плюс 1000 рублей на расходы Ван Сведен взялся доставлять почту в Москву из Западной Европы каждые две недели и из Турции Ирана и Индии периодически с неопределенными интервалами в 1667 году Ван Сведену поручили строительство в Дидинове на реке Аке первого из нескольких запланированных морских судов для каботажа по Каспийскому морю флотилия предполагалось будет поддерживать торговые отношения с Персией и Средним Востоком а также будет полезной для почтового сообщения между Московией и Ираном племянника Ван Свейдена Давида Бутлера назначили капитаном первого и единственного построенного судна Орел Соловьев том 12 страница 566 569 Козловский первые почты страница 68 именно в Дединове в 1688 году Карстен Брандт один из мастеров приглашенных на строительство Орла починил для молодого царя Петра будущего императора Петра Великого старое английское парусное судно первое из всех какие Петр когда-либо видел и на которых ходил Соловьев том 14 страница 448 Богословский Петр Первый том 1 страницы 64 66 Во время Разинского восстания этот корабль был сожжен казаками После смерти Иван Сведана его вдова и племянник были готовы взять на себя его контракт однако вскоре по настоянию Ордена Нащекина почтовую службу поручили заботам датчанина Леонардо Марселиса сына Петра Марселиса купца и промышленника служившего русскому правительству в качестве дипломата с 1640 годов Орден Нащекин снова консультировался с Петром Марселисом при подготовке новоторгового устава Леонард Марселис заключил с рижским почмейстером соглашение о почтовых маршрутах из Риги в Новгород и Москву через Псков По соглашению с почмейстером Вильна в 1669 году организовали почтовый путь Берлин Вильна Смоленск Москва В 1670 году Леонард Марселис умер его отец скончался двумя годами позже русскую линию этого рода тогда представил сын Леонарда Петр который умер в 1675 году В тот же год по рекомендации боярина Артамон Сергеевич Матвеева преемника ордена Нащекина на посту главы посольского приказа царь Алексей доверил управление почтовой службы обрусевшему голландцу Андрею Андреевичу Виниусу сыну Андрея Денисовича Виниуса в 1632 году получившего царский патент на строительство железоделательного и оружейного завода под Тулой Испытывая недостаток средств Андрей Денисович был вынужден принять в качестве партнеров Петра Марселиса и его родственника Акима В 1640 годах эти двое удалили Виниуса из дела и стали владельцами Назначение Виниуса таким образом было своего рода новым поворотом в усобице между семьями Виниуса и Марселиса Андрей Андреевич Виниус оказался прекрасным патчмейстером Он продолжал возглавлять почтовую службу 26 лет Кроме того в 1677 году его назначили дьяком секретарем аптекарского приказа а в 1689 году дьяком посольского приказа Модернизация русской армии в 17 веке наложила на страну новое финансовое бремя В 1620 годах ежегодные расходы России на вооруженные силы составляли около 275 тысяч рублей К 1680 году они достигли примерно 700 тысяч рублей Милюков государственное хозяйство страницы 36 и 39 40 в 1680 году готовые к действиям вооруженные силы Московии состояли из первое дворян около 16 тысяч второе московских стрельцов 20 тысяч третье регулярные кавалерии рейтеры 30 тысяч и четвертое регулярные пехоты солдаты больше 60 тысяч очерки том 4 страница 448 во второй половине 17 века московские вооруженные силы стояли несколькими группами по южной и западной границам царства на этом основании было создано несколько военных округов под названием разряды в 1654 году после захвата Смоленска организовали Смоленский разряд а в 1656 году в начале войны со Швецией Новгородский разряд о военных округах разрядах второй половины 17 века смотрите Милюков очерки том 1 страницы 152 153 и 198 199 очерки том 4 страницы 392 394 и 449 450 в 1663 году создали белгородский разряд как оплот против крымских татар а два года спустя севский разряд для защиты от потенциальных нападений поляков и антимосковских отрядов украинских казаков система военных округов постепенно распространилась на большую часть России после подавления восстания появился казанский разряд в Сибири Тобольске и Томске разряды существовали с 1602 и 1627 годов соответственно в 1676 году Енисейск стал центром отдельного разряда организация системы военных округов была завершена в 1680 году когда в центральной части Московии создали четыре разряда Московский Владимирский Тамбовский и Рязанский Там обучали рекрутов собирали вооружения и припасы для внешних разрядов Чтобы упростить финансирование разрядов и сделать их экономически независимыми средства от налогов собираемых в городах принадлежащих внешним разрядам не отправлялись в центральный финансовый приказ в Москве а оставались в распоряжении властей каждого округа и использовались на местах в конце концов разряды послужили моделью для губерний введенных царем Петром главка вторая к середине 17 века в государственных доходах России значительную роль стали играть косвенные налоги хотя их общий объем все еще был меньше чем прямых традиционным прямым налогом в Москве являлся налог на землю единицей которого была саха смотрите главу первую два основных источника косвенных налогов составляли таможенные пошлины и откуп продаж спиртного продолжительные войны с Польшей 1654 1667 годы и Швеции 1656 59 годы формально окончилось в 1661 году по кардистскому договору пошатнули русские финансы появилось настоятельное потребность в реформах финансового управления и тут появился Ордин Нащекин который и взял на себя инициативу их проведения подход Ордина Нащекина к проблеме не был исключительно техническим он осознавал необходимость увеличения русского национального производства и дохода в интересах народа увеличение всенародных пожитков он считал купеческое сословие основным двигателем экономического прогресса а косвенные налоги главной опорой государственного бюджета русские купцы страдали от конкуренции иностранных торговцев особенно с запада которым московское правительство еще во второй половине 16 века пожаловало значительные привилегии поэтому на всем протяжении 17 столетия русские купцы продолжали просить царя упразднить эти привилегии внутри страны русские купцы имели основание жаловаться на притеснение со стороны представителей администрации кроме того и в самом купеческом классе не было единства розничные торговцы принадлежащие к тягловым городским общинам посадом возражали против преимуществ состоятельных оптовых купцов гостей начиная свои реформы ордин нащекин вынужден был принимать во внимание все эти противоречия в то же время он не хотел исключать иностранных купцов из русской торговли поскольку это во многих отношениях было выгодно правительству а также способствовало развитию промышленности ордин нащекин начал экспериментировать с намечаемыми реформами еще до окончания войны с Польшей в 1665 году между двумя раундами незавершенных переговоров с поляками его назначили воеводой вопсков и он немедленно начал реорганизацию муниципальной администрации торговых правил и системы пошлин пытаясь положить конец притеснениям со стороны воеводы дьяков своей администрации и богатейших купцов ордин нащекин создал муниципальный совет чтобы представлять псковскую городскую общину посадским приказали избрать 15 представителей на трехлетний срок каждый год пять человек из них по очереди должны были находиться на службе каждые три года надлежало проводить новые выборы в обязанности муниципального совета входило рассмотрение тяжб между посадскими и уголовных дел кроме убийств и государственной измены которые оставались в ведении суда воеводы чтобы привлечь вопсков иностранных купцов ордин нащекин установил две ежегодные ярмарки с 6 января и с 9 мая продолжительностью в две недели каждая во время ярмарок пошлины не собирались иностранные купцы однако должны были оплачивать одну треть стоимости покупаемых ими товаров не товарами а серебряными гульденами иохимсталерами по-русски ефимками русским купцам затем полагалось в таможне обменивать ефимки на московскую валюту эта практика составляла один из главных путей по которому московское правительство получало серебро ефимки переплавляли в московские серебряные монеты при значительной выгоде для государственной казны чтобы предотвратить конкуренцию между русскими купцами и укрепить их позицию в сделках с иностранцами орден нащекин рекомендовал каждому оптовому торговцу принимать в дело группу розничных купцов подобная форма кооперации существовала в московии и раньше в рамках семейных объединений торговых домов попытка ордена нащекина ввести в обскове муниципальное самоуправление встретило противодействие как со стороны представителей администрации так и со стороны самых богатых купцов в москву пошли жалобы боярская дума отменила нововведение царь заменил ордена нащекина на посту воеводы пскова его врагом князем иваном андреевичем хованским однако эксперимент ордена нащекина с торговыми и таможенными правилами не был забыт два года спустя ему предоставили возможность применить свои идеи более масштабно при подготовке государственного закона по торговле и пошлином обязательного для всей Московии при подготовке нового торгового устава его составители уделили серьезное внимание челобитный русских купцов царю Михаилу от 1946 года а также таможенному уставу от 1653 года кроме того орден нащекин консультировался с Петром Марселисом как с экспертом по внешней торговле новоторговый устав введенный в действие 22 апреля 1667 года стал важной вехой в экономической истории России текст новоторгового устава опубликован в полном собрании законов том 1 номер 408 издание содержит несколько дополнительных статей одобренных 7 мая 1667 года выдержки из русского текста в хрестоматии по истории СССР том 1 4 издание Москва 1951 год страницы 462 463 в 1941 году или несколько ранее Андрееву удалось найти подлинную рукопись новоторгового устава об источниках и подготовке устава смотрите Базилевич новоторговый устав 1667 года страницы 589 622 Андреев новоторговый устав 1667 год исторические записки том 13 1942 год страницы 303 307 307 сравните также Лешенко история народного хозяйства СССР том 1 1947 год страницы 311 312 о роли Марселиса в подготовке новоторгового устава смотрите Базилевич новоторговый устав 1667 года его составили в московском посольском приказе под руководством ордена Нащекина который лично написал вступительную статью лейтмотивом устава является то что торговлю следует считать делом государственной важности правительство должно поощрять купцов и предоставлять им свободу в ведении дела во внешней торговле правительство с помощью устава стремилось достичь активного торгового баланса это соответствовало понятиям и практике существовавшим в то время на западе принцип меркантилизма поэтому главными целями новоторгового устава были увеличение импорта из-за границы золота и серебра стимулирование товарооборота для сбора больших таможенных пошлин и помощь русским купцам в конкуренции с иностранцами обычная таможенная пошлина по уставу от 1653 года составляла 5% однако западные купцы должны были выплачивать ее золотыми дукатами или серебряными йохиемсталерами ефимками по установленному курсу составлявшему лишь половину от реального экспорт золота и ефимок запрещался иностранные купцы имели право продавать товары русским оптовикам но не розничным купцам западным купцам дозволялось торговать в Архангельске и в городах расположенных по западной границе Московии если они хотели доставить свои товары в Москву и продать их там им приходилось платить двойную пошлину если какой-либо иностранный купец продавал товары розничному торговцу и товары и полученные им деньги подлежали конфискации центрально-азиатская торговля шла через астраханскую таможню а также тарскую и тобольскую в Сибири процесс модернизации русских финансов во второй половине 17 века коснулся как органов центральной финансовой администрации так и системы налогов прямых и косвенных и их сбора к концу управления царя Федора приказ большой казны стал самым важным финансовым учреждением занимающимся сбором косвенных налогов акцизов а стрелецкий приказ управлением прямыми налогами подоходными успешной реформой в деле косвенного налогообложения явилось установление единой 5-процентной пошлины введенной таможенным уставом от 1653 года и подтвержденным новоторговым уставом 1967 года Снова и снова кроме сбора пошлин правительство продолжало облагать купцов чрезвычайными дополнительными налогами 5-й день гой 20-процентный подоходный налог 10-й день гой 10-процентный подоходный налог Эта практика началась в 1614 году в период восстановления после опустошений смутного времени Хронологический список наложения дополнительных налогов за период 1654 и 1680 годы смотрите Милюков Государственное хозяйство страница 61 В 1652 году в ответ на настойчивое требование патриарха Никона принять меры к ограничению пьянства царь Алексей издал указ об упразднении откупа алкогольных продаж и замене его государственной монополией Сокращенный вариант в полном собрании законов том 1 номер 72 Сравните Милюков Государственное хозяйство страница 61 Заинтересованность продавцов спиртного в увеличении продаж исчезла продавать алкоголь на разлив запрещалось а лавки должны были быть закрыты по воскресеньям и во время постов это привело к значительным потерям для казны 11 лет спустя во время финансового кризиса к которому привела война с Польшей и провал эксперимента с медными деньгами Боярская дума отменила указ от 1652 года и восстановила систему алкогольных продаж Милюков там же Относительно взимания прямых налогов правительство царя Федора в 1679 году провело важную реформу взамен старой посошной системы единицей налогообложения было решено сделать двор В 1677 и 1778 годах произвели перепись всех тягловых дворов Как и раньше дворовые рабы холопы бояры дворян освобождались от налога Однако рабов поселенных их хозяевами на землю задворных или деловых людей включили тогда в тягловое население Для сбора прямых налогов подсчитали количество дворов в каждой городской общине посаде и каждом сельском районе уезде и высчитали общую сумму ожидаемых от налогов поступлений представители жителей затем разделили эту сумму в соответствии с платежеспособностью каждого члена общины Устюгов к вопросу о раскладе ценностей по дворовому числу в конце 17 века Грекову ко дню 70-летия сборник статей Москва 1952 год страницы 221-231 смотрите особо страницы 221-222 в указе от 5 сентября 1679 года говорилось что это сделано для того чтобы богатые в пропорции не платили меньше чем бедные а бедные не были пропорционально отягощены больше богатых там же страницы 221 со сноской на соответствующие архивные документы значительная часть прямых налоговых поступлений объединялась в один налог под названием стрелецкие деньги поскольку в большинстве своем они осигновались на содержание отрядов стрельцов в зависимости от платежеспособности налогоплательщиков и уровня благосостояния города или уезда в котором был расположен двор он платил от 80 копеек до 2 рублей ежегодно в качестве своей доли в этом налоге кроме налогообложения другим источником государственного дохода являлись прибыли от торговли и промыслов находящихся во владении и управлении правительства самым доходным промыслом были зырянские солеварни в соликамском уезде годовое производство которых доходило до миллиона пудов соли с воловым доходом от продаж в 70 тысяч рублей производство паташа в нижегородской губернии приносило не менее 10 тысяч рублей в год о государственных рыболовецких артелях на нижней волге мы имеем лишь неполную информацию согласно Килбургеру доход от продажи икры составлял примерно 40 тысяч талеров около 20 тысяч рублей Килбургер краткое известие о русской торговле Киев 1915 год страница 94 цитируется в очерках в томе 4 на странице 436 общая сумма доходов этой категории неизвестна фискальные заведения и торговлю контролировал приказ большой казны Давайте кратко рассмотрим государственный бюджет России на 1680 год записи о предыдущих государственных бюджетах до сих пор не обнаружено текст государственного бюджета на 1680 год смотрите в книге Милюкова государственное хозяйство приложение 1 страница 551 568 сумма доходов и расходов давались отдельно по каждому приказу общих подсчетов не производилось чтобы дать более ясную картину баланса необходимо произвести вычисление эту работу проделал Милюков полученные Милюковым числа проверили Струмилин и Троицкий Струмилин к вопросу об экономике Петровской эпохи Полтава сборник статей 1959 год страницы 179 189 Троицкий финансовая политика русского абсолютизма во второй половине 17 и 18 веках абсолютизм в России страницы 292 и 294 сравните очерки том 4 страница 438 годовой доход от прямых налогов как регулярных так и чрезвычайных составлял примерно 50% общей суммы от косвенных налогов около 40-45% от других источников включая судебные пошлины 5-10% совокупный доход составлял 1 220 367 рублей это меньше суммы в 1 311 тысяч которую Каташихин дает для начала 1660 годов Каташихин глава 7 часть 48 страница 138 третьего издания с другой стороны каташихинская оценка ежегодного дохода от сибирских мехов примерно 600 тысяч смотрите главу 7 часть 7 страницу 104 значительно больше суммы вычисленной Милюковым 102 021 руб к тому же у Каташихина в конце главы 7 есть постскриптум сделанный другим почерком что в сумму совокупного государственного дохода не входит доход от сибирских мехов государственные расходы Милюков перечисляют по следующим пунктам армия примерно 700 тысяч рублей царский двор содержание и правление 224 366 государственные промыслы и торговля 67 767 пенсии пособия 41 857 средства связи 36 481 общественные здания 100 администрация 18 126 692 итого 1 125 323 рубля таким образом примерно 60% государственных расходов составляли расходы на национальную оборону главка 3 ко времени правления царя Федора Россия находилась на распутье во многих смыслах этого слова в политическом плане идея абсолютной царской власти казалось победила однако аристократия не отказалась от притязаний на долю этой власти а церковные иерархи хотя и поддерживали власть царя фактически руководили его политикой особенно в церковных делах реформы армии и органов управления еще не были завершены на отряды стрельцов поскольку они не входили в регулярную армию положиться было нельзя многие стрельцы все еще находились под влиянием староверов в социальном плане крепостная зависимость крестьян в господских владениях приближалась к рабству крестьянское противодействие выражалось преимущественно в их попытках бежать хотя в некоторых случаях они оказывали и открытое сопротивление правительственным агентам посланным на розыск беглецов манков развития страницы 107-108 все это подрывало стабильность режима московское правительство ничего не предпринимало чтобы остановить продолжающееся усиление контроля господ над крестьянами хотя есть некоторые свидетельства что князь Василий Голицын один из влиятельных людей в администрации царя Федора и ведущий сановник во время регенства царевны Софьи сам лично выступал за освобождение крестьян Ключевские сочинения том 3 страницы 353-354 Платонов Москва и Запад страница 121 Московия также испытывала муки глубокого религиозного кризиса раскол староверов не только разрушил единство русской церкви но и создавал угрозу самому государству поскольку староверы находили сочувствие и поддержку среди тех кто был не с государственной политикой из-за раскола никонианская церковь потеряла десятки тысяч преданных членов отношения между лидерами господствующей православной церкви и староверами гонителями и гонимами стали исключительно мучительными и враждебными в то же время вожди обеих сторон одинаково непреклонно относились к западу и старались остановить продолжающееся и неизбежное проникновение в московью западных идей и западного образа жизни во время правления царя федора аристократия предприняла попытку объединиться в качестве господствующего высшего слоя русского общества и государства почти в оппозиции к этому дворяне стремились обеспечить себе те же права и привилегии которыми располагала аристократия и таким образом влиться в общий объединенный класс землевладельцев и бояре и дворяне могли владеть и владели водчинами наследственными имениями и поместьями военными пожалованиями однако самые крупные водчины принадлежали боярам и исторически водчина являлась главным оплотом боярской формы земельного права как поместье дворянской особенно мелких дворян первоначально поместье не было наследуемым имением помещик мог владеть им и использовать его только пока он продолжал военную службу если он недолжным образом исполнял свои обязанности его поместье конфисковывали неволен полное собрание сочинений том 4 страница 254 человеческая природа желание обеспечить себе своей семье и своим детям средства к существованию побуждало дворянина сделать поместье наследственным то есть говоря на языке юриспруденции превратить свое поместье в водчину традиционно бояре занимавшие командные позиции как в армии так и в администрации считали своим почетным долгом участвовать в военных компаниях во главе своих отрядов до середины 16 века не существовало специальных правил определяющих какое количество воинов должен выставить каждый боярин ситуация изменилась с введением служебного устава от 1556 года по которому военная служба бояр и других владельцев в отчин приравнивалась к службе держателей поместья количество полностью вооруженных конников подлежащих мобилизации от каждого землевладения водчины или поместья исчислялось в зависимости от размеров имения смотрите главу первую после этого указа различие между водчиной и поместьем стало менее значительным с точки зрения эффективности их военной службы правительство после этого разрешило держателю поместья если он сам был стар или немощен отправлять вместо себя на военную службу своих сыновей братьев племянников или других родственников мужского пола после смерти его поместья могло передаваться его сыновьям или ближайшим родственникам на тех же условиях службы эту практику легализовало соборное уложение 1649 года соборное уложение глава 7 статья 17 и водчинник и помещик стремились укрепить свой контроль над крестьянами арендаторами в его имении хотя по соборному уложению 1649 года крестьянин арендатор потерял свободу передвижения и был прикреплен к земле которую обрабатывал юридически он еще признавался как личность он владел личным и движимым имуществом и имел право обращаться в суд реально ситуация была иной крестьянин находился в административной власти хозяина имения и будучи лишен права уйти имел мало шансов возместить ущерб нанесенный ему его господином обиженный слишком сильно он мог убежать на юг в пограничные степные районы однако если правительственные агенты его находили и арестовывали он мог быть насильно возвращен в прежнее имя в 1650 и 60 годах были арестованы десятки тысяч беглых крестьян арендаторов об организации сыска и задержания беглых крестьян во второй половине 17 века смотрите манков развития страницы 82 119 по желанию господин мог передать свои права на беглого крестьянина третьей стороне даже до его поимки например покупателю его водчины или своим кредитором в качестве уплаты за заем он мог даже подарить свои права монастырю Ильяшевич том 2 страница 126 манков развития страница 199 постепенно такие передачи превратились в обычную практику не только относительно беглых крестьян но и тех кто оставался верным своему месту первый из известных прецедентов произошел в 1668 году второй в 1675 Ильяшевич том 2 страница 127 манков развития страницы 208 209 делалось ли это в двух упомянутых выше случаях нам неизвестно однажды начавшись эта практика продолжалась и распространялась а требование освобождения и соглашения арендатора превратилось в чистую формальность если вообще соблюдалось в указе изданном в 1721 году Петр Великий написал что мелкие дворяне в России привыкли и до сих пор продают крестьян арендаторов и домашних холопов как скот чего больше нет нигде в мире Петр приказал ограничить подобную практику если невозможно положить ей конец то по крайней мере продавать всю семью но никого из членов по отдельности указ от 1721 года цитирует Ильяшевич в томе втором на странице 219 проконтролировать исполнение этого указа было невозможно Главка 4 Образование один из самых важных факторов культурного развития нации Ко второй половине 17 века Московия располагала некоторыми условиями для начального образования однако в ней не было ни средних школ ни высших учебных заведений двумя наиболее образованными группами являлись духовенство и служащие органов администрации дикие и подьячьи что касается бояр и дворян то в первой половине 17 века не все из них даже умели читать и писать однако к концу века процент грамотности значительно увеличился за счет посадских по подписям в протоколах нескольких московских посадских общин высчитано что в 1677 году подписывающихся было 36 процентов а в 1690 году между 36 и 52 процентами соболевский образованность московской руси 15-17 веков санкт-петербург 1892 год он же славяно-русская палеография второе издание Санкт-Петербург 1908 год страница 6-11 Богоявленский в очерках том 4 страница 555 среди крестьян грамотность была минимальной в течение всего 17 века немного выше среди государственных крестьян в Северной Руси Что касается высшего образования то православная церковь возражала против обращения к помощи европейцев поскольку они опасались влияния со стороны католических и протестантских учителей два других потенциальных источника составляли греческие и западно-русские православные ученые еще в 1632 году патриарх Филарет обращался к образованному греческому священнику с просьбой организовать в Москве духовное училище но после смерти Филарета проект забросили смотрите главу третью в 1640 году киевский митрополит Петр Могила предложил царю Михаилу прислать в Москву киевских чтобы организовать школу для обучения латинскому и греческому языкам из этого плана ничего не вышло однако несколько лет спустя в начале царствования царя Алексея Артищев открыл подобную школу по собственной инициативе в 1665 году в Москве создали школу для обучения латинскому языку и русской грамматики для которой было построено специальное здание в Спасском монастыре за иконным рядом за икона Спасская школа ее возглавил выдающийся ученый и поэт Симеон Полоцкий цель школы состояла в подготовке дьяков и подьячих для административных органов Сам Симеон Полоцкий преподавал там по меньшей мере два года Об этом и последующем смотрите Забелин первое водворение в Москве греко-латинской и общей европейской науки чтения 1886 год том 4 часть 1 Соловьев том 13 страница 254 очерки том 4 страница 565 566 милюков очерки том 2 часть 2 страница 696 698 Грекофильские Грекофильские круги Москвы подозревали Полоцкого выпускника Киевской Академии в склонности к римскому католицизму да и вообще были против обучения латыни В 1680 году школу основанную на обучении греческому языку организовали в Московском печатном дворе преимущественно для подготовки собственных сотрудников Московская элита так остро нуждалась в знании латыни в тот период важного средства освоения западной науки что в 1682 году был разработан устав учебного заведения объединяющего обучение греческому и латинскому языкам славяно-греко-латинской академии Устав славяно-греко-латинской академии опубликован Новиковым в его древнероссийской виблиотике том 6 второе издание Москва 1788 год страницы 390 420 и том 16 второе издание Москва 1791 год страницы 295 306 краткое изложение Соловьев том 13 страницы 254 257 сравните очерки том 4 страницы 566 567 Милюков очерки том 2 часть 2 страницы 698 701 В учебный план академии входило изучение грамматики поэтики риторики диалектики философии юриспруденции и богословия ректор и преподаватели должны были быть благочестивыми и из набожной семьи воспитанными в восточной православной вере русских или греков школа должна быть открытой для людей православного вероисповедания любого чина положения и возраста без установления различий главной целью академии являлось укрепление и защита православной веры ректор и преподаватели становились хранителями национальной библиотеки еретические книги обнаруженные во владении частных лиц подлежали конфискации или передаче хранителям предлагалось что все иноземные ученые перед поступлением на русскую службу будут проходить проверку у руководства академии в случае неодобрения изгоняться из России люди обвиненные в еретическом учении или богохульстве против православной церкви допрашиваются ректором и в случае виновности подлежат сожжению на костре православный перешедший в католичество лютеранство или кальвинизм подвергается такому же наказанию это было попыткой установить строгий церковный надзор над образованием всех русских и силой подавить любую оппозицию подобному контролю царь Федор и патриарх и Аким одобрили устав академии однако только во время регенства царевны Софьи подходящие греческие ученые братья Иоанники и Сафроний Лихуды были приглашены и привезены в Москву официально академию открыли в 1687 году через два года молодой царь Петр сверг и заключил в темницу царевну Софью а в 1700 году после смерти патриарха Адриана преемника Иоакима Петр начал свои реформы направленные на разрушение церковной монополии на образование и просвещение славяно-греко-латинская академия стала ядром Московской духовной академии а светское образование и наука развивались независимо от нее во второй половине 17 века двумя важными институтами через которые западные идеи и образ жизни проникали в высший слой московского общества были царский дворец и посольский приказ о последующем смотрите Соловьев том 13 страницы 182 183 Ключевский сочинение том 3 страницы 270 281 352 363 Платонов Москва и Запад глава 3 Западно-русские ученые украинские и белорусские питомцы Киевской академии были проводниками западной гуманитарной науки Киевские ученые приглашенные в Россию в конце 1615 и в 1650 годы были специалистами по греческому языку обучение в Киевской академии однако строилось на латыни Самым влиятельным западно-русским ученым в последнюю часть царствования Алексея и первые четыре года царствования Федора являлся разносторонний Семен Полоцкий 1629 1680 годы Латынь была языком его научных исследований он хорошо знал также польский но не был знаком с греческим Полоцкого призвал в Москву царь Алексей в 1663 году три года спустя он принял участие в церковных соборах 1666 и 1667 годов заклеймивших староверов Полоцкий перевел на латынь некоторые материалы для Паисия Лигарида и написал трактат против учения старобрядцев Семен Полоцкий был активным проповедником после его смерти опубликовали два тома его проповедей и поэтам он сочинял по-русски польски и на латыни он ввел в русскую литературу силлобическую систему стихосложения поляков которая займет главенствующее положение в русской поэзии на последующие 80 лет Полоцкий также сыграл роль в развитии русского театра он возбудил интерес царя Алексея к театральным спектаклям рассказывая ему об украинских и польских драмах Полоцкий написал в этом жанре два произведения комедию притча о блудном сыне и три юноши в огненном горниле о Семене Полоцком смотрите Петухов страницы 271-283 Однако царь Алексей обратился за помощью в организации первого театра в Москве не к западным русским и не к полякам а к немцам В июне 1672 года по совету Артамона Матвеева царь поручил пастору Иоганну Готфриду Грегори из немецкой Слободы поставить пьесы на библейские сюжеты в специально построенном для этого новом здании в царском селе Преображенское Первый спектакль «Эсфирь» состоялся 17 октября Позже представляли переложение последних актов Тамерлана Великого Марло и комедию о Бахусе и Венере Сначала спектакли играли на немецком языке но вскоре пьесы перевели на русский и Грегори подготовил русских актеров В некоторых постановках особое место принадлежало инструментальной музыке и пение После смерти царя Алексея и отставки Матвеева спектакли прекратились Еврейнов История Русского Театра Страницы 84-97 В 1667 году Алексей назначил Симеона Полоцкого наставником своего старшего сына царевича Алексея А когда тот умер наставником Федора следующего царевича по старшинству Полоцкий также руководил образованием царевны Софьи Федор овладел польским языком увлекался польскими книгами любил польское платье и музыку При царском дворе и среди бояр распространилось полонофильство Василий Голицын и другие бояре знали польский язык и имели в своих библиотеках польские книги Дом Голицына был выстроен и обставлен в западном стиле С польским культурным влиянием соперничала немецкая культура шедшая из стран Центральной и Северной Европы германских государств Голландии Дании и Швеции либо непосредственно либо через немецкую слободу Ее воздействие чувствовалось и в театре и в изобразительном искусстве и в музыке и в технике Последний аспект оказался наиболее важным для ближайшего будущего Накопление технического знания которому способствовали поселившиеся в Москве немецкие мастера и промышленники продолжалось в течение всего 17 века К 1682 году русская элита развивала различные виды ремесла отличающиеся высоким качеством чтобы развитие освободить потенциальные творческие способности было необходимо дать московитам возможность овладевать основами науки и технологии или открывая соответствующие школы на Руси или отправляя русских за границу учиться в западных школах это понимал царь Борис Годунов в начале 17 века однако преждевременная смерть нарушила его планы только во второй половине 17 века при помощи киевских ученых в Москве появились школы где обучали гуманитарным наукам однако так и не было открыто школ с преподаванием естественных и технических наук Русь нуждалась в технической модернизации этот процесс мог пойти быстрее или медленнее принять более широкий или более узкий масштаб решающий толчок дал Петр Великий Главка 5 В разногласиях и внутренних противоречиях того периода русской истории творческие силы национальной экономики настойчиво трудились приводя к неуклонному накоплению технического и с меньшей скоростью гуманитарного здания Смотрите очерки том 4 страница 568 576 Продуктивность русского сельского хозяйства в 17 веке за исключением Западной Сибири была низкой Высчитано что на каждую четверть посеянной ржи получали только 2 5 четвертей зерна В Западной Сибири пропорция была выше 8 10 четвертей Очерки том 4 страницы 42 43 В 1669 году 1 четверть ржаной муки весила 5,25 пуда 1 пуд равнялся 36 английским фунтам С другой стороны наблюдался постоянный рост волового продукта так как площади пахотных земель увеличивались вместе с распространением сельского хозяйства на плодородные земли Юга и Запада Благоприятным фактором являлось изменение системы налогообложения в которой основной единицей стал двор Это служило земледельцу стимулом поскольку обработка дополнительных земель больше не предполагала увеличение налога Кроме сельского хозяйства владельцы крупных имений занимались промыслами и торговлей Многие включая царя Алексея организовали в своих водчинах железоделательные соляные поташные винокуренные и другие производства Излишки товаров а также зерно они обычно продавали на рынках иногда доставляя их в самые отдаленные районы например в Архангельск Очерки том 4 страницы 53 54 Щепетов помещичье предпринимательство в 17 веке страницы 17 38 Во второй половине 17 века в Москве значительное распространение получили более крупные промышленные предприятия современными учеными называемые мануфактурами Некоторыми Ляшниковы, Никитины и другие. Часть мастеров были иностранными, часть русскими. Первые получали значительно более высокое жалование. Неквалифицированные работы выполняли русские, либо наемные рабочие, либо крестьяне, приписанные к мануфактурам. Очерки, том 4, страница 87-113. Лященко. История народного хозяйства СССР. Том 1, страница 271-273. Бахрушин. Том 2, страница 224-255. Крепостная мануфактура в России. Том 3. Ленинград. 1930-32 годы. Принимая во внимание увеличение сельскохозяйственного и промышленного производства, а также развитие торговли, можно хотя бы частично поверить воспоминаниям князя Бориса Ивановича Куракина. Родился в 1676 году. Он говорит, что к концу регенства царевны Софьи в 1689 году Россия стала страной изобилия. Ключевские сочинения. Том 3, страница 355-356. Глава 7. Ритмы истории и аспекты культуры. Первое. Предварительные замечания. Главка первая. Тремя основными факторами в истории нации являются ее жизненная творческая энергия, географическое окружение, пространственная координата, и темп развития на протяжении последовательных периодов ее эволюции, временная координата. Географическое окружение может измениться, сжаться или расшириться в зависимости от движения населения или изменения политических границ. Нация может расшириться, поглощая новые этнические элементы и дополнительную территорию, или же уменьшиться, теряя часть своего первоначального населения и территории политически и культурно в пользу соседствующей с нею нации. Федерация русских городов и княжеств XII и I-III-XIII веков базировалась на общих религиозных и культурных основаниях. Церковно-славянский язык составлял связующее звено между Россией и другими славянскими народами, принявшими православное христианство. Существовало два основных фонологических региона – южно-русская и северно-русская группы диалектов. Позднее, в монгольский период, украинские и белорусские языки, а также великорусский диалект. Два великорусских диалекта объединились и создали основу великорусского языка, теперь известного просто как «русский». Милюков, очерки, том 1, часть 2, 1964 год, страница 17, 148. Тем не менее, люди, принадлежащие ко всем трём языковым ветвям, продолжали называть себя просто русскими, а свой язык русским, в то время как церковно-славянский оставался языком церкви как Западной, так и Восточной России, и до сих пор он остаётся языком русской православной церкви. В середине XIV века большая часть Украины, за исключением Галиции, аннексированной Польшей, и вся Белоруссия признала власть великих князей Литвы. В 1569 году Литва была вынуждена вступить в тесный политический союз с Польшей и отдала ей украинские земли. Это политическое деление между Восточной и Западной Россией было подчёркнуто социальными и культурными изменениями. Западно-русская аристократия постепенно вошла в сферу польского влияния. К концу XIV века Православная Церковь была подвергнута насильственному воздействию римского католицизма и потеряла определённое количество верующих, перешедших во вновь организованную Униадскую Церковь. Западно-русское православие смогло в 1630-е годы перенять западные формы образования. Православие сохранилось, но оно в определённой мере было окрашено римско-католическими традициями. Флоровские пути. Страницы 38-56. Независимая от Западной России Московия к середине XIV века начала расширяться на Восток и Юго-Восток, поглощая новые этнические элементы. Даже на ранних стадиях русской истории многие финно-угорские, североиранские, аланские, черкесские и тюркские племена жили рядом с русскими, и часть из них, в особенности некоторые финно-угорские племена, были постепенно поглощены потоком русской колонизации. Этот симбиоз нашёл отражение в народном искусстве и музыке, а также в языке. Смотрите «Князь Трубецкой. К проблеме русского самопознания». Страницы 34-53. Якобсон. «К характеристике Евразийского языкового союза». Прага. 1931 год. В середине XV века великий князь Василий II расселил перешедших к нему на службу татар в районе Аки и основал вассальное Касимовское царство, ханство. Часть татарских князей получила города для обеспечения своего существования. Вслед за завоеванием Казани десятки тысяч татар стали подданными московского царя, а после завоевания Сибири к ним присоединились ещё и сибирские татары-остяки, монголы-буряты и тунгусы. Татарские цари и царевичи играли важную роль при московском дворе и в армии до середины XVII столетия, подобно кабардинским князьям. Хотя и численно меньшим, но постоянно растущим был приток в Московию выходцев с Запада. Заметным было различие в отношении московского правительства и церкви к западным христианским традициям и восточным религиям. Русские считали нормальным, что люди, принадлежащие к нехристианским религиям, имеют собственные обычаи и верования. Хотя казанская кампания 1552 года была чем-то похожа на крестовый поход, митрополит Макарий провозгласил принцип религиозной терпимости по отношению к завоеванным мусульманам. Христианские миссионеры должны были обращать в свою веру лишь тех, кто сознательно выбрал христианство, но им предписывалось не применять насилие. То же правило позднее было установлено и для Сибири. В противоположность этому русские подозрительно относились к римскому католитику и протестантизму и боялись их миссионерских притязаний. Поэтому римским католикам и, с немногими исключениями, протестантам не разрешалось строить церкви в Москве. И лишь только во второй половине 17 века выходцы с запада, обитатели немецкой слободы, получили право это делать, да и то только в пределах своей территории. Право римских католиков и протестантов возводить церкви и открыто исповедовать свою религию, но не пропагандировать ее, по всей России было одобрено Петром Великим. Наиболее крупная группа выходцев с запада, влившаяся в Московию во второй половине 16 и 17 столетия, состояла из военно-пленных, не возвратившихся домой в соответствии с условиями перемирия или мира. Среди них были литовцы, под этим именем подразумевались и белорусы, поляки, балтийские и иные немцы, наемники, служившие в польской и шведской армиях. Они нанимались на московскую службу, в особенности военную, и получали земельные наделы или другие средства к существованию. В то же время многие выходцы с запада, нанятые московским правительством в качестве инженеров и армейских офицеров, а также западные торговцы, имеющие дело с Московией, оставались здесь в поисках счастья. Многие из них переходили в православие и постепенно русифицировались. Ни паны в русско-литовском сообществе, ни великие князья и цари Московии не рассматривали разделение Восточной и Западной Руси как окончательное. Паны рассматривали план включения Московии в сообщество в качестве его третьей составляющей. В 1493 году Иван III начал использовать титул «Государь всея Руси» в своих отношениях с Литвой и таким образом заявил свои претензии на Западную Россию. Его внук, царь Иван Грозный, подтвердил эти притязания. В смутное время Московия едва избежала судьбы поглощения польско-литовским содружеством и была слишком ослаблена, чтобы думать о последующей экспансии на Запад. Даже ее попытка обрести вновь Смоленск, потерянный в смутное время, потерпела неудачу. Следующий ход в плане объединения с Московией был инициирован Западной Россией как следствие Украинской Народной войны 1648 года. Главка 2. Изменение в численности населения затрагивает все три основных фактора в истории нации. Они изменяются вместе с уровнем рождаемости и смертности в каждый данный период. В Древней Руси первый показатель был высок, но таковым был и последний. Основными причинами высокой смертности были детские болезни, эпидемии, вспышки голода и военные потери. До второй половины 17 века население вымывалось уводом масс мужчин, женщин и детей в плен в ходе постоянных татарских набегов. Можно лишь догадываться о численности русского населения в домонгольский период. Предположительный подсчет относительно конца 14-15 столетий может базироваться на числе налогооблагаемых районов Тьмы, множественное число от Тьма, установленном монголами. В источниках упоминались 43 таких района. Если предположить, что среднее количество населения Тьмы равнялось 200 тысячам человек, то общая численность населения Восточной и Западной России этого периода достигала 8 миллионов человек. Московские переписи 16-17 столетий, базирующиеся на посошной системе, не дают общей статистики населения. Новая единица налогообложения, хозяйство или двор, была введена в 1679 году. Для этого в 1678 году была проведена перепись. Общее число налогооблагаемых хозяйств составило около 800 тысяч. Милюков, государственное хозяйство, страница 202. Среднее число людей, живших в каждом хозяйстве, неизвестно. Оно должно было быть высоко, поскольку большее число людей, нежели ранее, собиралось в одном дворе с тем, чтобы доля каждого в выплачиваемых налогах была меньше. Чтобы оценить число русского населения около 1678 года, нам следует начать с анализа цифр переписи Петра Великого, базировавшейся на подушном налоге. Согласно первой переписи ревизии 1719 года, население России составляло около 16 миллионов человек. Вторая перепись около 1744 года дала цифру около 18 миллионов. Кабузан, население России в XVIII, первой половине XIX веков, Москва, 1963 год, страница 164. Сравнивая эти цифры с характеризующими 17-е столетие, нужно принять во внимание, что территория России увеличилась в первой половине XVIII века путем присоединения Эстонии и Латвии. Принимая во внимание эту территориальную коррекцию и производя обратное вычисление при посредстве логарифмических графов, Борис Пушкарев пришел к цифре 12,8 миллиона для 1678 года и 10 миллионов для 1650 года. При этом в общем числе городское население Московии достигало 524 тысяч в 1652 году и 658 тысяч в 1678 году. Коэффициент урбанизации оставался тем же – 5,2%. Письмо ко мне Борис Пушкарева, 10 декабря 1966 года. Для своих подсчетов городского населения Пушкарев использовал данные Володарского в статье «Численность и размещение посадского населения в России во второй половине XVII века» в книге «Города феодальной России. Москва. 1966 год. Страницы 271-297. Особенно страница 279-я». Второе. Пульс истории. Ритмическая периодичность в истории человечества зависит от действия космических, биологических, психических, географических, политических, экономических и социальных сил, а также климатических условий. В истории нации или региональной группы наций периодичность в развитии зависит не только от внутренних причин, но также и от ее, их, положения в мире и связей с соседями в периоды войны и мира. Изучение периодичности в киевской и монгольской периоды русской истории затруднено недостаточностью источников. Источники становятся более обильными в московский период, но до сих пор не было проделано никакого их систематического анализа с этой точки зрения. Тридцать лет назад Савицкий предложил изучение последовательных периодов экспансии и регрессии русской творческой активности. Он подошел к проблеме, рассматривая ее на базе имседанных групп индексов экономических циклов в Древней Руси. Он обращался к ссылкам на прогресс торговли, ремесла, сельского хозяйства, технических усовершенствований, роста городов, колонизации циринных земель, строительной деятельности, развитие образования и искусства как основы процветания. Периоды депрессии были определены преобладанием признаков, указывающих на ухудшение и упадок, вражеское вторжение, значительных вспышек, голода, эпидемий и иных бедствий. Как признал сам Савицкий, этот метод дает лишь пробные результаты, поскольку имеющиеся свидетельства по каждой индексной категории не систематичны. Множество взаимосвязанных категорий предполагает определенные коррективы, и, хотя результаты Савицкого не могут считаться исчерпывающими, они все еще имеют значительную ценность для историка. Савицкий. Подъем и депрессия в древнерусской истории. Евразийская хроника. Том 2. 1936 год. Страница 65-я сотая. Его же ритмы монгольского века. Евразийская хроника. Том 12. 1937 год. Страница 104-я, 155-я. В киевском периоде Савицкий обнаружил постоянные колебания, короткие циклы, каждый из которых длился несколько лет и шел чередой друг за другом. Монгольский период начался с депрессии, за которой последовали периодические колебания. Напротив, период формирования централизованного русского государства, «Собирание русской земли московскими великими князьями», был временем почти непрерывного увеличения активности русской нации, 1452-1538 годы. Савицкий проявил любезность, прислав мне в августе 1957 года детальную характеристику векового подъема. Политическое объединение Великой Руси вокруг Москвы означало конец периода раздробленности с его междоусобными войнами. Хотя московицкое завоевание уничтожило независимость процветающих республик Пскова и Новгорода и болезненно затронуло высший слой существовавшего там свободного общества, оно было необходимым для формирования русского государства. Это был период экономического роста начальной стадии подъема роли дворянства и начала реформ в местной администрации. Важным аспектом творческой активности в это время была широкая программа культового и оборонного строительства. В ее исполнении лидировали итальянские и псковские архитекторы. Первым результатом стал Московский Кремль. Около 1490 года началось строительство крепости Ивангород в Балтийском регионе. Между 1511 и 1531 годами были завершены крепости к востоку и югу от Москвы, служащие для защиты столицы от татарских набегов, Нижний Новгород, Тула, Коломна, Зарайск. Присутствовал и заметный прогресс в религиозной живописи. Это был период религиозного многообразия. Внутри Русской Православной Церкви утвердились два течения. Одно из них с соответствующими оговорками может именоваться мистическим и наилучшим образом представлено старцем Нилом Сорским. Другое социальное имело своим главным выразителем Иосифа Володского. Одновременно несколько групп духовенства и мирян поставили под сомнение нерушимость православной догматики. Они стали известны как жидовствующие, хотя не все из них находились под влиянием иудаизма. Значительное число их принадлежало к тому течению, которое может быть обозначено как рационалистическое движение. Хотя противоборство этих различных тенденций подорвало религиозное единство нации, взятые вместе они свидетельствовали об интенсивности духовной и интеллектуальной жизни. За этим столетием подъема последовал период депрессии на протяжении боярского правления 1538-147 годов. Савицкий послал мне в мае 1957 года свой очерк периодов депрессии и подъема 1538-1632 годов. Моя характеристика их базируется на выводах Савицкого, но отличается в некоторых моментах. В июле 1547 года наблюдался сильный подъем, связанный с влиянием Сильвестра и Адашева на правление молодого царя Ивана IV. Подъем замедлился в 1559 году и исчерпал себя к 1564 году. Его, возможно, следует назвать периодом экспансии Адашева. Он был отмечен динамичной и удачной внешней политикой, важными внутренними реформами, расцветом архитектуры и живописи, возвышением города Москвы как центра интеллектуальной, религиозной и художественной деятельности. Среди специфических индикаторов этих экономических циклов одним из наиболее характерных был архитектурный. Инициатива в строительстве больших сооружений, в особенности из кирпича и камня, должна была исходить от правительства, часто лично царя, церкви, часто митрополита, а позднее патриарха, богатых купцов или городских общин. Такое строительство требовало кадры архитекторов и квалифицированных рабочих. И поскольку их работа встречала восхищение и духовную поддержку народа, то он играл в этом процессе важную психологическую роль. Итак, архитектурный показатель хорошо выявляет степень интенсивности национального усилия. Двумя выдающимися примерами такой попытки в период Адашева являются церковь Иоанна Предтечи в Дьякове, построена в 1553-54 годах. Датировка дана по Ильину Грабарю, второе издание, том 3, страница 436. До этого строительство церкви в Дьякове датировалось 1529-31 годами. И собор Покрова Богородицы, известный как Собор Василия Блаженного, 1553-1560 годы. В 1565 году начался период депрессии, который продолжался 20 лет до смерти царя Ивана Грозного. Это были годы Опричнины 1565-72 годы и Ливонской войны, закончившиеся в 1582 году. Савицкий определяет 1564-71 годы как переходный период, 1571-81 годы как депрессию. По моему мнению, весь этот период следует считать депрессией или спадом, хотя Россия и не была сразу же истощена. Россия, в особенности в области сельского хозяйства, была серьезно ослаблена экономическим кризисом. Характерно, что кирпичные и каменные сооружения строились все меньше и к 1571 году почти прекратили возводиться по всей стране. Северо-восток Московии, Уральские, Средневолжские и Камские регионы был менее затронут депрессии, нежели центральная и западная части. Насильственная депортация многих дворянских семей в район Казани во время Причнины и приток крестьян в юго-восточные части Нижегородского региона открыли новые перспективы для русской колонизации. Деятельность Строгановых в верховьях Камы привела к организации похода Ермака в Сибирь 1581 год. Эти начинания развивались в период правления Бориса Годунова В целом он характеризовался постепенным восстановлением сил и прогресса, проявившегося в особенности в расширении русской колонизации в Сибири и в Диком поле на юге, чему способствовала новая система укреплений и защитных линий. Архитектурный показатель данного периода отмечает, что вновь началось энергичное строительство каменных сооружений. Стены Белого города в Москве 1585-1990 годы, крепости Соловецкого монастыря 1591 и Смоленского Кремля 1597-1601 годы. Однако последние годы правления царя Бориса были омрачены голодом, политическими интригами и социальными беспорядками. Последующий период, смутное время, 1605-18 годы, был катастрофическим. Подорваны были не только политический и социальный порядок, экономическая жизнь, ужасны были и реальные человеческие потери. И вновь, как и в период 1565-1884 годов, Урал и Сибирь были менее затронуты кризисом, чем центральная часть Москвы. После завершения польской и шведской войн начался период медленного восстановления и нового накопления сил 1619-1633 годы. Возрастало население и увеличивался объем производимой сельскохозяйственной продукции. Благодаря умелому правлению патриарха Филарета работа администрации значительно улучшилась. К концу периода были наняты западные эксперты для помощи в создании железодобывающей промышленности и в модернизации армии. Были приняты меры для укрепления фортификационной линии с центром в Туле с тем, чтобы защитить Москву от татарских набегов. Возобновилась и архитектурная деятельность церкви в Ярославле, Москве и Угличе 1619-1628 годы. Польская война 1632-34 годов вызвала крайнее напряжение экономики и вооруженных сил страны и породила спад продолжительностью около пяти лет. В результате московское правительство отказалось защищать Азов, который был захвачен донскими казаками и таким образом избежало войны с Турцией. Новый период экспансии и накопления сил начался в 1638 году и продолжался до начала новой войны с Польшей в 1654 году. Социально этот временной период имел особую значимость для консолидации средних классов московского общества, дворянства и горожан, и укрепления боярского и дворянского контроля над крестьянами-держателями в своих земельных владениях. Новый судебник 1649 года, бывший следствием московского восстания 1648 года, удовлетворил основные требования дворянства и горожан. Вновь возобновилось в широком объеме строительство фортификационных сооружений на юге, призванное предотвратить угрозу татарских набегов. Украинское народное движение 1648 года предвещало возможность еще одной войны с Польшей и сделало реорганизацию московицкой армии актуальной задачей, что стимулировало наем большого количества западных военных специалистов для подготовки кадров постоянных войск по западному образцу. Архитектурные показатели демонстрируют очевидный подъем в строительной сфере в конце этого периода. Троицкий монастырь в Муроме, Церковь Вознесения в Устюге, оба сооружения завершены в 1648 году, и Троицкая церковь в Никитниках в Москве завершена в 1053 году, были выдающимися примерами архитектурных достижений этого времени. Период Польской войны 1654-1667 годов стал тяжелым бременем для человеческих и финансовых ресурсов. Чума 1654 года привела к огромным человеческим потерям. Медный бунт 1662 года выразил острое народное недовольство. Башкирское восстание того же года было подавлено с огромным трудом. Начало церковного раскола и конфликт между государством и церковью породил болезненный религиозный кризис. И в то же время, в отличие от периодов опричнены царя Ивана IV, Ливонской войны и смутного времени, ранее накопленная сила нации не была истощена. Большое внимание продолжало уделяться защитным линиям на юге, где был организован Белгородский военный разряд. До окончания Польской войны Ордин-Нащекин подготовил свой план финансовой реформы, а новый торговый статут вышел вскоре после подписания Андрусовского перемирия. И вновь подъем архитектурной активности. Патриарх Никон построил Воскресенский собор 1658-60-й годы, названный Новый Иерусалимским, поскольку он строился как точная копия Иерусалимского. Среди других важных сооружений этого периода была оригинальная декоративная башня врат Спаса Евфимиевского монастыря в Суздале после 1660-го года. Затем Московия содрогнулась от череды крестьянских бунтов, имевших своей кульминацией восстание Степана Разина и одновременно столкнулась с восстанием на Украине. Следующий период 1672-82 годы включал последние четыре года правления царя Алексея и царствования Федора. Символично, что начало этого периода было отмечено рождением Петра Великого. Это был период религиозного кризиса и возмущения крестьянства, но в то же время важных административных и военных реформ и распространения западных культурных веяний в высших кругах. Объем сельскохозяйственного и промышленного производства возрос. Архитектурный показатель также демонстрировал многогранную творческую активность. Замечательным памятником этого периода был причудливый деревянный дворец царя Алексея в Коломенском. Начало возведения относится к 1667 году, а завершение строительства к 1681. Семен Полоцкий назвал его «восьмым чудом свет». Среди церквей, построенных в этот период был храм Иоанна Предтечи в Ярославле, начат в 1671 и завершен в 87 году, и Троицкая церковь в Останкине близ Москвы. В целом циклы 1538-1682 годов могут выглядеть следующим образом. Таблица. Первое. 1538-1547 годы. Депрессия. Второе. 1547-1564 годы. Экспансия Адашева, замедлившаяся после 1560 года. Третье. 1565-1584 годы. Спад. Менее выражен в северо-восточной России и на Урале. Начало натиска на Сибирь в 1580. Четвертое. 1584-1605 годы. Экспансия Бориса Годунова. Остановлена Великим Голодом и Боярскими интригами 1602 года. Пятое. 1605-1618 годы. Катастрофа смутного времени. Шестое. 1619-1633 годы. Реконструктивная экспансия в правление патриарха Филарета. Седьмое. 1634-1654 годы. Постепенная экспансия, замедленная вследствие небольшого спада 1634-1638 годов. Восьмое. 1654-1672 годы. Спад. Холера. 1654 года. Война. Восстание. 1662 года. Восстание Разина и восстание на Украине 1667-1772 годов. При этом не наблюдалось полной депрессии вследствие экспансии в Сибири и конструктивных финансовых реформ в конце 1660-х годов. Девятое. 1672-1682 годы. Экспансия сдерживаемая религиозными проблемами и народной неудовлетворенностью. Даты каждого периода приблизительны. Во многих случаях экспансия начиналась медленно. В других она замедлялась к концу периода. Таким образом период спада не всегда выражен. Вследствие инерции конструктивные силы все еще работали и собранные силы истощались не сразу. Принимая во внимание эти ограничения мы можем установить, что основные периоды подъема были приблизительно столь же продолжительны, как и основные периоды депрессии. 7 лет экспансии номер 2 на таблице выше, 20 лет спада номер 3, 20 лет экспансии номер 4, 13 лет депрессии номер 5, 14 лет реконструктивной экспансии номер 6, 20 лет последовательно усиливающейся экспансии номер 7, 18 лет регресса смягченного конструктивной деятельностью номер 8, 11 лет смягченной экспансии номер 9. Среди причин периодов подъема были здоровая экспансия, конструктивное политическое лидерство и работоспособная администрация, равно как и мудрая внешняя политика. Депрессия порождалась истощающими войнами, иностранной интервенцией, социальными движениями и стихийными бедствиями, такими как эпидемия и голод. Об условливающем эти очевидные причины был ритм смены поколений. Например, поколение людей, активных в 1550-х, как и активное поколение 1480-х характеризовалось высоким процентом одаренных личностей, а опричный террор практически уничтожил талантливые кадры. Новое поколение, люди, рожденные в 1570-х, 80-х годах, вышло на передовые позиции к началу смутного времени. Среди выдающихся личностей этого периода были основной организатор национального сопротивления в 1611-12 годах Кузьма Минин и особо одаренный дипломат Иван Грамотин. Первый был государственным деятелем, на которого можно было положиться, а последний человеком циничным и нестабильным в своих политических пристрастиях. Грамотин предположительно родился в начале Аминин в конце 1570-х. Многие другие погибли в бурных событиях. Поколение, родившееся перед или в течение смутного времени и бывшее активным в 1640-х 50-х годах, породило патриарха Никона, родился в 1605-м году. Его противник, князь Никита Адоевский, был несколько старше, а Ордин Нащекин младше. Даты рождения этих двоих неизвестны. К следующей возрастной группе людей, родившихся в 1620-х и ставших активными в 1650-х и 60-х годах относится Протопоп Аввакум, родился в 1620-м году, и Артамон Матвеев, родился в 1625-м году. Князь Василий Голицын, принадлежал к следующему поколению, родился в 1643-м году. Таким образом переплетаются исторические периоды, производящие или уничтожающие таланты. Третья пласты древнерусской культуры. Главка первая. Основы древнерусской культуры были заложены в эпоху древнеславянской истории. Почтание солнца и преклонение перед силами природы составляли сердцевину древнеславянской религии. Род с его культом был основной социальной и религиозной единицей. Древнеславянская мифология выглядит обладающей определенным сходством с индо-иранским метроизмом, а также с культом Гелиуса Аполлона в Древней Греции. Эти религиозные верования были отражены в древнерусских традициях социального порядка, магии в сельском хозяйстве, охоте, ремеслах, устной литературе, искусствах и музыке. В X веке на это основание наложился новый культурный пласт – византийское христианство. В противоположность римской византийская церковь разрешала вновь обращенном вести службы на национальном языке. Ко времени крещения Руси Евангелие и некоторые из церковных руководств уже были переведены с греческого на старославянский в Моравии в результате миссии святых Кирилла и Мефодия II половина IX века. Работа продолжилась в Болгарии в X веке. К этому времени восточные славяне имели в своем распоряжении основную христианскую литературу на понятном для них языке. Они продолжали обогащать литературу новыми переводами, включая не только религиозные, но и византийские исторические сочинения. Киев стал главным восточнославянским центром такого рода деятельности. По своей форме искусство и церковная служба следовали византийским канонам. Новая христианская культура была сперва привита в городах. Христианизация же сельского населения шла намного медленней. Длительное время народ продолжал лелеять свои древние верования и обычаи под тонким покровом христианской цивилизации. В результате развелось так называемое двоеверие. Устная народная литература, ритуальные песни, погребальные причитания, былиные сказки, так же, как и народная музыка, сохраняли древние традиции. Знаменитое слово о полку Игореве, датируемое концом XII века, занимало особое место в этом ряду. Как говорил Юрий Арбатский, это была не литературная поэма в собственном смысле слова, а скорее памятник перехода от устного эпоса к письменной литературе. Имеется надежное свидетельство, что слово пелось, а не просто читалось. И существует свидетельство, что оно базируется на древних текстуальных и музыкальных моделях, свойственных устному эпосу. Начиная с XIII века, русская церковь пыталась уничтожить оставшиеся традиции дохристианской религии, язычества и магии. В 1551 году Московский церковный собор запретил верующим участие в языческих обрядах, еленском бесновом, волховании и чародеянии. После периода ученичества восточные славяне, опираясь на византийский фундамент, постепенно сумели развить свой собственный стиль в христианской литературе и искусствах. Их творческая зрелость в архитектуре выразилась в грациозных соборах конца XII века и начала XIII века в районе Владимира Суздаля. Русская иконопись достигла наивысшего расцвета в XV веке в творениях таких художников, как Андрей Рублев и Дионисий. Вторая половина XV века и XVI век могут действительно рассматриваться как эпоха зрелости русской культуры. К этому времени христианство прочно утвердилось по всей стране. В архитектуре Успенский собор во Владимире конец XII века послужил моделью построенного в Москве Аристотелем Феораванти одноименного собора 1475-1979 годы. Появились новые ярко выраженные национальные формы архитектуры шатровый стиль, литература и музыка, церковное пение, успешно вбирали в себя фольклорные традиции. Слово о полку Игореве продолжало оказывать свое влияние на русскую литературу до середины XVI столетия. Текст повествования о победе Дмитрия Донского над татарами в 1380 году задонщина был имитацией слова. Предположительно, подобно слову она пелась в соответствии с древними музыкальными правилами. Само слово читалось и, возможно, пелось во Пскове даже в XVI веке. Это подтверждается фактом, что единственная рукопись произведения, которая уцелела в 1812 году, когда оно погибло в московском пожаре во время вторжения Наполеона, была копией, сделанной в XVI веке псковским переписчиком. Сообщение псковского летописца о поражении русских от литовцев в битве под Оршей 1514 год было написано в стиле слова о полку Игореве. Псковские летописи под редакцией Насонова, том 2, страница 98. Главка 2. В отличие от новой высокой культуры, древняя славянская языческая цивилизация была к XVI веку в состоянии упадка. Древние эпосы, былины и народные гуляния были еще популярны во всех слоях русского общества, но они постепенно изменили свой характер. Вследствие своей почти полной христианизации массы теряли собственное понимание реального значения древних сакральных празднеств и стали предпочитать более легкие увеселения, подобные гротескные буффанади шуток обученных медведей. Попытки церкви подавить остатки язычества ускорили упадок древнерусской народной культуры, хотя встречали сопротивление мирян многие годы. Носителями народной культуры были скоморохи. Само название это имеет неопределенное происхождение. Преображенский этимологический словарь русского языка репринт Нью-Йорк Коламбия университет пресс 1951 Том 2 Страница 304 305 Это странствующие актеры, музыканты, певцы и танцоры. Враждебность духовенства по отношению к ним отражена в поговорке «Скоморох попу не товарищ». Даль Толковый словарь Том 4 Репринт издание 1882 Страница 203 Скоморохи известны с киевского периода. В 15 и 16 веках они проживали в основном в двух регионах. Один находился к югу от Новгорода, а другой к северу и северо-востоку от Москвы. О скоморохах смотрите Финдейзен очерки по истории музыки в России том 1 глава 5 карта их поселений с 15 по 18 век находится в этой книге. Для того, чтобы добывать средства к существованию, они занимались ремеслами и торговлей. Для своей артистической деятельности скоморохи собирались в компании. Можно предположить, что первоначально они составляли могущественное тайное братство. Арбатский этюды по истории русской музыки страницы 136-137. В первой половине 17 века московское правительство активно помогало церкви покончить с деятельностью скоморохов. В 1649 году воеводе Тобольска было послано предписание с инструкциями о захвате и уничтожении скоморохьих музыкальных инструментов и масок, где бы они не были обнаружены. Дальнейшее устроение народных развлечений было запрещено, а те скоморохи, кто не подчинился указу, подлежали битью розгами. Акты исторические, том 4, страница 124-127. цитировано Финдейзеном, том 1, страница 148-я. Предположительно, схожие приказы были отправлены и в другие части Московии. Поиск и уничтожение старых музыкальных инструментов велся одновременно и в Москве. Финдейзен, том 1, страница 160-я. Это был смертельный удар по скоморохам и по древней русской музыкальной и театральной культуре, которую они представляли. Скоморохи рассыпались в разных направлениях, и лишь малые части их репертуара, в основном короткие сатирические и пародийные песни, оставили следы в фольклоре. Там же том 1, страницы 161-я, 170-я. И даже во второй четверти XIX века составитель знаменитого словаря живого великорусского языка Владимир Иванович Даль знал в Нижегородской губернии крестьянина, который зарабатывал себе на жизнь скоморошеством. Даль Толковый словарь, том 4, страница 203-я. Искаженные фрагменты древних сакральных празднеств дожили в некоторых местах до начала XX века. Еврейнов имел возможность наблюдать два таких представления, одно в Тамбовском уезде, и другое близ Бобруйска в Белоруссии. Еврейнов Истории Русского Театра, страница 29, и 35, 36. Одно из увиденных еврейновом представлений, кажется, принадлежало к солнечному циклу, представлявшему смерть и грядущее воскрешение. Другое, козлиная пьеса, сравнима с Дионисиями Древней Греции. Козлиная песня в греческой трагедия трагедия. Коздоглазие в древнерусском варианте. Говоря исторически, древнее сакральное действие могло бы послужить основанием развития современного русского театра или же в любом случае развиваться как его форма. Эта возможность не реализовалась. Вместо этого московицкая элита обратилась к Западу для удовлетворения своих театральных пристрастий. Церковь была враждебно настроена также и по отношению к Западу, но помешать постепенной вестернизации России не могла. Главка третья В течение киевского периода Русь находилась в состоянии активного общения с западными странами. В монгольский период отношения между Россией и Западом стали более ограниченными, но не прекратились совсем. Новгород был в то время центром русской торговли с Европой. На юге русские купцы торговали с венецианскими, а затем генуэзскими колониями в Крыму. Взаимосвязи России и Запада были высоко развиты во второй половине 15 века во время царствования Ивана Третьего. Его вторая женитьба на Асофье Палеолог привела к приглашению в Москву выдающихся итальянских архитекторов. Москва вошла в дипломатические отношения с Папой, Венецией, Священной Римской Империей, Венгрией и Данией. Контакты с западными странами не прекращались и при сыне Ивана Третьего Василии Третьем. Во время правления Ивана Грозного англичане открыли арктический путь в Московию. Все большее количество западных технических специалистов нанималось на русскую службу. Ливонская война привела Россию к прямому контакту с балтийскими немцами и московские дипломатические отношения с Западом получили свое дальнейшее развитие. С этого самого времени западное влияние оказывало все более сильное воздействие на политическую, дипломатическую, экономическую и культурную жизнь России. Это влияние захватило Россию в XVIII веке. Четвертое. Архитектура и живопись. Главка первая. До XVI века живопись в России была всецело ориентирована на религию. Она рассматривалась как сакральное искусство. Ее основными формами были иконы и фрески. Древнерусская архитектура также была по преимуществу религиозной, связанной со строительством церквей и монастырей. Другая ветвь архитектуры служила национальной обороне, строительству крепостей, и разумеется для каждодневных нужд народа наиболее важной архитектурной деятельностью было строительство жилья. В центральной и северной части России с древних времен дерево было единственным строительным материалом. После обращения Руси в христианство было постепенно освоено каменное зодчество в камне и кирпиче в соответствии с византийскими и грузинскими канонами. В XII и в первой трети XIII веков Владимира Суздальская земля стала центром русского искусства каменного зодчества, но артели мастеров были уничтожены монголами или угнаны ими в плен. Новгород и Псков были в меньшей степени затронуты монгольским нашествием, и каменные церкви продолжали строиться там в течение XIV и XV веков. В Москве подлинное архитектурное возрождение наступило лишь с привлечением Иваном III в 1470-х годах итальянских мастеров. Иконопись пострадала от монголов меньше, чем архитектура, в связи с тем, что была в основном работой индивидуальной и могла делаться незаметно. Кроме того, многие из иконописцев были монахами и находились под защитой церкви, которые монгольскими ханами даровались грамоты о неприкосновенности. Согласно древнерусским представлениям, иконописцы должны были рассматривать свою работу как долг перед Богом. Они должны были вести праведную жизнь, строго соблюдать посты и часто исповедоваться. Сто глав, глава 43, издание Кожанчикова. Эстетическим принципом иконописца было подчинение своей собственной индивидуальности религиозной сущности иконы. Работа должна была выражать его характерные черты и таким образом поддерживать стиль существующей много лет. Однако стиль выражения мог меняться со временем и в различных регионах страны. Это, как указывал Георгий Острогорский, делало возможным для выдающегося иконописца продемонстрировать свою индивидуальность и творческий гений. В результате в России возникла оригинальная и независимое искусство письма, которое в то же время оставалось верным византийским традициям. Византийским канонам противоречило изображение божества в реалистической манере. Не разрешалось создание образов Бога-отца Саваофа. Бог-сын Иисус Христос, поскольку Он имел воплощение, мог изображаться воплоти, как человек. Святой Дух мог изображаться лишь символически, обычно как голубь. Символическое изображение Святой Троицы, приемлемое для Византии, представляло собой трех ангелов, в образе которых Бог явился Аврааму. На это намекает послание Святого Павла к евреям. Глава 13, стих 2. В византийском и русском искусстве эта композиция стала известна как Ветхозаветная Троица. Икона была объектом благоговения, а не почитания. По словам Святого Василия Великого, благоговения по отношению к иконе относятся к ее прототипу, то есть к святому, чей образ представлен на иконе. После XIV века иконы стали более широко использоваться в России, нежели в Византии, как в церквах, так и в домах. В церквах это изменение было результатом изменения иконостаса алтарного пространства. В Византии, равно как в Киевской Руси, алтарное пространство было отделено от остальной церкви низким барьером, к которому прикреплялось множество икон. В XV веке в России был введен новый тип иконостаса с пятью или шестью рядами икон. Иконы иконостаса располагались в определенном порядке. О расположении икон на иконостасе смотрите Лазарев Феофан Грек страницы 87 90 Центральная композиция была известна в России как Деисус, что является искажением греческого термина Деисис или молитвы. Он изображал Христа на троне с Богородицей по правую руку и Святым Иоанном Крестителем по левую. Эти три фигуры в полном Деисусе окружены образами архангелов, апостолов и отцов церкви. Другим типом русской иконы была молельная икона для дома. Молельные иконы в конечном итоге стали особенно многочисленными. Ежедневная молитва перед ними создавала связь человеческого существа со святым образом. Главка вторая на протяжении большей части XIV века Новгород был центром русской иконописи, но к концу столетия эту роль взяла на себя Москва. Первая половина этого века была эпохой возрождения эллинистических традиций в византийской живописи. Это влияние вскоре проникло и в Россию. Многие византийские художники приехали для работы в Новгороде и Москве. Наиболее знаменитым среди них был мастер Феофан, известный в России как Феофан Грек. Феофан, родившийся в 1330-х годах, прибыл в Россию в 1378 году или незадолго до этого и оставался здесь до конца своей жизни. Он умер между 1405 и 1415 годами. По этому поводу и далее смотрите Лазарев, Феофан Грек и его школа. Сперва он работал в Новгороде, а после 1395 года в Москве. Он был великим художником динамической индивидуальности, одинаково умелым в настенной живописи, иконописи и миниатюре. Как в Новгороде, так и в Москве многие русские художники и подмастерья работали с Феофаном, и из его мастерской выросла живописная школа. Но даже для тех русских художников, которые не были его учениками, сотрудничество с Феофаном имело большое значение. Величайшим среди них был Андрей Рублев. В 1405 году Рублев помогал Феофану в создании иконостаса и настенных росписей Благовещенского собора в Москве. Приселка в Троицкая летопись страница 459 цитирована по Лазареву Феофан Грек страница 86 В это время Рублев родившийся около 1370 года умерший между 1427 и 30 годами был уже сформировавшимся мастером. О Рублеве смотрите Алпатов Андрей Рублев 1950 год Лазарев Андрей Рублев 1960 а также Муратов в книге Грабаря первое издание том 6 страницы 234 244 Лазарев в книге Грабаря второе издание том 3 страница 186 Он должен был испытать сильное воздействие мастерства Феофана и творчески обогатиться сотрудничая с ним но сохранил свою индивидуальность Святые Феофана суровые аскеты его Христос неумолимый судья Святые Рублева ближе к людям а его Христос добрый пастырь Наиболее известная работа Рублева это Троица Она имеет огромное зрительное воздействие своей гармоничностью тонкой цветовой гаммой и грациозными волнообразными фигурами трех ангелов По словам Лазарева Круг лейтмотив композиции этой иконы которая проникнута безмятежным религиозным чувством Рублев работал в первой четверти пятнадцатого века Другим великим мастером золотого века русской иконописи в последней четверти этого столетия был Дионисий Родился около 1440 года В 1481 году он был приглашен в Москву для написания икон к иконостасу нового Успенского собора построенного Аристотелем Фиараванти о Дионисии Муратов в книге Грабаря первое издание страницы 482 531 здесь Дионисий познакомился с итальянскими художниками и их искусством он основал свою собственную мастерскую к которой позднее присоединились два его сына предположительно он продолжал работать в Москве в 1480 и 90 годах в 1501 годах он и его сыновья расписали стены Ферапонтова монастыря к востоку от Белоозера Дионисий был многим обязан школе Рублева но его стиль был иным в вытянутых фигурах и лицах святых на его стенных росписях присутствует большой догматизм он и его сыновья стали мастерами миниатюр клейм из жизни святых окружавших главную фигуру иконы так называемых житийных икон в своих фресках Дионисий и его сыновья увлечены архитектурным и пейзажным окружением которое на плоской поверхности стены кажется парящим и создает впечатление декоративной легкости третьим великим художником русской религиозной живописи после Рублева и Дионисия был неизвестный мастер который в конце 15 века создал замечательную икону апокалипсис в Успенском соборе смотрите Алпатов памятники древнерусской живописи конца 15 века Москва 1964 год на этом закончился классический период русской иконописи хотя ведущие деятели русской церкви старались сохранить традиции в церковной живописи 100 глав 1551 года рекомендовал писать иконы в соответствии с лучшими древними канонами включая троицу Рублева но ничего не остается неизменным и это причем не всегда к лучшему неизбежно к середине 16 века развелись новые тенденции в русской живописи которые не могли заметить отцы стоглавого собора ирония состоит в том что руководители собора митрополит Макарий и священник Сильвестр сами способствовали этим переменам новое введение в иконописи сперва появились в Новгороде под римско-католическим влиянием они состояли обычно в продуманной композиции мистических и дидактических сюжетов другим результатом западного влияния было изображение бога-отца Саваофа натуралистически в образе человека Кондаков русская икона часть 2 глава 2 когда Макарий до того бывший архиепископом Новгорода был избран митрополитом Москвы в 1542 то он привез с собой в Москву множество лучших новгородских и псковских иконописцев и художников по росписи стен после московского пожара 1547 года тогда многие церкви сгорели эти художники работали особенно много их работа направлялась Сильвестром и была одобрена Макарием вскоре православность новых икон была поставлена под сомнение Дьяком Иваном Висковатым он в особенности возражал относительно таких мистика дидактических икон как София и изображений бога Саваофа во плоти критика Висковатого была отвергнута митрополитом Макарием хотя замечания Дьяка соответствовали сто главу Другой важной чертой московской живописи во второй половине 16 века была возрастающая привлекательность светских тем в особенности исторических сюжетов Реалистические сцены изображались на многих иконах и на миниатюрах иллюстрированных хроник Георгиевский и Владимиров древнерусская миниатюра Кондаков особенно ценит цветовую гамму московских живописных изображений как необычайное достижение уникальное собрание икон было создано около 1580-1620 годов так называемой Строгановской школой О Строгановской школе смотрите Муратов в книге Грабаря первое издание том 6 страницы 347-380 Дмитриев в книге Грабаря второе издание том 3 страницы 643-676 Уникальное собрание составили выдающиеся мастера написавшие эти иконы они поначалу работали на богатую семью Строгановых в северо-восточной России и сообразовывались с их вкусами Строгановы предпочитали иконы малого размера которые они могли своборить в свои частые путешествия лучшие из них отмечены тонким мастерством и блестящей цветовой гаммой позднее некоторые из этих художников среди которых наиболее хорошо известен Прокопий Чилин переехали в Москву Успенский собор в Московском Кремле построенный Аристотелем Фиараванти в 1476-79 годах был наилучшим памятником московской религиозной архитектуры О московской религиозной архитектуре конца 15-16 веков смотрите книгу Грабаря первое издание том 1 главу 14 книгу Грабаря второе издание том 3 страницы 282 370 409 481 и том 4 страницы 1557 59 и 121 216 Ильин каменная летопись Московской Руси часть 1 главы 1 2 2 По общей стилистике он следовал Успенскому собору во Владимире 1158 1161 годы К середине 16 века развелись новые типы церковной архитектуры подобные церквам шатрового стиля Наиболее ранним примером такого зодчества была Вознесенская церковь в Коломенском 1530 и 32 годы По словам Джорджа Хэмильтона за статической геометрией куба из кирпича или обработанного камня последовал органический рост ели Фактически шатровый стиль отразил в зодчестве более ранние проекты осуществленные в дереве и типичные для архитектуры лесной зоны России Когда единственным орудием строителей были топоры тесло освоенные с наивысшим искусством О русском деревянном зодчестве смотрите Грабарь первое издание том 2 глава 4 Максимов и Воронин в книге Грабарь второе издание том 3 страницы 245 281 Конические или пирамидальные формы верхней части шатра над центральным пространством были продиктованы частично соображениями о предотвращении скапливания снега на крыше на протяжении длительной северной зимы Другой тип башенного церковного архитектурного проектирования в виде столпа особенно хорошо представлен в каменном зодчестве церкви Иоанна Предтечи в Дьякове 1553 54 годы Наиболее впечатляющим созданием московского каменного зодчества середины 16 века был Покровский собор на Красной площади в Москве более известный как собор Василия Блаженного построенный в 1555 60 годах архитекторами Постником и Бармой Собор обнаруживает влияние как шатрового так и столпного стилей но комплекс в целом создает впечатление чрезвычайной оригинальности С внешней стороны собор был первоначально окрашен в красные и белые тона Яркая полихромность сохранившаяся до наших дней итог работы проделанной в 17 веке Михаил Алпатов характеризует собор Василия Блаженного как несравненную ценность как наиболее русский из всех древнерусских церквей сияющее и смелое послание миру Относительно гражданской архитектуры и фортификационного искусства в Московии 16 век смотрите Гробарь первое издание том 2 главы 16 и 17 Гробарь второе издание том 3 страницы 366 409 Главка 3 В архитектуре как и во многих иных аспектах 17 век был эпохой динамического развития и поиска новых форм Большое внимание оказывалось декоративной орнаментации Большое количество церквей нежели в предыдущем столетии было построено по инициативе городских общин Светские традиции в украшении истинных росписях стали более выраженными и как восточные так и западные мотивы широко использовались в оформлении о русской религиозной архитектуре 17 век смотрите Грабарь первое издание том 2 главы 6 8 и 22 Грабарь второе издание том 4 главы 1 и 7 Ильин каменная летопись Московской Руси часть 1 глава 3 части 2 и 3 о гражданской архитектуре смотрите Тиц русское каменное жилое зодчество 17 век впечатляющим экспериментом в этом духе была церковь Рождества Богородицы в Москве 1649 52 годы она построена под влиянием собора Василия Блаженного но имела свой собственный стиль комплекс состоял из двух частей церкви и колокольни в целом 5 шатровых завершений она была закончена как раз тогда когда Никон стал патриархом он считал ее архитектуру не соответствующей строгому религиозному духу и монументальной форме церквей 15 века образцом для которых был Успенский собор Московского Кремля В 1655 Никон издал религиозные инструкции относительно строительства новых церквей в соответствии с канонами одобренными церковными властями церкви могли строиться с одним тремя или пятью куполами а строительство церквей шатрового типа было запрещено Забелла Иванов Максимов русское деревянное зодчество Москва 1942 год страница 9 цитата по Ильин в книге Грабарь 2 издание том 4 страница 164 номер 1 эти правила не могли строго соблюдаться особенно в деревянной архитектуре российского севера которое продолжало идти своим собственным путем и достигло кульминации в начале 18 века в продуманности строения многокупольной церкви Кижей в Олонецком крае В своей собственной строительной деятельности Никон предпочел пятикупольный канон его наиболее амбициозным проектом был Воскресенский собор в Новой Иерусалимском монастыре проект исходил из экуменических идей Никона экуменических внутри православного мира В 1649 году Никон получил от иерусалимского патриарха Паисия модель находившаяся в этом городе церкви воскресения Относившаяся к XII веку Он использовал ее как отправную точку для основания Ново-Иерусалимского монастыря в 1657 году В строительство были вовлечены русские, украинские, белорусские мастера но Никон так и не успел его завершить Работа началась в 1657 году и приостановилась во время конфликта между Никоном и царем Алексеем Возобновилась она во время правления царя Федора и завершилась в 1684 году Собор был уничтожен в ходе немецкого вторжения в 1941 году В 1680 90 годах развился новый стиль в русской архитектуре московское барокко Он сформировался под влиянием украинского барокко и близкого знакомства русских архитекторов с западными стилями проектирования Развитие русской живописи в 17 веке характеризовалось нарастающим светским духом и уменьшающейся религиозностью Начиная с 1650 годов влияние западного искусства становилось все более ярко выраженным Смотрите Грабарь первое издание том 6 глава 2 написано Муратовым глава 12 написано Грабарем и Успенским главы 13 и 17 написано Грабарем Грабарь второе издание том 4 глава 9 написано Даниловым и Мневой Число профессиональных художников увеличилось Царский двор стал центром художественной деятельности Среди царских художников в начале правления Михаила Федоровича были некоторые начавшие работать еще перед смутным временем одним из них был Прокопий Чирин принадлежавший к Строгановской школе он имел учеников и последователей среди которых был создатель имя неизвестно икона святого митрополита Алексия написана в 1640 годах Кондаков комментирует что эта икона является столь великолепной по технике и столь прекрасной в благородном изображении на лице святых что ее можно было бы приписать самому Прокопию если бы присутствовали некоторые детали его художественной манеры Наиболее известным русским художником второй половины 17 века был Симон Ушаков 1626-86 годы чья деятельность демонстрирует его знакомство с западным искусством и создавшим чрезвычайно натуралистические образы Сам Ушаков и его последователи не считали что натурализм противоречил идее иконы но скорее через приспособление к новым художественным вкусам обогащал чувство набожных зрителей Однако для консерваторов новые стилистические образы отрицали сам принцип иконы и заменяли ее светским изображением Один из них сербский дьякон Иоанн Плешкович отвергал манеру иконописи Ушакова как святотатство Для отрицания аргументов Плешковича и других друг и партнер Ушакова Иосиф Владимиров написал длинный трактат об иконописи в защиту нового направления Иосиф Иосиф Владимиров послание некоего изуграфа Иосифа к цареву изуграфу и мудрейшему живописцу Симону Федоровичу под редакцией Лазарева Древнерусское искусство 17 век Москва 1964 год страницы 24 61 Он рассматривал невежество как главную причину консервативных нападок Консерваторы не понимали утверждал он что образы на многих старых иконах выглядели жесткими и суровыми поскольку эти иконы потемнели от времени Далее Владимиров защищал натуралистическую манеру письма икон новой школы Мы созерцаем прототипы на иконах нашими духовными очами но мы смотрим на образы нашими телесными глазами поэтому образы святых на иконах должны быть представлены натуралистично интерпретация Вернадского Староверы также отвергали новую манеру иконописи Официальная православная церковь постепенно примирилась с нею в особенности из-за переезда в Москву многих украинских и белорусских епископов и духовных лиц в конце 17-го начале 18-го веков Симон Ушаков был многосторонним художником кроме иконописи он преуспел во фресковой живописи миниатюре и гравюре Среди настенной живописи в провинциальных церквах второй половины 17-го века наибольший интерес представляют работы в Ростове и Ярославле Архитектурный комплекс в Ростовском Кремле на озере Неро приобрел свой окончательный облик между 1660-ми и серединой 80-х годов благодаря митрополиту Ионе Сысоевичу Смотрите Воронин Ростовский Кремль в книге из истории докапиталистических формаций страница 655-680 Гробарь 2-е издание том 4 страницы 408-410 Во время конфликта между царем Алексеем и патриархом Никоном митрополит Иона был назначен местоблюстителем патриаршего престола но был отстранен от этого поста в 1664 году из-за своих симпатий копальному патриарху В дополнение к местным архитекторам и художникам Иона нанял умелых мастеров из Москвы Ярославля и других городов Стены построенных им церквей были богато украшены фресками в основном на ветхозаветные и евангельские темы Манера письма была динамична В фигурах чувствовалась жизнь Гамма цветов была изысканна В церкви Спаса в Ростове имеется драматическая настенная роспись со сценами страстей Христовых Особенно патетичен образ страдающего Христа стоящего около понтия Пилата перед разъяренной толпой кричащей «Распни его!» Пилат представлен в боярском одеянии Возможно что для митрополита Ионы этот образ страстей Христовых был символическим воспоминанием о суде над патриархом Никоном в 1666 году Иона на нем присутствовал Не менее удивительными но написанными в иной манере были фрески в церкви пророка Ильи в Ярославле В них библейские темы дали художникам возможность живого воспроизведения забавных историй и сцен Подход был скорее светским нежели религиозным Большинство композиций этих стен было выполнено под влиянием иллюстрации из Библии опубликованной в Голландии в 1650 году Постепенное вхождение западных канонов в русскую архитектуру и живопись и их приспособление к русским вкусам и традициям могло бы стимулировать дальнейший органический рост русского искусства в конце 17 века Эта возможность была упущена Вместо этого западное искусство было практически оптом трансплантировано в Россию в 18 столетии Пятая литература Главка первая Древнерусская литература почти всегда писалась для определенной цели религиозной дидактической исторической или политической литературы при этом большое внимание уделялось стилю хотя он не менялся в течение времени с 15 по 17 века в нем поддерживалась склонность к тонкой орнаментальности относительно русской литературы с 15 по 17 века смотрите Петухов русская литература Юрьев 1912 год части 2 и 3 Спиранский история древней русской литературы Московский период третье издание Москва 1921 год Гудзи история древней русской литературы второе издание Москва 1941 год история русской литературы том второй в двух частях Москва Ленинград 1945 1948 годы Жития святых хроники квази исторические труды с откровенной идеологической целью полемические сочинения военные повествования таковы были предпочитаемые литературные формы 15 и 16 столетий художественная литература сводилась к фольклору и переводу с иностранных языков единственным произведением 16 века приблизившимся к билетристике была повесть о князе Петре Муромском и Деве Февронии но она частично опиралась на сказочные мотивы высокая литература в особенности религиозная писалась на церковно славянском языке в иных жанрах литературы возрастало использование обыденного языка языка правительственных судов и фольклора перевод играл важную роль в славянской и древнерусской литературе наиболее ранние переводы на церковно-славянский язык были сделаны в Моравии и Болгарии а позднее в России и Сербии до 15 века преобладали переводы с греческого к концу же этого столетия московицкие читатели имели уже большой выбор в особенности греческой религиозной литературы но были и такие светские работы как византийские труды по истории большое влияние на древнерусскую историческую литературу оказывала история иудейской войны Иосифа Флавия переведенная с греческого в Киеве в 11 веке мещерские история иудейской войны Иосифа Флавия в древнерусском переводе Москва 1958 год ее влияние заметно в русских хрониках хронографах полемических трактатах и военных повествованиях даже 17 века Некоторые из фразеологических оборотов Иосифа при описании битв стали клише Другим источником повлиявшим на стиль русских военных повестей было рыцарское повествование о Трое написанное на латыни в 13 веке итальянским автором Гвида де Колумна оно было переведено на русский язык в конце 15 века Многие западные рыцарские романы появились в русском переводе в конце 16 и в 17 веках Одним из наиболее популярных был Бова Королевич переведенный с итальянского Боовади Антона опубликованного в конце 15 век Смотрите Кузьмин рыцарский роман на Руси Бова Петр Золотых Ключей В переводе некоторые слова были поняты привратно Например в итальянском оригинале мачеха Бовы которая убила его отца именуется шлюхой Меретрицца Это слово рассматривается переводчиком как ее собственное имя Милица Во второй русской версии в 17 веке в Бову были введены элементы русских сказок Во второй половине 17 века начали появляться переводы на различные темы с польского а также с латинского и немецкого языков Среди произведений переведенных с польского был плутовской роман о приключениях и любви странствующего рыцаря Петра Золотых Ключей Оригиналом на который ориентировалась польская версия был французский средневековый роман Как Бова так и повесть о Петре Золотых Ключей стали особенно популярны как книги для всех с конца 17 века и до 19 века огромное число их в сопровождении лубочных картинок печатались и перепечатывались для народного чтения Равинский русские народные картинки том первый Санкт-Петербург 1900 год смотрите указатель к Бове Королевичу и повести о Петре Золотых Ключей под редакцией Адриановый Перец русский лубок 17-19 веков Москва Ленинград 1962 Иным характером отличался сборник коротких назидательных историй многие из которых религиозные известных как Великая Зерцала Латинская версия появилась в 12 столетии и достигла своей окончательной формы около 16 века Первый польский перевод появился в 1621 году и много раз перепечатывался Русский перевод с польского языка хотя и в сокращенном варианте стал столь же популярен Державина Великая Зерцала Москва 1966 год Главка 2 Как и в более ранние периоды жития святых играли важную роль в литературе в 15 и 16 столетиях 14 и первая половина 15 веков классический период русской агеографии и ее величайшего мастера Епифания Премудрого умершего до 1422 года автора жизнеописаний святого Сергия Радонежского и святого Стефана Пермского Епифаний был вдохновлен духовными качествами этих двух святых его произведения были в высшей степени художественны Другим выдающимся агеографом 15 века был серб Пахомий Логофет который приехал в Россию около 1429 года и умер там до 1484 года к 16 веку агеография приходит в упадок как литературный жанр хотя новые жития святых и пересмотр более старых работ были еще многочисленны замечательной и высоко оригинальной работой рассматриваемой в это время как агеографическая была легенда о Петре князе Мурома и мудрой деве Февронии дочери простолюдина повествование было фактически художественным редкостью в древнерусской литературе оно представляло собой историю любви проникнутую элементами фольклора спиритуализированную и смешанную с христианскими чувствами после многочисленных препятствий и приключений Петр женился на Февронии и они правили Муромом справедливо и смиренно когда приблизилась смерть они приняли монашеский обед и умерли почти в тот же час древнерусский текст повести о Петре и Февронии смотрите скрипел русские повести 15-16 веков страницы 108 115 легенда легенда могла появиться в 13 веке сперва она существовала в устной форме затем в письменной и достигла окончательного завершения в начале 1540 годов в 1547 году Петр и Феврония были канонизированы церковью о популярности этого произведения говорит тот факт что сохранилось около полуторасто ее рукписей в исторической литературе летописи и их своды дополнились так называемыми хронографами в 16 веке о летописях московицкого периода смотрите иконников опыт том 2 часть 2 раздел 3 главы 2 и 4 лихачев русские летописи главы 19 и 20 и приложения сейранские истории древней русской литературы московский период страницы 84 85 двумя основными сводами первой половины 16 века были воскресенский свод и свод патриарха Никона первый был назван так поскольку им владел Никон который подарил его своему воскресенскому монастырю второй поскольку Никон сохранил его для себя в 1550 годах другая редакция Никоновской летописи была подготовлена и проиллюстрирована отличными миниатюрами лицевая летопись для описания событий 16 века составитель Никоновской летописи использовал среди иных источников разряды перечни армейских офицеров дипломатические и государственные архивы летопись таким образом может быть названа правительственной публикацией в 1550 годах ее главным редактором был Алексей Адашев в 60-х Иван Висковатый целью хронографов было ознакомление читателей с мировой историей подразумевалась история Иудеи Древнего Ближнего Востока Греции Рима Византийской империи и средневековых царств Сербии и Болгарии позднее добавилась информация о России и Западе составители хронографа 1512 года рассматривали русскую историю как важную часть мировой истории они полагали что с падением Константинополя центр православного мира переместиться в Москву текст русского хронографа 1512 года был опубликован в полном собрании русских летописей том 22 часть 1 1911 год смотрите также обзор его содержания попов обзор хронографов русской редакции том 1 1866 год страницы 95 215 текст русских и славянских материалов в хронографе 1512 года был опубликован поповом в книге и сборник славянских и русских сочинений и статей внесенных в хронографы русской редакции 1869 год страницы 1 87 они полагали что с падением Константинополя центр православного мира переместится в Москву эта идея была близка теории Филофея о третьем Риме хотя был ли он одним из редакторов хронографа 1512 года не установлено идеологически связанным с хронографом 1512 года было сочинение в котором патриотическая концепция временами преобладала над историческими фактами книга «Степенная царского родословия» она была поддержана митрополитом Макарием и направлена на возвеличивание исторического основания московского царства в 17 степенях то есть поколениях кончая царем Иваном IV книга была написана возвышенным стилем подобающим ее цели смутное время прервало фиксацию московских государственных анналов вместо этого оно породило урожай современных литературных сказаний авторы пытались дать в них целостную картину событий с немногими конкретными деталями и философствовать о породивших их причинах большинство этих сказаний были написаны после избрания Михаила Романова О литературных работах сказаниях современников смутного времени смотрите Иконников Опыт Том 2 Раздел 3 Глава 2 Столбцы 1249 1253 Платонов Древнерусские сказания и повести о смутном времени Гудзий История русской литературы Второе издание Страницы 322 334 Тексты сказаний под редакцией Платонова были собраны в русской исторической библиотеке Том 13 Работы Аврамия Палицына и Ивана Тимофеева были также опубликованы отдельно смотрите библиографию По контрасту с обобщениями сказаний здесь присутствует живое описание событий гражданской войны 1606 10 годов В псковской летописи со следующим замечанием обобщающим ситуацию и с этого времени 1606 год началось великое смятение во Пскове богатые выступили против обедные против богатых и все стали обездоленными интерпретация Вернадского Насонов Псковские летописи том 2 страница 268 В целом авторы видели в смуте божественное наказание за грехи правителей в период между смертью царя Федора и восхождением на трон Михаила Романова а также за моральную деградацию народа выдающееся место среди этих работ принадлежит сказанию Авраамия Палицына и временнику Ивана Тимофеева в первой работе присутствует значительная стилистическая красочность а книга Тимофеева перегружена приукрашенными деталями и отступлениями его словарь полон искусственно созданными сложными словами каждая из которых мешало пониманию по словам князя Мирского стиль Тимофеева это сведение к абсурду московитской риторики официальная фиксация событий не возобновлялась при новой династии после смутного времени но некоторые летописи продолжали писаться в провинциальных городах пересмотр и написание хронографов продолжалось на протяжении почти всего 17 века со все возрастающим вниманием к русским и западноевропейским делам относительно текстов разделов ориентированных на русские дела 17 столетия смотреть попов и сборник славянских и русских статей Москва 1869 год русские военные сказания 16 и 17 веков были близки историческим сочинениям и художественной литературе они появились в ответ на требования участников и современников важных событий в некоторых из них описание событий сопровождалось комментариями их значимости с исторической и политической точки зрения некоторые были позднее приукрашены художественными элементами для развлечения читателей одно из наиболее важных сказаний 16 века рассказывало об осаде Пскова польским королем Стефаном Баторием в 1580 в 1882 годах смотрите Малышев повесть о прихождении Стефана Батория Наград Псков Москва и Ленинград 1952 год Скрипел русские повести 15-16 веков страницы 124 165 хотя история и была написана в тонком московицком стиле там присутствовало и ситуационное использование диалога замечательное военное сказание 17 века описывало захват донскими казаками у турок в 1637 году Азова и его осаду турками в 1641 году первоначальная редакция сказания представляла фактическую историю войны но была позднее переписана в цветистом поэтическом стиле смотрите Скрипел русская повесть 17 века страница 54 73 захваты осада Азова были также запечатлены в исторических песнях такие песни производные от Былин занимали в устной литературе положение схожее с историческими сказаниями письменной литературы об исторических песнях 16 и 17 веков смотрите Спиранский русская устная словесность страницы 328 350 текст зафиксированный в 18 и 19 столетиях смотрите Миллер исторические песни русского народа 16 и 17 веков 1915 год исторические песни 17 века 1966 год в 16 веке появился цикл песен об Иване Грозном и завоевании Казани другие казацкие песни 17 века включали цикл о Ермаке первопроходце завоевателе Сибири и Степане Разине вожде казацко-крестьянского восстания наряду с историческими песнями в русской устной литературе продолжали жить былины исполнители передавали их из поколения в поколение не только в 17 веке но и гораздо позже фактически былины все еще продолжали исполняться и их новые варианты создавались в дальних уголках Северной России в новое время при рассмотрении взаимоотношений между русскими былинами и письменной литературой в 17 веке особенно интересна повесть о Сухане она опиралась на былину о герое носившем это имя письменная история походила по стилю как на былины так и на военные сказания Малышев повесть о Сухане 1956 год рукопись повести была обнаружена Малышевым в 1948 году сравните Вернадский повесть о Сухане новый журнал номер 59 1960 год страница 196 202 Другим героическим эпосом который первоначально передавался устно была повесть о Яруслане Лазаревиче она имела персидское происхождение базируясь на двух эпизодах Шах Наме Фердауси эпизоды из великой поэмы Фердауси обычно декламировались многие столетия после смерти Фердауси в Иране и Центральной Азии и также повлияли на тюркский эпос Это повествование могло быть прямо заимствовано и переложено с персидского и тюркского варианта терскими казаками или московицкими купцами имевшими дело с Центральной Азией Русская версия была вероятно записана в начале XVII века Как полное приключений сказка она стала чрезвычайно популярной и была опубликована в лубочном варианте Гудзи Второе издание страницы 386-390 Главка третья Романы также писались в России XVII века Наиболее интересным среди них во многих отношениях была повесть о Сави Грутцине скрипел русская повесть XVII века страницы 82-102 Как по содержанию так и по форме ее неизвестный автор соединял архаические понятия с современными это было художественное повествование о сыне купца его приключениях неофициальной любовной связи соглашение с дьяволом и его финальном покаянии он становится монахом в конце рассказа В то же время фон повествования реалистичен даже имя героя принадлежит хорошо известной купеческой фамилии и в ходе истории появлялись реальные исторические персонажи и упоминались действительные события подобные взятию Смоленска русскими в 1632-34 годах Традиционной концепцией русской литературы было то что плотская любовь деяние дьявола необычным в истории Саввы Грутсена было то что его военные подвиги в Смоленской войне совершались с помощью дьявола согласно повести командующий русской армией боярин Шейн был взбешен успехом Саввы и отослал его домой этот эпизод отразил действительное отношение определенных пацифистских кругов русского общества их оппозицию Смоленской войне и их критическое отношение лично к Шейну утверждали что война была несправедлива поскольку была начата до истечения Диулинского перемирия пацифисты возражали против назначения Шейна командующим поскольку когда он был освобожден из польского плена после заключения Диулинского перемирия поклялся полякам никогда не воевать с ними вновь когда Шейн сдался полякам в 1634 и вернулся в Москву то был обвинен в предательстве что было неверным и казнен именно на этом фоне можно наилучшим образом понять эпизод участия Саввы Грутцена в Смоленской войне Дьявол побуждал Савву сражаться в неправой войне и поскольку Шейн предполагаемо был предателем то выразил неудовольствие успехами Саввы на войне Совсем иной характер носило замечательное русское повествование 17 века горе злосчастья Скрипел страницы 103-115 Сравните Гудзи страницы 399-403 Оно было написано белым стихом с четырьмя ударениями что было похоже на былины Дидактическая история показывала как непослушание молодым человеком родителей его беспробудное пьянство и хвостовство привели к разрушению его жизни Его несчастье было персонифицировано в фигуре горе злосчастья Как отмечает Гудзи горе злосчастья было двойственностью символизирующей внешнюю силу зла которая владеет героем и моральное опустошение его души Герой в конечном итоге избегает горе злосчастья традиционным путем уйдя в монастырь его двойник горе останавливается перед святыми вратами Сатирические повествования составили особую группу Гудзи страница 423-440 Большинство этих историй о продажных судьях пьяницах монахах жадных священниках и так далее были умными пародиями на язык и сюжеты судебных документов церковной службы и религиозной литературы уникальным памятником на фоне прочих произведений русской литературы выступают произведения не предполагавшиеся в качестве литературного автобиографии лидера старообрядцев протопопа Аввакума русский текст под редакцией Гудзия житие протопопа Аввакума Москва 1960 год В этом документе большого психологического и исторического значения нашли выражение пылкая личность Аввакума и его религиозная непримиримость Не менее оригинальным был его язык специфический разговорный русский Чижевский комментирует это обстоятельство утверждая что Аввакум обладал способностью доступной немногим писателям писать точно так же как он говорил Следует сказать несколько слов и о русской поэзии 17 века Смотрите Гудзий страницы 441-455 его же история украинской литературы страницы 243-245-255-276 В первой четверти столетия русское стихосложение находилось под влиянием украинских досилабических стихов виршей Это было результатом учащающихся контактов между русскими и украинцами а также белорусами в смутное время Наиболее способным поэтом этого периода был князь Иван Хворостинин Силабическое стихосложение было введено в Москве Симеоном Полоцким Поскольку оно базировалось на определенном количестве слогов в каждой строке то не подходило к русскому языку который зависит от словесного ударения но тем не менее доминировало в русской поэзии до 1740 года Шестое Философия и наука Главка первая Через принятие христианства и последующую доступность переводов работ греческих отцов церкви и иной религиозной литературы русские постепенно восприняли элементы христианской философии и до определенной степени философию древней Греции в Византии также существовали различные коллекции и они были переведены на славянский язык они содержали цитаты из Платона Аристотеля и иных греческих философов наиболее известной из этих коллекций в древней Руси была пчела по-гречески мелисса Шмаков Платон в Древней Руси Флоровские пути русского богословия главы первая третья Древнерусский читатель не прочитывал свою книгу бегло его метод чтения был статическим он прочитывал сперва параграф и задумывался над каждым словом имея несколько базисных идей любого философа он был способен реконструировать по крайней мере часть его аргументации даже если и не следовал всегда собственной линии философа поэтому даже те кто прочитывал лишь философские афоризмы в сборниках типа пчелы могли извлечь из этого некоторую пользу в дополнение к переводам греческих философских трудов многие трактаты были переведены с древнееврейского которые в свою очередь были евритскими переводами с арабского большинство из них были сделаны в 15 веке в 17 веке в особенности после основания Киевской академии московитам стали доступны теологические и философские работы украинских и белорусских ученых бывших выпускников Киевской академии программа академии включала преподавание философии равно как и физики и обучение студентов было на уровне римско-католических и протестантских высших школ того времени суммируя можно сказать что с 11 по 17 век русские имели в своем распоряжении значительное количество философской литературы переведенной с других языков или же в 17 веке заимствованной из западной Руси вознакомление древнерусских читателей с элементами платоновской философии через контакт с византийскими христианскими сочинениями важную роль сыграл перевод «Ариопагитик» произведения VI века и неверно приписываемого святому Дионисию Ариопагиту жившему в I веке смесь христианского мистицизма с неоплатонизмом была включена в честь именеи знаменитую энциклопедию христианской литературы XVI века митрополита Макария Платоновский идеал мудрого правителя имел огромное влияние на московитскую политическую философию и показательно что цитата из Платона была включена в речь митрополита Макария на коронации Ивана Грозного в 1547 году Шмаков Платон в Древней Руси страницы 60-61 его же государственно-национальные идеи страницы 208-210 главным источником проникновения идей Аристотеля в Древнюю Русь была диалектика святого Иоанна Дамаскина первая часть его главной работы источник знания она была переведена на славянский предположительно в Сербии не позднее 15 века диалектика Дамаскина вероятно поспособствовала философскому образованию русской элиты более нежели какая-либо иная работа восточных и византийских ученых доступная в славянском переводе Шмаков Платон страница 51-53 В 1570-х годах источник знания был вновь переведен князем Андреем Курбским уже тогда жившим в Литве совместно с князем Аболенским первоначально они перевели третью часть работы разъяснения православной веры уже доступную в болгарском переводе 10 века а затем диалектику они очевидно не знали о существ более раннего славянского перевода Курбский получил копию источника знания возможно базельское издание 1548 года в которой греческий текст и латинский перевод были напечатаны параллельно как Курбский так и Аболенский знали латынь но не знали греческого возможно что кто-нибудь знакомый с греческим помог им проверить латинские переводы Аболенский о чем нам сообщает Курбский изучал философию на латыни в юности Архангельские творения отцов церкви в древнерусской письменности страницы 109-113 В своем четвертом послании Ивану Грозному Курбский иронически советовал царю почитать книгу Иоанна Дамаскина Я полагаю что в твоей земле она не была полностью переведена с греческого языка но тут в нашей стране имеется в виду Литва благодаря Христовой благодати она была полностью переведена и исправлена с большим старанием В том же столетии когда славянский перевод диалектики святого Иоанна Дамаскина стал доступен русским философский труд арабского ученого Аль-Газали 1058-1111 годы был переведен на русский язык возможно в Белоруссии не прямо с арабского текста а с перевода на иврите он назывался цели философа первая часть его была посвящена логике это было в основном разъяснением арабского неоплатонизма некоторые аспекты которого Аль-Газали рассматривал как несовместимые с исламом оно получило высокую оценку в Испании и на западе в целом в 12 и 13 веках обсуждая различные воззрения на природу телесного существа Аль-Газали писал на этот предмет существует три взгляда некоторые говорят что тело состоит из частей которые не могут быть разделены разумом или физически другие полагают что тело не является сложным но просто и принадлежит одной субстанции третьи же утверждают что тело состоит из материи и формы я цитирую по современному русскому варианту Зубова смотрите Чижевский новое в истории русской культуры новый журнал номер 82 1966 год страница 226 внимательное отношение русских читателей к этим переводным философским работам иллюстрируется обнаруженным на полях рукписи древнерусского перевода логики Аль-Газали по меткам читателя относительно параллельных философских терминов из славянского перевода диалектики святого Ивана Дамаскина объясняющих термины использованные в переводе логики Газали это было открыто Зубовым сравните Лурье идеологическая борьба в русской публицистике конца 15 начала 16 века страница 196 Чижевский указанное ранее сочинение страница 224 относительно параллелей славянских древнерусских философских терминов в различных древних переводах На основании этого примера мы можем быть уверены что древнерусские читатели из рядов образованной элиты хорошо понимали переведенные философские тексты своего времени которые для некоторых современных ученых выглядят неуклюжими и непонятными Дабы продемонстрировать современному читателю что древнерусский перевод логики Аль-Газали был разумным Зубов в 1951 году перевел части этого труда на современный русский язык стараясь в неприкосновенности структуру предложений и порядок слов текст был совершенно понятен смотрите извлечение из перевода зубовом логике Аль-Газали на современный русский язык в статье Чижевского в новом журнале номер 82 страницы 225 226 Знакомство русской элиты 15 и 16 веков с переведенной теологической и философской литературой а также существование в древнерусском языке философской терминологии хотя и неоднозначной были отражены во многих русских идеологических и полемических произведениях этого периода теологически философская трилогия о космическом значении Святой Троицы была написана в Москве Ермолаем Еразмом в середине 16 века под редакцией Попова книга Еразма о Святой Троице чтение 1880 год часть 4 страницы 1 14 и первая 124 сравните Клебанов реформационные движения в России страницы 288 290 книга выявила его знание работ отцов церкви и византийской религиозной литературы равно как и некоторых апокрифов первая часть о Троице и единстве была историческим и полемическим введением вторая и наиболее значимая озаглавлена о божественном тринитарном творении третья часть представляла собой длинную молитву Святой Троице Троица для Еразма была антологическим принципом Бог создатель своей божественной власти дал тринитарную сущность всем своим творением как физические так и духовные миры отражают троичный принцип в физической природе мы различаем огонь сумерки и темноту в человеке части живой природы разум слово и душу космос проникнут божественной Троицей в 17 веке особенно во второй его половине московиты обратились к киевской украинской и белорусской учености для обретения своего направления в образовании и философии преподавание философии в киевской академии базировалось на аристотеле предлагались такие курсы по логике и психологии среди рукписей этих курсов хранящихся в государственной библиотеке Украины в Киеве находится учебник логики Иосифа Горбацкого 1639 год и трактат о душе Иннокентия Гизеля 1645 – 1647 годы Соколов очерки истории психологических воззрений в России в 11 – 18 веках Москва 1963 год страницы 251 и 252 содержащие ссылку на Пелех из истории отечественной психологии 17 века очерки по истории отечественной психологии 17 – 18 веков под редакцией Костюка на украинском Киев 1952 год Некоторые рукописные копии киевских лекций по философии нашли свой путь в Московию во второй половине 17 и в начале 18 века Религиозные и философские книги напечатанные на Украине и в Белоруссии были очень популярны в Москве в 17 веке Однако в первой половине века равно как и к его концу московские церковные власти недружелюбно взирали на их импорт Патриарх Филарет был особенно подозрителен относительно отклонения от православия в книгах опубликованных в Западной Руси и в 1627 году запретил московитам их покупать В эти дни были сожжены в Москве 60 экземпляров комментариев Киева Кирилла Транквейона Ставровецкого 1619 год Отношение московитского правительства и церкви изменилось при царе Алексею и патриархе Никоне и продажа западнорусских изданий была вновь разрешена в Москве В 1672 году Киево-Печерский монастырь открыл книжную лавку в Москве Однако два года спустя патриарх Иоаким запретил продажу ряда западнорусских изданий Этот приказ был повторен его наследником Адрианом но в реальности эти частичные запрещения были малоэффективны Главка 2 Центром культуры Древней Руси была не наука а религия гуманитар гуманитар знания и искусство И все же русские были проницательными наблюдателями природы и многие из них обладали исследовательским складом ума Древнерусские ремесленники имели хорошие практические познания в химии и физике В соляной промышленности новгородские мастера были знакомы с принципом концентрированных растворов Они также знали как регулировать осаждение соли при изменении температуры Наибольший вклад был сделан русскими в математику астрономию и географию Выдающимся математиком был Кирик новгородец дьякон Антоньева монастыря родился в 1110 году О науках и научном знании в России до 1070 года Смотрите Райнов Наука в России 1940 год Очерки Том 3 Страница 182 186 Там же Том 4 Страница 568 584 История естествознания в России Том 1 Часть 1 1957 год Зубов Кирик Новгородец Историка Математические Исследования Том 6 Страница 174 212 Религиозный и интеллектуальный фермент в России последней четверти 15 и начало 16 веков стимулировал интерес в различных отраслях науки Это был период полемики между так называемыми жидовствующими и их противниками среди которых кроме Иосифа Санина Володского наиболее активным был архиепископ Новгородский Геннадий Жидовствующие зависели от ивритской научной литературы в славянском переводе а Геннадий от западных в основном римско-католических работ Его главным советником был доминиканский монах славянского происхождения предположительно хорват Беньямин Обе стороны интересовались математикой и астрономией Это было частично результатом апокалиптических настроений которые распространились среди русских с приближением 1492 года Семитысячный год от сотворения мира С завершением седьмого тысячелетия со дня творения многие люди ожидали приход конца свет Жидовствующие высмеивали эти страхи Для православных было значимым то, что византийская пасхалия таблица для обнаружения пасхального дня каждый год заранее оканчивалась Семитысячным годом с 1 сентября 1491 года до 31 августа 1492 Было необходимо рассчитать новую пасхалью для следующего тысячелетия для чего были необходимы сложные математические и астрономические расчеты Работа по этим расчетам была частично проделана в Москве в канцелярии митрополита но в основном в Новгороде под руководством архиепископа Геннадия Пасхалия на 1493 год была готова вовремя Геннадий очевидно игнорировал трактат 12 века Кирика новгородца предпочитая западные источники Среди них была относящаяся к 14 веку работа Гейома Дюрана Объяснение церковных обрядов Зубов Кирик Новгородец Страницы 202-204 Дюран умер в 1332 году Книга рассматривала проблемы календаря Первое печатное издание ее появилось в Майнце в 1459 году В 1495 году Геннадий заказал русский перевод его части Страсбургского издания 1486 года История естествознания в России том 1 часть первая страница 60 по мнению Симона Шишмана переводы с иврита которые бытовали в России с 15 века и обычно рассматривались как часть литературы жидовствующих должны в основном приписываться деятельности караимов Среди переведенных ивритских работ был так называемый Шестокрыл Он состоял из шести таблиц движений Луны Первоначально эта лунная таблица служила для вычисления даты Пасхи но позднее кажется также использовалась для предсказаний будущего Другой астрономической работой переведенной с латинского на русский в этот период была космография английского ученого 13 века Иоанна Сакробоско Иоанна Голливудского Латинский оригинал был озаглавлен де Спарумунди Она была напечатана в 1472 году и переиздавалась много раз до 17 века Автор описывал 79 сфер звезды и планеты вокруг неподвижной Земли История естествознания в России том 1 часть 1 страница 60 Текст русского перевода космографии не был опубликован полностью согласно истории естествознания страница 60 единственная известная рукопись его находится сегодня 1957 год за пределами СССР согласно Чижевскому 1966 год рукопись исчезла после Второй мировой войны Принципиальная ценность древнерусских оригинальных трудов по астрономии состояла в аккуратной фиксации в хрониках таких необычных астрономических явлений как затмение Солнца и Луны кольца вокруг Солнца и появление комет русские хроники были более полны в этом отношении нежели западные и таким образом оказались бесценными для современной астрономической науки в особенности для изучения данных о периодичности и орбитах комет История естествознания в России страница 53 57 1543 год дата публикации De Revolutionibus Orbitum Soelestium Коперника ознаменовал начало современной астрономической науки на Западе хотя теория Коперника не была сразу же принята даже там русские познакомились с ней лишь в середине 17 века через перевод Епифания Славенецкого и его помощников космографической работы Иоанна Блеу «Зерцало всея вселенной или Атлас новой» Латинский оригинал появился в 1635-45 годах перевод был сделан в 1655-57 годах Блеу разъяснял системы Птолемея и Коперника и отмечал что лучшие математики предпочли последнего Он написал наиболее важное для Запада географическое исследование переведенное на русский в 17 веке Собственный вклад русских в географическую науку в 16 и 17 веках состоял в открытии исследования и подробном описании Сибири и прилегающих земель а также в целом в картографии Лебедев география в России 17 века Москва Ленинград 1949 год его же глава шестая география в истории естествознания в России том 1 часть 1 Московицкая администрация нуждалась в географических картах России и прилегающих территорий не только во имя знания но также и из практических соображений многие чертежи частей Московии должны были быть выполнены в конце 15 и в первой половине 16 века некоторые из этих чертежей были использованы Герберштейном для его карты Московии в 1552 году Иван Грозный предположительно по предложению Адашева приказал подготовить общий чертеж карты всего царства Большой чертеж был вероятно сделан в течение правления царя Федора под руководством Бориса Годунова Ни эта карта ни ее копия изготовленная в 1627 году не сохранились но объяснительная книга к большому чертежу дошла до наших дней Первый общий чертеж карты Сибири был выполнен по приказу воеводы Тобольска Петра Годунова в 1667 году Чертеж был откорректирован в 1672 году и работа эта была позднее продолжена Семеном Ремезовым чья детальная карта Сибири была завершена в 1701 году Смотрите Голденберг Семен Ульянович Ремезов Москва 1965 год К середине 17 века русские технические специалисты достаточно свободно разбирались в физике химии и геологии которые были необходимы для работы в промышленности в мастерских военного снаряжения в металлургии архитектуре ювелирном деле и так далее Смотрите историю естествознания в России главу третью физика четвертую химия и пятую геология Техническое знание продолжало накапливаться через опыт предыдущих поколений русских ремесленников и постепенный приток зарубежных специалистов и продвигалось вперед благодаря переводам и применению западной технической и научной литературы к концу 17 века в России существовала значительная группа образованных людей способных служить ядром распространения современной науки предпосылками для этого были подобающее образование в философии и логике знание латыни бывший все еще лингвистическим инструментом научного образования а также высокий уровень научных центров философия логика и латынь компонентно преподавались в киевской академии в 17 веке обучение в этих областях стало доступным московитом с открытием славяно-греко-латинской академии академия наук первая высшая по уровню научное учреждение в россии была создана петром великим в 1724 году и активно функционирующая с 1725 года хотя первые члены академии были приглашены с запада одной из ее целей было воспитание русских ученых для этого при ней было создано учебное заведение его успех хорошо иллюстрируется судьбой Михаила Васильевича Ломоносова 1711 1765 20 лет от роду Михаил сын поморского рыбака и кораблестроителя чувствуя жажду знания приехал в Москву и записался студентом в славяно-греко-латинскую академию где он получил философское образование и изрядно изучил латынь в 1735 году он был членом группы 12 лучших студентов которым была предложена стипендия в учебном заведении при Академии наук Ломоносов стал одним из величайших ученых своего времени и символом прогресса науки в России Январь Январь 1999 года звук 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 режиссер Алла Тополева читал Евгений Терновский январь и январь